пути мур и надо постричься наконец-то что же у меня сегодня все достается так, а? бля, ты знаешь, вот я смотрю, ни хрена сейчас паниель какой у Макса там мне кажется, что Макс по реке сидит, потому что, ну блин, не может быть еще какие-то такие волосы да, ну то есть, как бы, ну то есть, блядь, ну посмотри, да, вот сюда так, и вон туда ты понимаешь, что вот это я зарос, это я, это я очень сильно зарос, понимаешь и я сейчас вот как бы пойду стричься в ближайшие дни, у Макса там просто, я даже не понимаю вот, ну в любом случае, он похож на этого, знаешь, на говнаря типичного, который, знаешь, там да, естественно, гайздан, гайздан я тебе больше скажу, я сейчас на лекции косу нашу, потому что так практичнее блин, я вспомнил совершенно адскую историю слепых, я в таком виде даже курс преподавал, помнишь, тем как? да, 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 как звали этого чувака, я забыл, блин ну короче, это был мужик, который в косухе преподавал какие-то там курсы да, нормально, но чё? его потом все фотошопили на все эти картинки замечательные вообще, я считаю, что лепра в свое время была недооценена, потому что такое количество контента генерировалось абсолютно офигеннейшими, вообще, очень крутыми, травотворческими людьми потому что огромное количество народу в итоге оттуда вылезло уже, например, тот же самый покрасный лампас покрасный лампас же как был да, давай, и про ежика вспомни, давай и про ежика про Навального, давай вспомни, давай и про Навального, и про Агу да, про этого, как его звали-то, господи и только Митцгол был в гипертекстовом Фидонете, да Митцгол, кстати, тоже был на этом на Лепрессе, что я ему инвайт отправлял ой бля какие еще темные секреты мы узнаем сегодня господи, я помню в свое время было смешно, что там, когда инвайты все рассылали друг другу я в клабхаусе, по-моему, целой толпе народу наслал всяких инвайтов и мне реально писали люди, типа, а это что, а зачем я такой, давай, клабхаус, круто все такие, ну ладно, я попробую я, кстати, вот могу тебе сказать, что в Твиттере появилась эта история с сообществами там тоже сначала все было по инвайтам я так понял, что там можно создать по инвайту, а можно создать, типа, открытые, да? да так это работает да, я сделал, я сделал нам открытые я, я когда заходил ты же мне прислал инвайт, да? или кто мне прислал инвайт? да, да, да я когда заходил по инвайт, я еще подумал о том не нажимай знаешь, такой голос Глэй говорит нажимай, нет, ты не хочешь этого знать я такой, сука слушайте, ну если вдруг вы пользуетесь Твиттером ради эксперимента можете попробовать зайти на наше сообщество Russian Video Games там уже почти 600 человек сидит и, ну единственное, что интерфейс они сделали реально уебищный потому что, ну, им надо было сделать, по сути, тебе такой мини-реддит чтобы, типа, тема и под ней коменты а в итоге ты заходишь, типа, в него и там, и там просто все ответы подряд идут кстати, извините, перебью тебе как вам трансляция сейчас наша? она вообще работает? нормально? потому что мне лично, Ютуб, знаете, что пишет? сравнить основной и резервный видеопотоки не удалось в конфигурации есть ошибка внесите изменения какие, блядь, изменения ты, сука, меня хочешь? слушай, я без понятия, но нам уже даже пошли донаты и вообще вроде нормально идет все, вроде говорят, что сегодня хорошо выглядите молодые люди, вот нам Лиза пишет кстати, если что, Лиза Z, которая нам пишет в чате, та самая девочка, которая нарисовала на наш новогодний выпуск, замечательную обложку с нами такими клевыми молодыми, худыми, понимаете вот, не такими, как в реальности но он очень похож очень польстиво, да, я бы сказал да, так что, Лиза, спасибо тебе большое Виталий Даниле занес нам 450 рублей на что, народ, погнали я не знаю, почему Ютуб такой пишет но если у нас что-нибудь грохнется вы там далеко не расходитесь я перезапущу, если что если вдруг ГА11 занес нам 300 рублей эй! эй, привет, про так, ну что, мы начинаем сразу с месяцев карьеры, или мы еще? ну, давай чуть подсоберемся у нас, знаешь, такое, типа, пресс-шоу маленькое знаешь, некоторые люди вообще-то пресс-шоу продают отдельно на Патреоне, например а вы почему это делаем? потому что мы мы же сейчас вот сидим как ты можешь продать то, что происходит вот прямо сейчас понимаешь, они же это все делают как они это делают? они же записывают подкаст не в лайве понимаешь, и они сидят такие, типа, и делают вид давайте представим, что мы на Ютубе что нас смотрит куча народа и давайте выжмем из себя веселую при шоу и все-таки, да, давай, давай, на счет 3 раз, два, три, и пошли такие шутить вот это все, а потом что-то не удалось, давай еще раз, давай и такой, раз, еще, блин, на ту ужину пошутил и потом пошел продал а у нас вот как, блядь, вот как пошло а мы дурачки в прямом эфире, еееей да, это, кстати, огромное количество людей нам периодически пеняет я просто напоминаю об этом, в который раз, что типа, ой, вы там объебались тут вы объебались там, я говорю, бля, ребят если вы, как мы, знаете типа, выходили в эфир, в прямом эфире и у вас не было бы возможности так, стоп, стоп, подожди, сейчас, сейчас, подожди википедию проверю, ой, слушай, а там другая цифра, не, не, другая, давай, давай заново да, 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 как это бывает готовиться надо, потому что к подкасту цифры сверять, фактчекинг делать а вы что делали, два часа на руке, знаешь, написать ручкой и такой, подожди, подожди, у меня все размазалось сколько была прибыль у фейсбука в этом году, сколько было истребителей, сколько было истребителей это опасный вопрос, Тимон я не вижу, а-а-а, бля-бля-бля и ладно, Дима четкий, Максим средний, Тимур размытый, да, ты что, ты как-то немножко не в фокусе, братан вот у тебя фокус, вот, 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 тут у тебя фокус, ну хорошо, я вам поближе придуешь просто смотрю, вот, так вот по флексе делать флексage связывал такое же, почти что я черный это, а ты что, режиссер Амазона, что ли? мы еще об этом поговорим сегодня я хочу сказать, что вот мы все шутим, шутим, а на самом деле у нас неделя была довольно напряженная, потому что мы писали с Тимуром один там подкаст, неважно какой, два часа писали, два часа писали, и в итоге никому не понравилось, что получилось. Мы просто такие задницу. Не совсем. Давай запишем нормально, да. И, в общем, решили его записать по поле. Просто смысл в том, что как нам тут Сережа Епихин недавно делился, он сказал, что они записывали тоже новый проект, и типа сделали несколько эпизодов, и они им не понравились, они не стали их выпускать, как бы пока не запишут так, типа, чтобы получился норм. И для нас это уже, как бы, такая вещь, очень сильно пройденная, потому что мы все пишем с первого раза. И завтра каста, и мамы в стартапе мы писали, типа ДТКД, мы все пишем с первого раза. Не получается, ну, как бы, сорян. Да даже интервью, которое мы там берем у людей, мы тоже пишем с первого раза чаще всего. Ну, то есть очень редко, когда мы что-то вырезаем, то есть если мы что-то вырезали, значит, мы просто вопрос неправильно писали, который задавали. Или, допустим, сам тот человек, у которого мы берем интервью, он там не особо хорошо на это все ответил. Так что в основном мы действительно все пишем с одного дубля. Это вот плюсы прямых эфиров, на самом деле, потому что ты стараешься формулировать так, чтобы не приходилось перенаговаривать. Ну, то есть ты так уже примерно подготавливаешься к этим историям. Плюс-минус. Да. В любом случае, нам тут потихонечку что-то заносят. Александр Таргин пишет. Хай, подскажите, когда стоит брать ипотеку? Братан, как раньше, тем лучше. Знаете, когда стоит брать ипотеку? Год назад. Отлично просто. Берите ипотеку год назад, потому что тогда снизили ставку рефинансирования Центробанка, ключевую ставку. И по этой причине, по этой причине кредитные ставки очень сильно упали, была льготная ипотека, и всем, просто все мои знакомые, которые держались и думали о том, что надо бы взять ипотеку, все взяли. Вот в этот момент. Потому что из-за того, что снизился процент, условно, там, типа, до, там, 7-6%, у тебя процент переплаты по квартире настолько сильно уменьшился, что ты даже, беря квартиру, которая на перегретом рынке недвижимости стоит полтора раза дороже, ты все равно заплатишь в итоге меньше, чем если бы ты взял квартиру, которая была бы дешевле, но с большей процентной ставкой. Вот. Поэтому... А сейчас ставки вернулись примерно к тому же показателю, как они были, там, 3-4 года назад. Поэтому... Сейчас лучше не брать. Можно и взять, как бы, но подождать, чтобы квартиры подешевели. О, Razer Россия занесла нам 100 рублей, в завтракасте 245. Вы опять иронично отозвались о нашей веб-камере. В этот раз без штрафа впредь. Будьте осторожнее. Спасибо вам, О, Razer Россия. Если что, я за вас всем сердечком, а вы за меня всеми разбитыми лампочками, которые не работают. Замбарь за 500 рублей с 246-м подкастом. Будете посмотреть, как Линус сломал карту памяти и когда появится в завтракаст sore.com? Нет. Мы Линуса не будем слушать, потому что я вообще впервые слышу о том, как он сломал карту памяти. Я не смотрел, видимо, этот видос. Там, по-моему, он что-то разбирал... Он разбирал Steam Deck в прямом эфире. И он там накосячил, просто капитально с разбором. И финалом этого всего стал тот факт, что он, вынимая карту памяти, а там микро-SD-шка, он тупо ее сломал. И я такой, как человек, который работает постоянно с SD-шками и микро-SD-шками. Это же фото. Я такой, у меня первый вопрос. Сука, как? Как ты умудрился? Ну, долго ли умеешь? 150 миллилитров из 156 рублей. Вечер добрый. Все работает. Донаты тоже работают. Парни, есть аналог Твиттера с точки зрения чтения новостей. Аналог Твиттера с новостями? Я думаю, что нет. Я думаю, что... Раньше это был РСС. А теперь терпи. А вообще, как бы, я могу сказать так, что, типа, если вам нужен, типа, Твиттер, но только с новостями, а без всякого говна, сделайте себе списки. И возьмите, добавьте новостные СМИ в специальный список. Типа, новости IT, короче. И у вас будут вываливаться, особенно не журналисты именно, а именно, типа, сами издания, их официальные аккаунты. И у вас просто пачками будут вываливаться только новости в этом списке. И все, как бы. Это очень удобно. Еще многие СМИ еще делают так, что у них есть, например, типа, основная лента, в которую... Вот Bloomberg, например, у них есть основная лента, в которой они, типа, все новости вообще фигачат. Вообще все. А есть новости, которые, например, Bloomberg Tech, то есть у них только технические новости туда попадают. И там Bloomberg, там, еще что-то там и так далее. Сейчас же Games, кстати, появился тоже, да. Ну, Games я не видел, но я в том, что они есть, отдельные твиттер-аккаунты, которых вот отдельные новости того же новостной организации. Грубин, знаешь, нам 300 рублей. Ей, из-за того, как спрос писать, здоровья вам, ребят. Да, мы немножко опоздали, но мы возждали исключительно из-за того, что у нас подкаст по сути вышел в воскресенье. Ну, так вот, то есть подумать. Вот, поэтому в понедельник выходить было бессмысленно, во вторник, наверное, тоже. Мы могли бы выйти вчера, но мы подумали о том, что есть какое-то количество новостей, которые вчера прям были под начало нашего предполагаемого... Стрима, да. Стрима, да. И мы решили, что стоп перенести на один день. Мертообразный каталог пластика кукол занес на 74 рубля, наблюдение последних дней, окончательно отписался от Антохи, человек ёбнулся окончательно. Ну что ж вы, чего вы начинаете? Я тебе могу сказать, братан, я, как человек, который давно знает Антона и человек, который давно его читает, на прошлой неделе забанил его к хуям, потому что это просто невыносимо. Ну то есть, мне кажется, что есть либо какая-то... Ну, либо он это специально делает, ну то есть вот что-то с... Какая-то, знаешь, типа многоходовочка, которую я не понимаю. Либо он просто ёбнулся. Ну то есть у меня других объяснений этой истории абсолютно нет. Я не знаю, что с ним происходит, поэтому я не хочу в этом разбираться, я забанил, забыл. До свидания, Антон. И он же написал нам... Чё, померчу, жду подробностей, пересматриваю старый универ, какое было свободное ТВ 15 лет назад, шутки про геев, ругательство. Кстати, новая серия Атаки Титанов, разъёб, чё по аниму сегодня? Я, кстати, не смотрел. То есть, я Атаку Титанов потихонечку смотрю, там прям совсем уже начался какой-то прям сюр, знаете, в лучших традициях. Сначала мы школьники, а потом мы сражаемся с неведомыми силами богов, времени и судьбы. Ну да, это классический JRPG, чё-нибудь так нормально. Ну просто, как бы ты такой сидишь и просто, блядь, как бы вот так хорошо всё начиналось. Но, вообще, конец прикольный, довольно классно вот сейчас идёт. Мне очень интересно, на чём конкретно они закончат. Но довольно интересно. И я скажу так, я ещё тут сейчас потихонечку ковыряю уже Vitu, PlayStation Vitu и запустил поиграть в Атаку Титанов там. И там игра Koei Tecma, ну, со всеми вытекающими, знаете, как говорится, типа Muso, вот это всё. Но она довольно прикольная. И там много вставок, типа, переделанных в 3D на движке из ранних сезонов Атаки Титанов. И я такой посмотрел на них и думаю, блин, как же круто, чёрт, надо пересмотреть. Вот. И подумал о том, что там, ну там реально довольно прикольный сюжет. И самое главное, что когда ты заранее знаешь, из-за чего те или иные события происходили в начале первых там два сезона, грубо говоря, там первый сезон даже, ты такой просто охренеть, блин. Чёрт, надо пересмотреть теперь со знанием дела. Мне кажется, это круто было бы. Хейтер занесло 100 рублей, Тимур постоянно проебывается по фактам, так даже веселее ведь ради этого и смотрим. Ну ладно, господин с хорошим вкусом на подкасты занёс нам 85 рублей, включая Ютуб, тут прямой эфир. Попадаю в первый раз за год, наверное, жгите. Никто не обещал, что мы будем жечь. У нас сегодня вообще такой довольно спокойный выпуск, в котором не прозвучит ни одного матного слова. Тимур не будет жевать, Максим не будет, я не знаю, что-нибудь делать, Дима не будет токсичить. В общем, у нас будет сегодня абсолютно спокойный, лёгкий, добрый, я бы сказал, холсом такой выпуск. Знаете, когда эти холсом мемы, да, про, не знаю, котёнок трогает лапкой, там, утёнка, и ты такой, да. Да, да, 20 комментариев спустил, ухо-ху, и всё просрали, да, 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 да. Возьмите, когда появится Гитлер, да. Котик кушает блинчики, да. Вонюшка, наверное, с 40 рублей, Тимур, как ты рекомендовал парфюм? Не за дезодорант, напомню, что это было. Смотрите, с парфюмом, я много раз с этого разные вещи, в том числе, я последний раз, когда рассказывал, последний раз это было, это я рассказывал про By the Fireplace от Мазон Марджелла, вот, и By the Fireplace, это у Камино, буквально, и он довольно прикольный, но он слишком раскрученный за последнее время, его прям очень сильно раскрутили, и поэтому, как бы, если вы будете им пахнуть, то есть большой долей вероятности на какой-то вечеринке или в ресторане, кто-то тоже будет с таким же запахом, как и вы, вот. Духи, которые не очень раскрученные, которые тяжелее купить в России, ну, мой любимый аромат, ну, который можно купить, это Шамбурнуар от Allfactive Studios, вот. Шамбурнуар – черная комната по-французски, вот. Вот, и, соответственно, дом, который мне очень нравится, это Любен, пишется как Любин, вот, считается как Любен, вот. И у него вот два аромата, которых я использую, это Гелиад и Аккад, Аккад – совершенно просто потрясающий аромат, мне очень нравится. Поэтому, если вы вдруг наткнетесь на Любен, попробуйте, потыкайте, посмотрите, это один из самых старых парфюмерных домов мира. Они существуют, там, по-моему, с 1700-х годов до сих пор, без прерыва, типа, и они только за последние лет, по-моему, 70, что ли, или 50, они вышли на общепринятый рынок, потому что до этого они делали все духи только по заказу. Вот, в том числе поставляли при дворе Наполеона, они российским императорам поставляли, там, вельможам, аристократам и прочее. И только, по-моему, в 70-х или 80-х годах, что ли, они начали продавать духи просто вот так вот обычным людям. Вот, как бы, очень крутые. Я советую. Герман Миллер, Мира 2, Оуэнер, занес нам 100 рублей. Тимур, как ЗВ Баэрию, у нас 300 какосек, советую Герман Миллер. Тестил все их стулья 8 часов и выбрал Мира 2. Было Айкея, включая Маркус, не то, не трать. Слушайте, я все понимаю, но у меня такая позиция сейчас, что я не готов покупать супердорогие кресла, потому что фиг знает. А вдруг я там через месяц или через полгода, например, уеду. И хули его тут оставлять. Это кресло вести с собой. Дима получит новое кресло. Я считаю, что... Очень логично. Короче, с креслом все сложно, но я подумывал, может быть, взять все-таки в итоге и киевское как-то перебздить, потому что оно стоит до 20 тысяч рублей. И, в общем-то, это неплохой вариант, мне кажется. Не пришелец, замес нам 100 рублей. За Очакова, поясните. Легко. Смотри. Шутка про Очакова в прошлом подкасте это мета-юмор. Дело в том, что наш любимый Васька Мэдморзе, он живет в Очаково, и мы его каждый раз эти истории подъебываю. Он смешно с этого злится, и в этом как бы юмор. Он уже перестал злиться, но все равно делает это, потому что это мета-юмор. Так вот. Он просто по привычке это делает. Да, я сегодня смотрел Джимми Карра. Такой британский комик. И у него есть достаточно кринжовые и очень хуевые шутки. Такие, знаешь, типично британские, которые про... Ну, скажем так, уровень дна, поддон еще ниже Джимми Карра. Примерно такие шутки. И он там объяснял историю про мэнсплайнинг. Ты узнаешь, что такое мэнсплайнинг, Тимур? Да, это когда мужик искренне считает, что женщина просто не может в принципе понимать эту тему, поэтому надо обязательно ей объяснить. Как это объяснял Джимми Карр? Он говорит, женщина есть в зале? Да, есть. Вот вы, девушка, да? Отлично. Смотрите, мэнсплайнинг это когда мужчина что-нибудь объясняет женщине в высокомерной манере. Мужчина, то есть я, объясняю женщине, то есть тебе, чтобы она поняла в своей прекрасной голове какие-то умные мысли. И он такой выходит и говорит, это мета-шутка. Ты понимаешь, что такое мета-шутка? Вот шутка про очаг, это мета-шутка, если что. Ладно, хорошо. Окей, поехали дальше. А всё, нету больше золотов, вы больше не заслужили. Я предлагаю начинать, да. 300 человек уже пришло, так что можно начинать, давайте. Добрый вечер, там, экспедиция, мы начинаем с авторокасса номер 246, и как всегда, каждую неделю с вами его бессменные ведущие. Меня зовут Дмитрий Замбак, сегодня со мной Тимур Сефимлюков. Здравствуй, Тимурчик. Здравствуйте. И Максим Зарецкий. Здравствуй, Максимка. Здравствуйте. Из далёкой Казани. Да. Я не буду шутить, у меня сегодня холсом настроение, мы сегодня будем добрые, милые, замечательные, ведущие, ведущие, да, такие, знаешь, типа... Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на нашем замечательном радио играет прекрасная музыка, на улице светит яркое, замечательное солнышко, поют птички, и вообще, хорошего всем настроения! И включается музыка, а там... Голуби летят над нашей зоной! Значит, после этого трек Дельфина. Да, 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 да. О, Господи, да. Или там, типа, этот... Выхода нет. Да, да, скоро рассвет! Бля, пожалуйста. Короче, сегодня у нас холсом такое настроение, доброе, весёлое, замечательное, поэтому мы очень просто переходим тут же к нашей замечательной новой любимой рубрики новости завтра каста, которая у нас бывает не часто, но иногда бывает. Да, потому что есть новости. Всегда приятно, когда есть чем поделиться, понимаешь, когда есть вот это прекрасное ощущение того, что с твоим проектом что-то происходит, и ты можешь про это рассказать, в том числе, например, напоминаю вам, что у нас запустился подкаст сказки дядюшки зомбака. Да, замечательный подкаст. Помните, вышла одна серия, вторая не будет, мы решили, что недостаточно на самом деле люди восприняли это позитивно, скажем так, была и критика в наш адрес, многие говорили о том, что... Ты зря, кстати, ты зря даже в шутку как бы вот это всё как бы пытаешься педалировать. Почему? На самом деле результат был очень крутой, потому что мы сами не ожидали, но даже на наши, ну как бы учитывая, что сказки дядюшка зомбака на данный момент доступны только по подписке завтра каста плюс в эпл подкаст и патреон, на нас подписалось больше ста человек буквально за неделю. Вот, это очень круто, потому что на самом деле, ну как бы показать, когда исчисляются количество подписчиков сотнями, вот, это очень классно, вот. И скоро выйдет второй выпуск, вот, как мы обещали, мы постараемся делать, ну как минимум раз в месяц, как бы, если получится, может быть, чуть почаще, но это, ну, сами понимаете, но второй выпуск будет очень крутой, там будет довольно интересная тема, так что, в общем-то, ждите, и мы надеемся, что он выйдет, ну там, в ближайшее время. Еще одна классная новость у нас заключается в том, что у нас в ближайшее время выйдет очень крутое интервью, мы наконец-то взяли у человека, у которого, наверное, мы мечтали с ним пообщаться очень-очень много лет, вот, и, знаете, мы продолжаем свой стрик того, что, типа, мы общаемся с людьми, с которыми... Мне, кстати, мне просто кажется, что в прошлом году мы записали интервью с Хиронопсом Когучи, и Тимур мне такой признался, что для него это было, в общем-то, такой мечтой детства поговорить с человеком, который придумал Final Fantasy, потому что мы все сидели в свое время за своими телевизорами на первый PlayStation и играли в, там, Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII и так далее, да, и смотрели этот замечательный фильм, который проводился в прокате, из-за чего Хиронопсом Когучи такой, ну ладно, пойду-ка я на мороз из Сквер Еникса, тогда еще просто Сквер Софта, но... И Тимур мне говорит, блин, это прямо была мечта детства поговорить с Хиронопсом Когучи. Так вот, я могу сказать, что второй человек, это, видимо, была вторая мечта Тимура, потому что, ну, вы когда узнаете, кто это, вы такие, блин, а ведь логично же, ну все, все просто складывается по кирпичикам, то есть, что любит Тимур? Он любит JRPG, он любит старые видеоигры, он любит там различные, один тайтл, который он там просто... Корные игры? На него прям просто, я не знаю, у него там просто, я не буду говорить это слово, не важно. В общем, смысл в том, что на самом деле очень крутое интервью получилось, оно такое вот, как раз, как Димка говорит, холсом, такое приятное, доброе, классное, прям супер-найс, вот, и мы будем надеяться, что у нас в ближайшее время получится его доперевести, вот, и засунуть, соответственно, в один ближайший пласт. Напишите, что точно Кодзима, нет, вот вы не правы абсолютно, потому что, если бы у нас было интервью с Кодзимой, Тимур бы на него не пришел, его место бы заменил Макс, потому что Тимур не любит Кодзиму. Он значит не любит, я к нему положительно отношусь. Да потому что ты не любишь Кодзиму, ты не играл ни в один Metal Gear, нормально, толком валю. В смысле, а ты не понравился. Все, уходи, уходи, давай следующую новость, давай следующую новость. Ладно, короче, пацаны, у нас, наверное, самая крутая новость, которую давно многие слушатели ждали, мы наконец-то запустили наш мерч. И прежде чем ты продолжишь, я могу сказать, что мерч замечательный, это NFT-токены нашего завтракаста, во-первых, у нас есть NFT-токен с буквами ZC, нет, с буквами ZC, отличный наш логотип, мне очень нравится этот NFT-токен, на OpenSeal можно купить. Второй NFT-токен, это фотография Баряна, когда он был котенком, отлично, просто невероятный. Третье, это гифка, где Дима вот так смешно делает пальцами. И четвертое, это где Максимка блюет, когда выпил Балтики, вот непонятный, вишневый, да, отвратительный просто. У нас есть еще один NFT-токен, который купили, это, знаешь, это картинка с горящей помойкой, на которой NFT написано, она такая по морю плывет, мы ее сами купили для своего новостного канала. Да, на OpenSeal все будет продаваться за дорого, сразу скажем, но оно того стоит. Поэтому заходите, покупайте, мы наврали вам только что, нет нас лук. Ладно, короче, смысл в том, что мы действительно в итоге все-таки взяли и запустили мерч. Мы делали это очень долго, потому что, чтобы подобрать правильный, нормальный дизайн, мы потратили несколько месяцев, вот, но в итоге мы смогли это сделать. Соответственно, лейтмотивом нашего мерча является мандарин. И это не шутка, на самом деле, потому что многие люди, когда мы делали предыдущий мерч, говорили о том, что, ну, типа, не узнается завтра каст, вот там, типа, вот я не понимаю, где здесь вот завтра каст. Короче, мы сделали мандарин, который выглядит в стилистике так называемых landscape maps, то есть это, по сути, контурные карты такие, вот, выглядит довольно круто, он сделан всего в двух цветах, поэтому это будет скринпринтинг, вот, то есть это очень качественная печать краской, вот, и, соответственно, с логотипом завтра каста новым, спереди сокращенным и сзади, вот. При этом это три разных компании, вот, потому что они сделаны отдельно с разной контрастностью, с разных цветами, разных цветов логотипами, соответственно, на белом фоне, на сером и на черном, ну, там, черный и темно-синий. Беленький нравится, беленький колосный, куплю себе футбол. Вопрос в том, что кому что, потому что мне, например, нравится очень, как выглядит на темном, например, фоне, как бы, и серый тоже нравится, но на сером, типа, мы специально делали более контрастную картинку, кстати, нам помогал ее, опять же, сделать наш бессменный дизайнер Олег Ончки, вот, большое ему спасибо, он опять нам помог, вот, и, соответственно, доступно три компании, вы все их можете посмотреть, посмотрев или на наши шоу-ноуты, или зайдя на everpress.com slash profile slash завтракас, там есть все три компании, соответственно, в каждой из компаний по цветам разбитых, то есть, это, соответственно, white, grey и dark, есть возможность заказать разные футболки, то есть, там есть футболки такие, оверсайзенные, широкие, есть футболки по мейнеру. это куда нажимать, это вот продукт, или куда? Если ты посмотришь, что ты увидишь, что там, типа, есть продакт, да, там есть разные, соответственно, футболки, есть свитшоты, есть футболки, то есть, у каждого цвета есть и футболки, и свитшоты, кроме белого, потому что в белом, к сожалению, мы старались брать максимально крутые, клевые и футболки свитшоты, такие, которые, ну знаете, как говорится, не стыдно, вот, поэтому, соответственно, вы можете их заказать. Опять же, очень-очень важный момент, дело в том, что так как мы работаем по той же схеме, как это было с прошлым мерчем, этот мерч будет доступен для предзаказа в течение двух недель с момента, с 10 февраля, то есть, соответственно, где-то до 25 февраля у вас будет возможность этот мерч заказать, потому что после этого Аверопресс, соответственно, закрывает эти самые предзаказы, печатает весь этот мерч, а потом рассылает. Так как мы это делаем через английскую компанию и рассылаться это все будет через Англию, то имейте в виду, что вы можете заказать этот мерч откуда угодно. Вы слушаете нас в США, в Германии, в Израиле, в Канаде, там, типа, еще где-нибудь, вы можете совершенно спокойно заказать этот мерч, ну, более чем легко. Вот. В принципе, нам кажется, что получилось очень прикольно и классно. Опять же, это узнаваемый символ, несмотря на то, что, типа, в прошлые разы много раз люди, там, типа, жаловались, что это не очень узнаваемо. Теперь очень узнаваемо, поэтому... Не проглядите, да. Да, поэтому будете ходить с мандарином, с клевой футболочкой или клевым свитшотом. Вот. Я лично сам себе закажу несколько штук, чтобы было, типа, и так, и так, и так. Нам пишут до 2 XL опять. Ну и ладно, ну и не хотелось. Так это же 2 XL, это же размеры... Это британские 2 XL, что у меня здесь лежит старый мерч, который я хотел Димке отдать. Нам пишут, что это классные помидоры. Вот, пожалуйста, видишь, кто-то помидор увидел. Короче, здесь лежит, вот у меня, XXL. Это старый, да? Старый наш. Да, у меня остался. Я хотел тебе его отдать, потому что... Вот XXL на мне сильно больше меня. То есть 2 XL, это будет просто парашют. Ну, то есть прям... Не-не, я могу сказать, что у меня есть XL свитшот самый первый, который еще универклабовский, он на меня лезет замечательно. А я жирный. Я жирный. Короче, на самом деле, 2 XL будет большим. Он будет огромный. У меня есть несколько британских майк 2 XL, которые мне привозил Марианна, и они огромные, я в них тону. Так что на этот счет не ориентируйтесь на российскую размерную сетку. И имейте в виду, что там есть еще и футболка, которая оверсайз, это которая хэви, хэви премиум. Вот, она прям большая, так как это Балахон. У них там прям свисают типа рукава там и прочее. Так что имейте в виду, что есть под разные размеры, разного кроя, есть обычные, есть прям вот эти хэви прям такие большие. Так что, типа, ну, каждый что-то для себя найдет. Главный вопрос. Да. Хигуруми с Баряном когда? Господи. Короче, в любом случае, ребят, заказывайте, у вас есть две недели на это, я сам тоже закажу обязательно. Мне, например, очень понравилось, я буду с удовольствием носить, там есть опять же, типа, и маленький логотип из авторкаста, и очень красивый мандарин, и логотип из авторкаста побольше, он находится сзади, соответственно. И свитшоты мы постарались сделать, имейте в виду, что с этих свитшотов мы получим небольшую прибыль. Вот, то есть, в отличие от того, когда вы покупали, например, старенькие наши свитшоты в Univer Club, там мы не получали вообще ничего, с WordPress мы чуть-чуть получим. Но мы зарезали нашу маржу настолько сильно, чтобы максимально дешево сделать эти самые и свитшоты, и футболки, чтобы они стоили, ну, типа, вот практически по кромке, которая позволяет сделать WordPress, вот максимально дешево, мы сделали. Чтобы вы могли купить их недорого. Вот. То есть, там не за 6 тысяч рублей, О, слушай, а тут вместо черной можно French Navy взять. Да, 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 очень прикольный цвет, кстати. Да. А я что-то не обратил внимания, только сейчас обратил внимание. имейте в виду, что у темных из свитшотов и футболок у многих из них есть вариация не только черная, но и такая темно-синяя, такая в сторону фиолетовая немножко, тоже очень красивого цвета. Так что, тоже имейте это в виду. себе возьму синенькую. Короче, такие новости, наконец-то мы запустили мерч. И кигуруми, атаки макур, от Филм Спенсером. Господи, давайте, знаете, что можно на Алиэкспрессе заказать абсолютно любой дизайн для Дакима Куры. Я готов. Господи, давай, давай с тобой сделать. Хочешь? Сфотографируешься, как я точно не буду там, ну, где мы потребствуемся, мы попросим Лизу, чтобы она нарисовала тебя аниме, полный рост. Да, я такой, типа, как бы стесняюсь, такой, знаешь, там, типа, я, 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 ладно, короче, ребят, у нас отличные новости, давайте переходить к нашей любимой рубрике по поводу слухов недели, да, у нас слухов недели, на самом деле, в этот раз полно, они все интересные, начнем мы с Кодзимы, потому что амбассадором Кодзимы в этом подкасте является Максим, и, короче, пошел слух, что Metal Gear Solid, ремейк Metal Gear Solid, мифический, про который мы слышим уже несколько лет, на самом деле, это launch title, PlayStation VR 2. Да, причем, самое странное, в этой новости, это то, что якобы будет и PS VR, то есть, ты в VR, да, играешь в эту игру, и при этом стендалом версия, то есть, ты можешь играть и без VR, в нее. Очень важно, это сходится, почему, почему этот инсайт мы вообще озвучиваем, да, что вот эта логика, она сходится с тем, что говорила Sony до этого, потому что Sony до этого говорила, что они в PS VR 2 видят не эксклюзивные VR тайтлы, а такие экспириенсы, которые можно играть и в VR, и в 2D, то есть, как бы такие универсальные игры. Мне просто интересно, как это будет имплементировано, это будет игра, где ты смотришь, ну, типа, из-за плеча персонажа, или это игра, где ты будешь смотреть из глаз персонажа? Это будет, как в третьем Хитмане сделал, ну а-ля, как в третьем Хитмане, то есть у тебя... я бы на месте... Кадзима, знаете, что сделал бы это? Кадзима здесь ни при чем. Кадзима тут вообще не при делах. В этом случае... Как это переделать, потенциально? Как можно как Moss сделать? То есть, по сути, там же половина игры, Metal Gear Solid, выглянул, сделан из-за... Она сделана с фиксированной камерой, в принципе, так же можно сделать VR. То же самое, просто типа человек сверху смотрит, если что ему нужно, он такой типа прям... Он первое-первыхое лицо переключается, да, да, да. Короче, я считаю, что если как Moss, было бы очень круто. Я склонен полагать, что ремейк первого Metal Gear'а, наверное, нужен. Я не очень представляю, как они его собрались сделать без Konami. Ну то есть, на мой взгляд, это просто невозможно. В смысле? Денег отсыпали Konami, сказали ваши 15%, до свидания. Просто, как тебе объяснить сейчас, я попытаюсь формулировать, с точки зрения японцев, это потеря лица. Ты что? Какого лица? Ты что, это две японские компании? Японцы делают твою игру, тоже другие японцы. Это же японцы. А какая разница, это Sony? Какая? Ну это же Sony, это же тоже японцы. В смысле? Ты приходишь, ты приходишь в офис Sony. Ты приходишь, и там офис фрукт-таун сидит... Подожди, Дим. Подожди, то есть, когда у тебя твое замечательное аниме, буквально купленное у твоего синдиката, которое крышуется до сих пор якудзой, короче, берут и рисуют вьетнамцы с китайцами, короче, это не потеря лица. Нет, это нормально абсолютно. А когда внезапно гайдзины рыжие тебе рисуют, это потеря лица. Да, все так. Ну и как там, слушай, а что там у змея Заки с лицом после Demon's Souls-то? Есть оправдание. Знаешь, какое? давай. Это личный проект Шухея Юшиды. Он же писал в своем векторе... Или нет? Он же писал в своем твиттере, что для него это был очень глубоко личный проект. он абсолютно так же про МГС напишет, не волнуйся. А, то есть и потери лица не будет, да? Окей, хорошо. Хорошо, я не спорю, окей. Вы вообще верите в ремейк Metal Gear? Я верю в ремейк Metal Gear. В ремейк точно. В ремейк я верю обязательно, насчет я. А тут такая уверенность, вот объясните мне. Потому что это культовая игра, на которой на ремейке можно срубить прям очень много лайков, пиара и много, блин, бабла, тупо. Потому что потенциально, если его сделать на каком-то эстеблиш-движке, уже существующем, да? Ну там, условно, например, движок, который используется в Demon's Souls. Или каком-нибудь Days Gone. Или еще на чем-нибудь. Ну то есть, короче, какой-то уже существующий движок. И ты берешь и хреначишь по сути, ну, ты понимаешь, что у тебя есть условно уже ремейки Metal Gear Solid, которые фанаты лепили там на Unreal Engine 4, которые выглядели ну более-менее нормально. А тут ты берешь и делаешь не один-два человека, а типа сто человек тебе делают этот ремейк. И, естественно, там больше сил, больше возможностей по моделям, по освещению, по геймплею, по всему-всему. Да ты очень быстро его сделаешь. В принципе, за два-три года можно управиться. И берешь, и все, и выпускаешь, и вперед. Ну просто есть еще некоторые, скажем так, моментики, да? Ты же понимаешь о том, что вот мы слышим про ремейк Metal Gear на протяжении ну скольких лет, Уже, наверное, два года, да? То есть, ну, плюс-минус. Когда это последний раз слышал? В 2000 каком году? В 2019 мы это обсуждали впервые, да? Когда появился слух. Да. Тогда это было. И с тех пор как бы у нас нет никакого подтвержденности. Есть только слух через слух, через слух, через слух. Ну то есть вот так. Ты понимаешь, что когда появился первый слух, там пошли и сказали ну-ка, сука, всем пизды сейчас дадим, чтобы кто-то что-то скажет. Суки. Знаешь, когда появится инфа? Тогда в локализацию дадут. Да, скорее всего так и будет. Опять там какая-нибудь утечка. Но мне кажется, что звучит это реально относительно реалистично. И в случае с PSVR 2 его должны показать где-то в конце февраля, в начале марта. Я думаю, там будет State of Play. И если это реально проект с VR, то он очень долго секретом оставаться один фиг не будет. Еще одна мистификация, которая на этой неделе в общем-то, можно сказать, превратилась в мем, в котором у нас поучаствовал даже Тимур, это утечка разных проектов через фотографии Apple Watch. Это прям очень потешная ерунда, потому что изначально это началось с одного из журналистов, точнее, не журналистов, а энтузиастов, которые делают видео про Golden Eye. Это очень старый шутер на Nintendo 64 по одноименному фильму про Джеймса Бонда, и он типа смотрите, что у меня на часах, и я думаю, определенный шпион скоро вернется, и у него на часах интерфейс из Golden Eye, а в Golden Eye интерфейс был на часах. А рядом с ними сидел, кстати, редактор Video Game Chronicle, который VGC, и это довольно известный портал, то есть это как если бы, знаешь, переводя там, не знаю, на русские реалии, это как если бы сидел редактор ты не совсем правильно донес инфу, дело в том, что этот чувак по сути вырезал, процитировал твит чувака другого, и вырезал эти часы, которые показывал другой чувак, и показал их как бы и типа такое, что типа я бы не удивился, если бы появились новости условно там про какого-то шпиона, но на самом деле на фотке, чтобы вы понимали, там были Энди Роббитсон, это который Энди Плейтоник, это чувак, который я же говорю, редактор Video Game Chronicle, очень важная, кстати, очень важная штука, я знаешь, подресерчил немножечко по VGC, ты знаешь, что вообще представляет современный VGC? Без понятия, но... Это половина команды, которые раньше были в ресурсе CVG. Компьютер Video Games это очень старый кстати журнал британский. Это очень старый и не только журнал, но и сайт, а потом их закрыли, это британский типа очень известный вообще ресурс был. Их закрыли типа ну довольно много уже лет назад, типа лет по-моему 8 назад, где-то так. И они по сути пересобрались и сделали VGC News, понимаешь? При этом они все разбежались в тот момент кто куда. И например, этот чувак, который типа работает Энди Робинсон, он же являлся соответственно сценаристом ЮК Л.И. Понимаешь? Ну то есть он ушел работать с CVG в игровую индустрию, а потом обратно вернулся и теперь стал вот чуваком в VGC. Ну естественно, когда ты работаешь в игровой индустрии, особенно ты работаешь в игровой индустрии в Великобритании, то есть мы в России многие инсайды знаем там типа про российские какие-то компании, ресурсы, студии там и прочее. Ну естественно, в Англии они по-любому знают про английские там всякие компании, студии, там команды и прочее. Естественно, они могут что-то знать. Ну просто мне кажется здесь фанаты уже додумали, ну то есть потому что ну у чувака просто прикольный циферблат на Apple Watch'ах, который копирует часы, которые были у Джеймса Бонда в GoldenEye 007. Ну они их слишком явно показывали. Да не явно они показывали, они сидят, два бухих чувака сядут в баре, явно поднажрались, один из них сидит и такой, блин, просто держит руку, на которой видны его часы. Кто-то увеличил эту историю и увидел, что ага, у него циферблат из GoldenEye. Но неважно, потом появились и другие инсайдеры, которые начали делать то же самое. Например, тут-тут чувак сидит и у него на часах написано Blue Point и Metal Gear. Причем он тоже с Ви Джерси, если что. какой-то сидит и у него вообще написано, по-моему, это Half-Life 3, смотри, да? Да, да, смотри. Блин. А ведь надежный инсайдер. А вдруг, может быть, он что-то знает. Ну да, на самом деле, вряд ли бы чувак сидел вот так, просто так, знаешь, держал часы, что прям как будто их показывает, да, куда-то. Ну то есть, это странная история. Но в любом случае, мне кажется, что это те вещи, которые мы не стали бы обсуждать, если бы не вот эти слухи про Blue Point и Metal Gear. Ну то есть, ну тут еще надо учитывать, что на самом деле слух про то, что GoldenEye вернется в каком-то виде, слух, ходит еще с января, что то ли это будет какой-то ремастер, то ли это будет просто переиздание в линейке 64 у Nintendo. Непонятно. Мне, забегая вперед, вот вчера был Nintendo Direct, я думал, там покажут GoldenEye, который, знаешь, как папку какой-нибудь обратки запускается там с Nintendo Switch Online, там же есть Nintendo 64, вот пожалуйста, там типа GoldenEye будет там запущен и так далее. Ну вот. Или какой-нибудь там, не знаю, переиздание порта херпами и скольки летней давности, ее просто на Switch выйдет, вот я думал, что так будет, что вот так это выйдет. Или, знаешь, там на Xbox'е в обратку добавят GoldenEye, который переделывали для 360-го Xbox, помнишь, как он назывался? Да, 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 да. Он, кстати, был довольно классным, его делал Activision. Его делал Activision и конкретно версию для консолей больших делал Евроком, и она была прикольная. Она была реально хорошая, потому что в тот момент, когда я ее запускал, это было во времена, когда я работал, по-моему, в Ре-Новостях еще, то есть типа это, блин, очень давно было, вот. И вот этот момент, знаешь, такой, типа, ты думаешь, так, игра про Джеймса Бонда, ты такой, блядь, ну это же, ну просто не может быть нормальная игра про Джеймса Бонда, говорим на Xbox 360. И ты такой запускаешь, а тебе надо, у нее там, типа, мини-рецензию хоть какую-то написать, и ты запускаешься такой, типа, так, окей, 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 и она внезапно нормальная. Это было внезапно неплохо, да, да. Причем она была еще на движке окулл вьюти 4-й. Я могу сказать, что это, знаешь, это вот, как раз, это та игра, которая заслужила семерки, знаешь, вот типа, вроде и неплохо, а вроде и нормально, то есть вот такой, типа, ни рыбы, ни мяса, знаешь, вот эта вот любимая игра. Ну короче, нормальная, адекватная игра, типа, если ее хорошо, классно переделать в современном реалии, то, в принципе, будет неплохо. Не дай бог в ней мультиплеер сейчас. Нет, наверное. Слушайте, еще одна утечка, достаточно крупная, она была посвящена Hogwarts Legacy, который якобы выйдет в сентябре, и, кстати, на это указывает косвенно еще и компания, у нас этого нет, но я добавлю, что компания, которая делает артбуки, опубликовала, что типа, вот артбук по Hogwarts Legacy, мы его делаем, и он выйдет в сентябре. Ну, то есть артбук обычно все-таки выпускают к релизу игры, и дата сентябрь 2022-го звучит уже не в первый раз, так что, скорее всего, она выйдет. Ну, вообще, игра по Hogwarts... С другой стороны, пацаны, я напоминаю вам историю с Mass Effect Andromeda. Вы помните историю с артбуком? Там артбук вышел чуть ли не за полгода до релиза игры. Чувак, у меня в холодильнике до сих пор стоит банка с Halo Infinite, которая вышла почти за год до релиза игры. Почему? Если игра уже вышла, она у тебя все еще стоит. Ты обещал ее открыть, знаешь, так чик. Господи, но мне для этого нужно поиграть в Halo Infinite. Для этого надо пойти и купить Game Pass. И что? Что тебя удерживает? Блин, ну у меня же не на Xbox, а на Xbox. Срочные новости. Halo Infinite бесплатен. Что еще раз? Да, но он хочет сингл поиграть, а не мультиплеер. А, он сингл. Так зачем? У тебя код на мультиплеер. Кстати, да, посмотри, что у тебя на банке. Там код для всяких этих, для косметики. Она для мультиплеера, да? Она в мультиплеере. Ладно, хер с вами, я скачаю и поиграю. Приезжали с собой. Я скачаю и поиграю. Хотите стрим сделать? История про Hogwarts Legacy. Есть ютубер, который занимается именно инсайдами про Гарри Поттера. Понятно, что это сейчас смешно звучит, но действительно такой чувак есть. И к нему, а он там кучу роликов напилил, да, именно про разные там инсайдеры и так далее. К нему якобы обратились два абсолютно никак не связанных друг с другом человека из разных стран. И сказали, что братишка, мы можем тебе слеть инфу по Hogwarts Legacy. Так вот, он сразу говорит, что чуваки, я не могу это проверить. Мне дали фотографическое доказательство, то есть картинки, какие-то либо скриншоты. Да, чувак, фотографические доказательства я умею делать, знаешь, так резко по телевизору фоткаешь, чтобы все смазалось, а там пишешь типа, что StoryCast 3. типа того, да, и вот он говорит, мне предоставили типа доказательства, но вам я их по понятным причинам показать не могу. Почтальон Печкин мод. Потому что, да, то есть Source Trust Me Bro. Так вот, история в следующем. Он рассказывает, что Hogwarts Legacy, которая выйдет в этом году, это якобы не просто игра по Гарри Поттеру, в которой ты ходишь там типа по Хогвартсу, может быть там по ближайшей деревне там и так далее. Нет. Это игра, которая вдохновлялась тремя играми. Во-первых, Last of Us 2, именно в плане картинки, в плане вот того, что там, как сказать, graphical fidelity, скажем так. То есть вот насколько игра будет красивая и клёвая и замечательная. Вторая игра это Ghost of Tsushima и третья игра Zelda Breath of the Wild. То есть вот этими тремя играми вдохновлялись разработчики Hogwarts Legacy. Что это значит? Что там будет? Во-первых, открытый мир, причём он будет довольно большой. Насколько большой? Будет несколько регионов, несколько городов, будут форпосты врагов, которые надо будет видимо как-то чистить, ну как вышки у Ubisoft типа того. Да, причём там будет бой, будет стелс, будет exploration, то есть это не то, что вы постоянно дерётесь. От зельды там будут данжи в этом же открытом мире. В игре очень сильно будет упор на отношеньки между партийцами, то есть по сути ты всю первую часть игры ты собираешь себе типа команду. Ты помнишь, это почти во всех RPG-х, вот Макс Прафот а-ля BioWare, когда ты реально выстраиваешь отношения, и у тебя есть какая-то финальная миссия, на которой ты можешь затащить кучу народа, из-за этого у тебя всё круто будет, а можешь не затащить кучу народа, тогда всё будет плохо, и с каждым нужно подружиться, с кем-то заромантизить, короче. Более того, в городах будет полноценное наполнение, то есть будут в городах уникальные NPC, всякие разные интеракции, диалоги, это то, что будет оживлять типа игру, и будет, естественно, цикл день-ночь, но неизвестно, будет ли там что-то на тему сезонов, и мне кажется, учитывая даже то, вот какие детали утекли, я даже вам скажу, где произошла утечка? В локализации. Нет, я думаю, что утечка из ритейла исключительно. Нет, именно в локализации, потому что из нескольких точек мира чуваку сообщили, понимаешь? Макс, смотри, есть такая штука важная, мне в свое время про нее много рассказывали, кроме журналистов, да, показывают ритейлером, собирают в странах, они собирают, ну то есть, я могу сказать, что в России точно так же берут, собирают условных там людей из Амвидео, Эльдорадо, там всяких 1С интересов и прочее, иногда прям совсем перед релизом, иногда сильно до релиза, и им показывают, типа, что это за игра, чего, как, почему, зачем, для кого ее продвигать, кому, чего и как, какая аудитория. И, соответственно, я, например, в свое время, так получилось просто, что я попал на такую презентацию для ритейлеров Black Ops 2, и, как бы, я видел, как эту игру презентовали людям, многие из которых, ну, продают игры, но не очень в них играют, вот, и, как бы, они прямо объясняли, что это шутер, это вот стрелялка, очень важная, в нее играет очень много людей, ну вы же знаете, помните продажи прошлого года, в прошлом году тоже очень хорошо все продавалось, это новый, типа, вот, как тот Black Ops, только, типа, еще круче, а тут все про будущее, вот это все, типа, показывают тебе геймплей одного уровня, второго уровня, там, типа, а теперь все начинают играть, короче, и там, типа, поставлено несколько Xbox, все играют, короче, и, там, Тимур пошел всех, всех нагнул менеджеров в Call of Duty, вот, но это был реально как бы забавный опыт, потому что я никогда не был на таких презентациях, то есть, типа, для журналистов она идет по-другому, для журналистов не разжевывают совершенно прям базовые вещи. А для ритейлеров это нужно, потому что им нужно это продавать. В любом случае, мне кажется, релиз состоится в сентябре, действительно, учитывая, что переехал ли тихо Suicide Squad на 23-й год, как мы уже знаем, вот, ну и, естественно, вам просто совет, прежде чем мы начнем с другой слух, прочтите другую книгу. Нам пишут, кстати, что раз ушла 100 вас там в списке игр, которыми вдохновлялись, то накачанная Гермиона, конферн, да она и так черная в постановке, вы чего. Еще пачка интересных инсайдов, прям таких хороших жирностей. Одну единственную вещь, хотя бы аккуратненько, быстренько, как бы в догонку по поводу Hogwarts Legacy, тут появилась же новость, прям, типа, это не слух, а просто реально новость о том, что, помните, мы как-то в одном из подкастов говорили про то, что в Китае есть мобильный Hogwarts, как он там, Awakening или что-то такое, про Гарри Поттера, короче, мобильная игра про Гарри Поттера, которая нарисована в стилистике такой полуанимешной. Magic Awakening, да. Да, и она, типа, там очень хорошо заходила в Китае, прям, суперкруто, ну, то есть там какие-то просто астрономическое количество инсталлов, там, типа, денег и всего, и Warner Bros. вместе со всеми теми людьми, которые все это делали, это NetEase, соответственно, компания, они приняли решение выпустить эту игру в том числе и на Западе, и она до конца года в ближайшие, там, месяцы какие-то выйдет на iOS и на Андроиде, соответственно, во всем мире, вот, и если вам хорошая, замечательная игра, или что, это просто игра, которая очень круто зарабатывает. Знаешь, она, я посмотрел на видосы, она выглядит довольно прикольно, то есть у нее стилистика необычная, потому что там вот эти такие персонажи такого кукольного вида, типа, похожие на анимешных немножко, но там довольно прикольно выглядит именно сюжет, интеракции, где Охигао был, да, где Охигао был, фейсбул, да, да, я понял, я могу тебе сказать, обязательно тыс, просто охеренно игры в Китае делает, потому что я недавно нарвался на какую-то игру, доступную только в Китае, потом у и Джерри, она выглядит, как оживший мультфильм, ты вообще никогда в жизни не распознаешь там мобильную игру, если тебе не включит интерфейс, так что не надо к этому вот так вот. Короче, довольно прикольная игра, я тебя буду к этому относиться, пошли вы. Нет, короче, ждите, потому что она выйдет в ближайшее время и можно будет потестить, попробовать тоже поиграть, там можно тоже, как и в Хогурсе, создавать своего персонажа и по сути учиться типа на первом курсе Хогурса. Нет, короче, ты просто не любишь Гарри Поттера, я тоже не люблю, но я смотрю. Ты видел гифку с Дэнием Дэвитом, где он такой, типа, нет, нет, вот это я. Ладно, хорошо. Слушайте, что еще, что еще нет, что еще ждать не стоит, не стоит ждать Beyond Good and Evil 2, потому что Джейсон Шрайер здесь принес целую пачку всяких горячих инсайдов про Юбисофт, а как мы знаем, ему на эту тему можно доверять, в принципе, особо без вопросов, и давайте начнем с грустных новостей, потом переключимся к более позитивным. Во-первых, Beyond Good and Evil 2. У нас же сегодня Холл сам подкастывает. Да, Beyond Good and Evil 2 все еще в препродакшене, она в производственном аду, дата релиза у проекта нет. Подожди, мы же звали мужика, который придумал Мишель Ансель, он давным-давно ушел из Юбисофта. Мне казалось, вместе с ним мы игру отменили, нет? Подождите, у нас же CGI-ролики показывали. Да. Показывали технодемки, показывали, типа, как там, а вот здесь сражаться, а здесь на кораблях плавать. Здесь Анжумания, короче, и прочее. Причем там NFT могут быть реально смартышки, если ты помнишь ролики. Самое смешное, что это же просто непахотное золотое дно для Юбисофта. Представь себе, у тебя есть гигантских размеров игра, в которой... Да, где каждая планета это NFT. Да, и каждая планета, да, представляет собой, там, типа, планету, на которой стоит какой-то город, там, или, там, какие-то сгенерированные, там, не знаю, горы, реки, поля, леса и так далее. Хочешь, типа, более приземленную бизнес-идею. Да. Но кто же про NFT? Да, ну... Берешь, покупаешь, короче, в виде NFT памятник. Так. Типа, какую-то прикольную статую. И не просто статую, типа, обычную, а как была статуя в технодеме, типа, знаешь, которая огромный Будда такого размера, что его зрачок размером с корабль, да? Да, его виду с орбиты. Покупаешь планету. Покупаешь и ставишь, сука, туда-куда. Нет, покупаешь статую и ставишь на любую планету. Куда хочешь. И планета, допустим, принадлежит кому-нибудь, или кто-нибудь открыл, короче, ты такой залетаешь и думаешь, ну что, сегодня буду город свой развивать, а у тебя стоит огромная мартышка посреди планеты, просто гигантская. И шерет на твою планету, Дима. Держит плакат, она не написана. Хочешь, чтобы я ее убрал, да, переведи мне биткоинов вот на этот кошелек. Отличная идея, мне нравится. Так вот, без разницы, сколько у вас идей до релиза игры годы. Даже примерного плана у Ubisoft нет. Скорее всего, проект тихо помрет где-то в заколунках. Примерно такая же ситуация ждет с Causens and Bones, если вы помните, это игра про пиратов, которую перезапускали. Сказали, что ее три раза уже перезапускали. Да, бесчисленное количество раз. что ее ждет такая история, они же взяли денег у правительства, кажется, Сингапура или у кого-то там взяли денег для того, чтобы типа ее сделать. Ну а потом выяснилось, что мне кажется, либо Ubisoft обратно деньги вернет, что в принципе Ubisoft не свойственно. Или получится Riders Republic, когда ты берешь, выпускаешь игру и забываешь в нее за три часа до релиза. Просто типа Riders Republic, если что, с этой пятницы, в субботу бесплатные выходные, мы должны с тобой в нее поиграть. Ты должен убедиться в том, что это хорошая, замечательная игра от Ubisoft, у которой есть своя аудитория. Ты просто надоел в каждом подкасте ее матч с тобой найдем за три секунды буквально, а не за 15 минут. Я думаю, что в бесплатные выходные будут играть миллионы человек в нее. Короче... Ты знаешь, одной там игре не помогло. Короче, Scouts and Bones не имеет даты релиза. Ремейк Песков Времени, помните, они анонсировали пафосно ремейк Принцип Эрси, который Пески Времени Сэндов Тайм, который делали какие-то индусы, потом все посмотрели на результат, сказали, чё? Ну да. В Ubisoft тоже сказали, чё? Hello, my name is Rajesh, сегодня я делаю игру для Ubisoft, и так. Но прежде, чем мы начнем, подписывайтесь на мой канал. Не, не, а вы не и и истаблищ файл-систем? Так вот, Пески Времени теперь вообще, в принципе, отложили бессрочно. Чё с проектом будет, абсолютно непонятно. Мне кажется, их будут переделывать с другой стороны. Мне кажется, их отдадут Ubisoft Монреалю на какой-нибудь тринадцатый этаж, на котором пока никто не работает над Assassin's Creed, и они будут в промежутках между DLC его пилить. Говоря про Assassin's Creed, новый Assassin's Creed будет таким... Давай, давай, давай. Берешь, делаешь ремейк Принцов Персии и засовываешь его как экспириенс отдельный в Assassin's Creed Infinity. И продаешь за... Заткнись! За 10 долларов. Заткнись, не давай, идей, пожалуйста, не надо. Подожди, 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 в твоей идее все замечательно. А, куда NFT пихаются, скажи. Давай, тебе в злодицу. Смотри, ты, когда хочешь, чтобы твой Принцов Персия бегал в костюме розового кролика... А, то есть вот это NFT? Но не только Принцов Персия, а любой персонаж в метавселенной... А, метавселенной... В метавселенной А прикинь, слэш в костюме розовой единорожки скачет по стенам в древней персии. Смотри, хочешь, чтобы у тебя Кассандра была в костюме розового мишки? Пожалуйста. Хочешь, чтобы у тебя была Докаёбия в костюме розового мишки? Пожалуйста. Хочешь, чтобы у тебя Альтаир в первом Assassin's Creed специальный ремейк с поддержкой NFT, короче, чтобы даже Альтаир был в костюме розового мишки? Говно вопрос. Понимаешь? Первым делом появится в Гостриконе, естественно, который был второй Гостриконе. А ты X-Defined имеешь в виду или нет? Нет, который вот этот Гострикон. А, Frontlines. Нет, Frontlines это фритуплейный. А я говорю про сингловый, который... Breakpoint, понятно. Breakpoint, да, короче. Естественно, всем разработчикам розовую мишку подарят тут же. Вот, короче. И скажут, типа, Ubisoft такая, типа, ребят, это вместо вашей премии, вместо 13-ой зарплаты. Знаете, что у меня есть, парни? Наша зарплата нет лучше картинкой нашей зарплаты. Нет, у меня есть NFT-картинки вашей зарплаты. А ваши зарплаты мы потратили на минус. Это знаешь, как многие компании тебе сток опшн сделают, и у тебя есть возможность опцион получить, и ты можешь его последствия или через месяц или через год его продать. И вот у тебя есть возможность, тебе говорят, что, чувак, у нас еще были компетитив, такие компенсейшн опшн, и мы тебе даем, короче, не опционы, не акции, а NFT. И ты можешь их продать, типа, вот когда хочешь. Вот хоть сейчас, короче. Мы тебе продаем редкие NFT. Да. Вместо 13-ой зарплаты... В первом задании будет их сделать. Да. И вместо, знаешь, там 13-ой зарплаты, там типа в 4 тысячи евро, короче, держи вот эту NFT, ты можешь ее продать за сколько угодно. Ты такой, выставляешь ее на OpenCity, а тебе такие, типа, 50 баксов. Вот такой, Ubisoft, ты хочешь, ребят, ее никто не покупает, короче, они такие говорят, ну ты просто плохо ее продвигаешь, как бы, возьми там, на хайпе, правильно. Возьми, создай второй кошелек и перепродай ее сам себе, в чем проблема. кринжовый рэп-клип. Ты че не знаешь, как NFT работает. Мы еще про это поговорим. Слушайте, заканчивая про Ubisoft, новый Assassin's Creed будет затычкой между номерным Assassin's Creed, который Вальгала, и новым, который сервисный Infinity, и говорят, что вырос он и сделал сик Вальгале, поэтому не ждите гигантский открытый мир, не ждите гигантскую Open World, такую RPG, это будет более сфокусированная игра в духе таких классических частей а-ля Юнити какой-нибудь, и задача этой игры будет именно выступить вот своеобразным мостиком, когда у Ubisoft огромная дыра в расписании, ей надо выпустить какую-то игру, а если вот так, в принципе, посмотреть на график Ubisoft, и что у них выходит? Ну, у них выходит сейчас новая... Подожди, нет, у них выходит, во-первых, сейчас новая DLC к Вальгале, которая будет продаваться отдельно про Одина. И там прям как это, мифическая составляющая, то есть там они отказались от этого вот стиля типа реализма этого с викингами, и там ты играешь реально за Одина, вот. И это, в принципе, довольно прикольно, если только, знаешь, не смотреть на карту, открываешь карту, такой, о, все, у меня сразу интерес попадает абсолютно играть в такие видеоигры. Вот. Что у них? Еще в этом году якобы должна выйти какая-то фритуплейная игра, то ли фронтлайн, который Гостриконовский, то ли X-Define, да, ну короче, какая-то из фритуплейных игры должна была выйти. А, ну и подожди, кстати, у них в январе же релизовался этот, который карантин или как он там, Extraction, Extraction, DMSX, что штукшен, ну она еще есть, геймпасе, ее пока не удалили, оттуда. Мужчин, да. Ты мощнее, помните, помните игрука, про которую все говорили, типа сливы были плейтестов от игры, это был новый дивижен, который, типа, был фритуплейной, типа, да, и вроде как, типа, про него ничего не слышно, его не анонсировали, так, типа, ну то есть он, он типа существует, в него играли на альфа-тестах, но его, как бы, его как бы нету. Слушай, ну это было когда, в прошлом году или позапрошлом, она может быть просто еще в разработке, вот все. Ну просто альфа так выглядело более-менее нормально, по сути, тот же самый дивижен, только такой, немножко, в полях, в ебенях. Понимаешь, в чем проблема? Вот сейчас у нас февраль, да? В феврале, как бы, все те игры, которые должны выйти, мы уже все знаем про них, что вот там, выйдет Horizon, выйдет там еще что-то, ну и так далее, тому подобное. Например, ты представляешь, что выходит в феврале, и в феврале нет никакого смысла анонсировать какие-то крупные релизы, если ты там не какой-нибудь инди, вот, пожалуйста, вот ты анонсировался, а если ты крупный издатель какой-то, вряд ли ты в феврале будешь что-то анонсировать, ты, скорее всего, все это перенесешь на весну, на март, или там на апрель, или на май, ну и так далее. Вот. И я думаю, что Ubisoft просто пока ничего не будет говорить, они будут ждать весны. Может, в марте тебе скажут, что, чуваки, летом у нас выходят просто такие блокбастеры, вы просто не ожидаете. Блин, чувак, ты понимаешь, что, типа, по сути, у них есть единственная возможность анонсировать игры, которые будут до конца года, не фритуплей, на всякой параши, да, типа, что-то крупное. Есть возможность анонсировать летом, ну, типа, в июне, там, на условной E3, или как Gamescom, или на хоть что-нибудь. Gamefest, или как он там, Килин, назывался. Да, короче, что-то такое анонсировать и, по сути, выпустить его, там, типа, в ноябре, в октябре, там, типа, в декабре. Ну да, скорее всего, так и будет. Но что они анонсируют? Вот в чем проблема. Мы же до сих пор не знаем. Я не знаю, мне кажется, что Assassin's Creed у них отложен, то есть, как бы, я имею в виду, не DLC. Вот этот вот затычка а-ля Roll. то есть, потенциальный там Infinity, который, про который слухи были, он, наверное, скорее всего, не скоро выйдет, ну, мне так кажется. Вот. Watch Dogs, скорее всего, стоит на паузе, потому что, явно, Легион не добрал какого-то количества там, внутренних метрик и так далее. Что еще? Не знаю, из жопы достанут Реймона. Помнишь, Реймона? Ну, кстати, Реймон был на мобилах. На мобилах есть, если что. если бы они его, кстати, анонсировали новый, кроме Legends, что-то еще более прикольное, было бы классно. Про сплитацию, они уже сказали, что они его только вот-вот-вот начинают делать, то есть, он прям в стадии преподавшем, мы его еще там три года про него не услышим. Короче, в 25-м году минимум. То есть, теоретически, только вот эти подумают. По идее, да. Кстати, подожди, а кто, кто у нас выпускает Avatar игру? Я забыл. Я же делал Ubisoft, но... Я же тоже Ubisoft же делал. Но фильму там еще надо выйти, Тимур, с этим все непросто. Ну да, но вдруг там, типа, есть какие-то инсайды о том, что, типа, фильм выйдет там... Есть инсайды, что... В начале следующего года. Я тебе могу сказать, я читал еще в январе, что есть инсайды, что игру опять задержат. Нам все это напоминают про игру про кроликов. Помнишь, игру про кроликов? Вторая часть, где Марио с бластером. Да, вот она может выйти в этом году, кстати, в конце. Ну, в общем, короче, у Ubisoft пока все немножко непонятно. Мы, видите, сами теряемся в догадках, что они могут анонсировать в ближайшие месяцы и что может выйти до конца года в 2022 году. Мы пока этого не знаем и будем следить за этими самыми новостями. Но точно, что я стопудом могу сказать, что выйдет. Это Just Dance. Riders Republic 2. Последний слух, который мы вам расскажем, он железный. Он не касается игр, он касается хардвара. И он тоже от Bloomberg, который сообщает, что в этом году Apple выпустит новую начальную версию MacBook Pro. Сейчас я напоминаю, что начальный MacBook Pro это 13-дюймовый на M1. Такая машинка, по факту, прокачанная Air. И вот, собственно, ее заменит новая модель. Она будет 13 дюймов. Получит новый процессор M2, Димка. А я вам говорил, что M2 выйдет, а вы мне не верили. Я вам говорил. Но ты говорил, что в марте выйдет и прошлого года Димка говорит, что это дефицит чипов. В смысле? Да, ковид. Дефицит чипов. Как бы удаленка. Ну, то есть, логично, что просто отложили на годик-другой. И потом, я же не говорил, в марте какого года. Ты там записываешься. Что в марте выйдет M2, и я такой, мы все ждали прошлое. Ты там записываешь все в блокнотик свой. Вот посмотри, не записано ли там. Напомню, Димке, что Димка проебался с M2. Нет. Не записано, нет. А значит, вообще не записано. Значит, вообще не записано. Почему? Потому что я тебя уважаю. Я ждал такого, да? Такого я не ждал. В любом случае, пацаны, смысл в том, что M2 будет слабее, чем M1 Pro и M1 Max, но тоже выступает в цирке. Я ждал, я ждал этого. Но смысл основной в том, что это, по сути, как и M1, M2, это такой, типа, стартовый процессор. То есть, M1 все равно, оно является, в принципе, мощным. Но M1 Pro, типа, еще более мощный, M1 Max совсем мощный, короче. M2, по сути, будет тоже таким, типа, хорошим, мощным процессором. Я не удивлюсь, если стартовый M2 окажется на уровне плюс-минус, примерно, M1 Pro самого базового M1 Pro, вот, ну, который, типа, с 16 ядрами GPU внутри. Вот. Если же при этом M2, ну, или, типа, не с 10 ядрами процессора, с 8, например, вот. Это вполне возможно. При этом, потенциально, конечно, все будут ждать, там, через год-два, что выйдет еще M2 Pro, M2 Max, вот. И, естественно, теперь у людей начнется вот этот мандраж, как с айфонами, типа, бля, покупать новый айфон, не покупать, ведь в следующем году выйдет новый, уже целых полгода прошло, бля, вот я сейчас, вот может подождать 6 месяцев-то как бы, вот, а что, а потом выйдет новый. А я вот думаю, менять ли свой Air на M1, на M2, или нет? Да-да-да-да-да, короче, но... Так что, если у нас есть, да, нам правильно пишут, что есть M2 по-мощнее, да, то есть, M1 по-меньше, да, и M1 без Pro, который все маленький, жесть. И M1 маленький, вообще жесть. Да-да-да-да. Ну, короче, в общем, смысл в том, что якобы в ближайшее время, прям в ближайшее феврале-марте, вот сейчас вот, у нас будет преза Apple, где они как раз-таки покажут этот самый новый MacBook Pro, вот, и типа, причем говорят, что якобы, 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 у него станет поменьше диагонали, он станет, типа, как бы теперь не 13, там, и 3 дюйма, типа, а типа 12 дюймов. То есть, у нас, по сути, как бы будет теперь четкое разделение. Ну, типа, условно, MacBook Pro поменьше, это 12 дюймов, MacBook Pro побольше, 14 дюймов, которые, типа, SM1 Pro, и MacBook Pro 16 дюймов. И типа, по сути, будет 12, 14, 16. 12, типа, как бы, с похуже процессором, 14, 16 почти с одинаковыми процессорами, и, ну, как бы, выбирайте, что вам подходит больше, типа того, вот. При этом, в нем не будет 120 Гц на экране, вот, и, как бы, еще тоже, как бы, типа, говорят, портов будет чуть поменьше, кроме этого, говорят, есть еще один слух, который говорит о том, что, возможно, вместе с этой самой прошкой обновят новые Mac Mini, потому что у Mac Mini тоже апдейт, соответственно, с M1 на M2, и у него сделают намного больше портов, то есть, теперь у, условно, у Mac Mini будут порты примерно такие же, как у новых MacBook Pro, то есть, туда вернут HDMI и всякие там, эти SD-карт-ридеры, короче, и все-все-все, и, ну, то есть, грубо говоря, там будет сильно больше портов, чем у текущего Mac Mini, вот, поэтому, как бы, мы тоже потихонечку аккуратно ждем, и, говорят, еще дизайна у Mac Mini тоже чуть-чуть поменяется, вот, такие дела, короче, мы заканчиваем потихонечку со слухами недели, и двигаемся к самой... Надо, надо... Давайте я зачитаю сначала донаты, во-первых, с первым драконом заняться там 450 рублей, мне, пожалуйста, кило NFT взвесьте. Скорость делаем. С Барянчиком? С Барянчиком, да? Можно с Салемом, черное на черном. Да. С Салем, в комнате без света. Прямо как у Устин колец, да, мы скажем, что это гном шахте. А я напоминаю, что недавно продали NFT за пару сотен тысяч долларов, в котором был белый цвет, на белом цвете. Серьезно? Там была белая надпись на белом цвете. Нам очень, очень нужно сейчас... Просто белая картинка. Мне очень не хватает, знаешь, этого саундборда, где я бы нажимал кнопочку и выводил стикер из Телеграма бизнес, сделал-ка вот это. Да. С двумя котиками. Рауль Джорджио заняться на 100 рублей, Макс, из-за твоей рекомендации Vampire Survivors я вылетел на неделю просто, но не могу сказать, что не получал удовольствие, так что спасибо. Ну нет, что обращайся. Мне пришли заняться на 200 рублей Тимуру на Эроге. Видишь такое Эроге? Да, это Эротик Геймс только на японском. А, да, Серега? Да, ну ладно. Но я тебе могу сказать, что хороших Эроге выходит мало. Это опять визуально на боже все экранизировано. Прошло, я тебе могу сказать, что мне девочка нравится, ой, синхай, не надо мне трогать там. Нет, там же, типа, самые крутые Эроге, как бы, это те, которые делают с классными анимациями, такими, которые, типа, круче, старых. Например, была серия Viper. Вот, был Viper GTS, Viper такой, короче, давай, давай, не будешь даваться в тему, потому что, мне кажется, зря, я мог бы много чего рассказать на этом поводу. Зачем ты играешь в Эроге, объясню. Я играл когда-то давно, сейчас нет, но я знаю, я в курсе. Ну, и правда, как бы, я в курсе, потому что прикольно же. Это же целая индустрия. Это же прям, ты понимаешь, какое количество художников там работает, какое количество денег там крутится. Ну? Ну, ладно. Господин с хорошим вкусом на подкаст, занялся на 85 рублей. А как же вот NFT с Баряном, который устраивает одиночных ссыкет за спиной Тимура? Я бы купил. Нам нужен такой NFT Тимур. Давай, иди чекань. Я фашист, занялся на 86 рублей. Да, спасибо большое. Приветики, как относитесь к EO-ным фанфикам по вам? Я считаю, что, братан, лишь бы тебе нравилось. Если хочешь, пожалуйста, делай. Мне не сложно. Можно, пожалуйста, как бы, если для себя, как бы, ну, типа, окей, ну, не надо выпускать это. Пожалуйста. Шимон занялся нам тысяча один рубль просто так, спасибо тебе, братан. Джило занялся нам сто рублей. Что же с капюшоном ты не делаете? Ну, это, к сожалению, у Верпресса такая история, у них только такие есть. Мы можем сделать с капюшоном, но не хочется, потому что, если честно, ребят, ну, времена Худи, во-первых, прошли, а во-вторых, вот эта история по поводу того, что каждая технологическая компания, каждый текст-стартап делает себе обязательно Худи с логотипом для программистов. Я просто разговаривал с людьми, там, условно, из Мэйла, Сбера, Яндекса, там, и так далее, которые прямо внутри маркетологи, типа, пиарщики и прочее, они прямо так говорят, для программистов делаем. Вот, ну, давайте мы не будем уподобляться им и сделаем нормальные, клевые, классные вещи, которые вы можете носить не только дома, не только за компом, не только, типа, в офис, когда вы там сидите, лениво там, кодите или еще что-то такое, а какую-то штуку прикольную, которую можно надеть даже, типа, ну, куда-то там, в кафешку, например, или еще что-то такое. Подкаст «Ремонты члена» за минус нам 100 рублей на мерч с баклажаном. Кстати, это логичное продолжение, да, у нас вот есть «Ремонтчик». Подожди, единственное логичное продолжение это было бы «Аладушек». Ну, «Аладушек» такого рода стилистики очень сложно нарисовать. Еще можно пельмень. Можно, но сложно, но можно, да. И при этом еще маленькие фотографии Хлой и Макс из «Лакестрейдж». Пухой-пухан-пухова за минус нам 100 рублей напоминаю, что «Хроники» хуйня, Джон Картер — топ, Дима, смотри, уже «Оливки» смотреть буду потом но все равно спасибо за контент димка давай соберемся или у тебя или меня позырим короче джона карт по спивкам я зашел а то ты потом будешь его не фантик надо мной делать да не давайте говорю серьезно давайте соберемся нормально пазы не соглашаться не соглашаться девушка с татуировкой вагона занесла всем добраться с помидором неоднозначный я могу сказать что это какой-то очень странный помидор оранжевого цвета хотя наверно если он не зрел это он будет хурма боже сколько килограмм 40 сектор свидетелей дткд занесла на 169 рублей здорово мужики не успеваю вас слушать все еще на позапрошлом зато три сезона атаки титанов за три дня вот это другое дело хорошего стрима пасите брата да могу тебя понять чувака на самом деле когда тебе что-то очень нравится классно на самом деле это смотреть ну то есть то же самое так и титанов я когда тоже начал смотреть я первый сезон проглотил наверное за пару дней прям очень быстро про куда занес нам 222 рубля пацаны навалим донатов на 5 часов стрима любимым подкастером я давай тебе пацаны всего час 5 5 часов еще специально раньше значит тебя десятку занесут димка 10 часов вечера всему как ты думаешь я себя чувствую в 2152 я думаю что отлично я себя чувствую иногда так что я просто не понимаю о чем вы говорите поэтому пропускаю половину того чего вы мимо ушей ничего темы занес нам 200 рублей муки выбора между с 22 ультра это samsung если что и iphone 13 pro это iphone если что что же выбрать что я от себя по качеству айфон почему потому что все последние обзоры на самсунге том числе от нашего друга лучкова вот они все говорят о том что как бы из 22 не очень сильно отличается от 21 в целом не очень позитивные отзывы я могу сказать что например есть чувак по фото по фотикам которого я читаю он показал фотку с 22 который носил один вечер в кармане у него между камерными блоками забилось все говно которое в кармане лежало потому что подожди подожди а там как там уже все на же должна быть герметичная разве нет ты не понял о чем речь да там выпуклые камеры и они смотрят из корпуса и между вот этими камерами они там расположены идеальный вертикально я за iphone но мое мнение предвзято поскольку у меня последние лет десять айфоны не знаю тебе надо задать себе вопрос сколько ты хочешь носить этот смартфон вопрос в экосистеме ребята вы же должны понимать что типа как бы вот если у вас там комп на винде там типа планшета нет часы и вообще фитбит там и так далее типа там вообще похуй как бы да и скорее всего вам будет удобнее может быть и android если вообще человек которому очень нужны какие-то безумные кастомизации тогда вот android потому что на самом деле не безумные кастомизации все есть уже давно на айфоне айфоне можно огромное количество всего делать там из sandbox файловой системы есть уже давно можно файл туда-сюда бросать между приложениями там и так далее уже там есть типа и кучу всяких прибабахов там типа с блокировкой звонков там типа с фильтрацией звонков но есть уже очень много всего ну как бы если вы прям хотите задрочить свой телефон ну чтоб прям какие-нибудь совершенно дикие вещи делать как бы ну тогда да только android как бы но есть вам похуй в целом то как бы я бы наверное в сторону айфона больше посмотри потому что в нем приложение камера закрыла при предварительно прекратил работу как бы вот там такого нету ну не знаю мне кажется это просто давно не пользовался android может быть там уже давным-давно все это недавно и нет как ему логичную xiaomi это польза пользовался ван пласт 8 а вам я лассандр 50 чирил мебель взял бы англево чувак ван пласят крутые телефоны почему ван плац самсунг я подарила подожди 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 ты недостаточно понял в ван плац да я понимаю но ты понимаешь что вот я подарил отцу samsung galaxy новый который а 52 ну такой относительно новый он говорит все хорошо все классно все работает все клево он причем он перешел потому что год назад я помните я рассказывал потребовал пиксель 4 и он у него два раза разъебался то есть малейшие падения те которые все его телефоны переживали пиксель 4 а просто любое падение не переживает он тут же раскалывается на хуй весь экран просто в москве стоит 12-18 тысяч поменять экран на них рюкзаря а что ты хочешь конечно тысяч рублей хочешь сказать что если у не уронишь iphone ты не будет стоить до хрена и больше поменять это не будет мне стоит половину стоимости телефона да неужели да попробуйте и мы точно не будет стоить забьем и 80 тысяч не будет стоить и 50 даже точно не будет стоить и даже 40 тысяч не будет стоить понимаешь облудим правда вот и кого указать это половина стоимости фон это пиздец вот ну и вообще пиксель 4 а как бы который реально бьется просто от любого падения ты там плашмя типа боком вообще как угодно сразу бьется отец конечно расстроился очень сильно но в итоге в этом году я подарил ему типа вот galaxy a 52 он в целом довольны он говорит хороший очень телефон все классно но почему-то самсунг просто тебя каждые пять секунд ебет по поводу того что от пользуешься нашим телефоном наши платежные системы нашим этим нашим всем и сама говорит ты говоришь нет 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 удаляй там прям можно удалить короче прям отключить это все он такой типа замолкает на несколько дней а потом такой воспользоваться на самсунг поем такой да я же отключил нахуй все вообще нет все равно воспользуюсь они слишком навязчиво вот и я их понимаю потому что они же продают все эти телефоны типа сам там и а-52 не про то сильный в убыток но потому что они на самом деле стоит как бы ну там хорошая начинка но они очень дешево стоит и чтобы им добить нормальные деньги нужно монетизировать это все хоть как-то вот сервисом хоть чем-то и в итоге они ебут тебя буквально этой рекламой своих сервисов и это некрасиво понимаешь ну некрасиво ну когда ты у тебя в любую секунду тебя просто постоянно говорит самсунг это galaxy гэллэри или это galaxy store или как это очень индивидуально во первых ну то есть это то что испытывает там твой братья да с телефоном и не испытывает все остальные люди знаешь которые пользуются и у них нормально все я могу сказать что вот например у меня у матери у нее айфон старый с е при первой еще даже не второе с е но и у нее постоянно то память заканчивается то блять удалите что-нибудь чтобы обновиться а ты наверно самый с минимальной памяти конечно ты чё по ним как хороший сын просто сейчас типа то давайте вайклауд подключим то давайте еще подключим прочее понимаешь и в принципе если знать как с этим справляться тебе не доставляет эта фрустрация но если человек не понимает о чем идет речь то естественно его будет и это тоже раздражать поэтому я не знаю мне кажется все очень сильно индивидуально и все очень сильно зависит пользу поэтому братан муки выбора между с 22 ультра и iphone 13 про мы за iphone но в принципе samsung наверно тоже подойдет так что ты там больше в сторону того какой тебе больше нравится смотри дима занесло 100 рублей заказал толстовку вашу в подарок девушки и только после оплаты понял что цена в фунтах а не в евро лол вы можете там переключиться соответственно на евро в том числе тоже это нормально сэр молодой человек одну секунду подождите как бы я только что про iphone и нам только что написали то что типа чувак спрашивал у официалов сколько стоит заменить экран на 13 pro max это якобы стоит 96 тысяч это полная хуйня потому что во первых у меня все мои знакомые которые за последние пару месяцев разбили свои экраны платили сильно меньше я сейчас прямо позырил на нескольких сайтах плюс минус целом оригинальный экран на 13 pro max по сути вот эти 120 герц туда-сюда и дьер хуйер вот это все стоит 44 тысяч рублей короче это это оригинальный не оригинальные 39 тысяч ну короче в кисть 44 владелец самсунга к тому же нам занес 5 долларов в год хожу с galaxy note 20 ультра 5g в субботу иду менять на айфон 13 про самсунг уже не торт айфон во всем не хуже а финансово выгоднее и он же занес еще 3 долларов он согласен с батхертом тимур по поводу маркетинговых хуёв охапку тоже с этим столкнулся я могу сказать кстати что самое удивительное у меня с хонором 50 такого не было для китайского аппарата он мне вообще ничего не спрашивал потому что собирал все без спроса да это правда потому что у меня у отца то же самое как бы у него же тоже был хонор 8 light по моему короче он тоже ничего не спрашивал просто собирал и все просто было похуй но вообще как бы вот опять же вот почему я говорю сейчас про one plus 8 короче это телефон который мы подарили с девушкой отцу и и вот и как бы я перед его настраивал смотрел как бы периодически смотрю что там у него как когда там отец спрашивает что-то я могу сказать что очень хороший телефон который реально вообще не ебет тебя никаким сервисом то что ван пласа нету блин не своих там каких-то сторов нету там какого-то своего там их клауд хранилищ у них ничего нету понятие телефон продают все короче давайте заканчиваем телефоне до сэр молодой человек за 200 рублей привет хай хэллоу пацаны хотел увольняться но предложили новую должность и zp страшно последнюю спасибо что вы есть братишка я могу сказать так если zp больше чем предыдущая и новая должность тебя устраивает то почему ты должен бояться этой истории то есть как бы это должен быть наверно хороший мандраж перед тем как типу сейчас будет все круст классно и круто вот так к этому относись так будет получше да везучий заказчик мерча занес на 200 рублей то чувство к слушаю за строкас в крыму и с некоторых пор никакой мерч из англии заказать не можешь я хотел тебе ответить что ты можешь найти друга в россии который тебя просто закажет и перешлет потому что у меня есть несколько товарищей в крыму они так делают я хочу аккуратненько сказать о том что вот типа возможность типа через товарища что-то где-то как-то заказать например как вы помните недавно сони вместе с ритейлерами например запускала продажу playstation 5 который можно было заказать только если у вас аккаунт типа и вообще находитесь не в москве вот и у нас в завтра чате многие люди которые живут в москве специально брали кооперировали с ребятами которые находятся не в москве те заказали себе playstation 5 через там amazon всякий dns и прочее получали их там где-то в каком-то городе короче и отправляли в москву я собственно также сделал помогал никите лихачеву сам лично то есть в этом плане это вполне рабочая схема ничего там никита лихачев и ты что манни гарри марка это создатели тяжелого мешок изюма за 100 рублей привет тимур да господи почему он каждый раз на смайл френды ты не знаешь эту историю вы почти объясняли про мешок изюма я понимаю вы хотите мне подарить мешок изюма чтобы надо мной поиздеваться ребят ну но зачем это это мы обсуждали это мы обсуждали тебе подарок на день рождения мы дарим тебе мешок изюма внутри него подарок был зарыт что-то сквозь зачем прикольно я не знаю ну то есть как бы это но я думаю ты бы не сильно расстроился если там квест 2 нашел да я бы это вам нужен был очень большой мешок изюма ну мы искали шок изюма 50 килограмм тимур ты понимаешь ну понимаешь где мы были на какой территории или вы просто курьеру привез на тачки на спрашивают где ссылка на верпресс она не гуглится ребят я на всякий случай повторяю димка пока сейчас в описании подкаста внесет общий скину чатик вот очень просто это на самом деле everpress.com то есть everpress.com слэш профайл слэш вот там вы найдете все наши дропы в том числе старые дропы вот которые уже не активны вот там вы можете найти три соответственно компании как бы как мы уже сегодня говорили это белого цвета серого и темного в темных цветах если вы посмотрите у некоторых футболок и у некоторых свитшотов есть возможность переключиться не только на черный но и на темно-синий цвет в том числе вот поэтому смотрите как бы по фасону там часто кроме самой футболки где нарисована завтра каст еще показано как она примерно выглядит на людях плюс-минус вот ну как бы в живом виде поэтому закажите тот фасон который вам нравится который вам захочется вот кроме всего прочего еще важно отметить что если вдруг на макете нарисовано так что логотип завтра каста на спине там заходит например на швы имейте ввиду что такого не будет в реальности когда будет печататься там естественно не будет ничего нигде заходить на швы вот да ёжик тян занес на 200 рублей вы мне напомнили я пробовал найти картинку из хлои мак и пельменем но так и не нашел можете ли показать когда оригинальной картинке мне милиции вареник до сторонник теории палеоконтакте господи дима спасибо за канал хоть где-то вся правда димка будем пропали в контакт записывать я могу сказать что я когда смотрел ancient aliens блять не смотрите на меня такими глазами пожалуйста я когда смотрел ancient aliens я заметил что они в каждой серии каждой ебаной серии чувак ну типа диктор до который там есть типа ведущие которые там ведут то и голос за кадром который там типа диктор и диктор каждый раз поясняет то что только что сказали ведущие то есть ведущие такие блин это инопланетяне диктор такой до сторонники теории палеоконтакта говорят да и добавляют и там дальше на штаб его история дальше развивается и они это делают так часто что эта фраза просто впихивается тебе сука в мозг бля было бы намного круче за он говорил бы нет это полная хуйня . реально в наши добавлять когда там типа тимур чем говорит узнаете там продажи такая да нет это полная полная хуйня полива контакт напишет полива контакт от когда ты идешь на улице на встрече менты вот от полива контакт это сторонник теории полива контакты владелец самсунга это мне это я уже читала мистер вальдер занес там 426 рублей сервис мой на фронда и дэвдас холло samsung занес там 100 рублей прогиб защиту да господи я напомню вам что мы отказались время от рекламной интеграции самсунга потому что на полном серьезе они к нам пришли там типа все спрашивать прошли и я просто в какой-то момент выдал им ребят ну вы вы хоть слушали завтра каст как вот мы говорим про ваши телефоны короче не говорит нет кусочек типа прислал и говорю вы понимаете что если мы после этого внезапно будем сейчас ходить и рассказывать какие у вас типа крутые клёвые телефоны это было типа спустя выход вот такого подкаста который вырезал кусочек после через месяц и уребрежь если мы сейчас будем выходить рассказать вот звучать очень тупо таки да понимаю короче ну и вот и так мы и так мы не стали река 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 рекламным подкастом самсунга вот срад и айти за 100 рублей вступил в сексу свидетель hdr купил новый lg олед 55 и увидел мое почтение братан чего поздравляем поздравляем тебя но 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 давайте сразу будем говорить о минусах да максимка максимка тоже вот увидел как у него отъебывает экран и как его ремонтируют у него дома приезжай приезжающих его мастер я все жду когда у меня отъебнет телевизор пока еще не произошло жду когда у тимура ты бьет телевизор пока еще не были версии первого года на были именно 48 дюймовые модели цель c1 или что дожди у вадима был по моему 55 но cx это были это цикса именно цикса который первый кудем и cx нет нет 9 а c9 а понятно хорошо ну короче в общем давай пожалуйста ты не будешь сделать вот это вот блять тимуровское лицо которое c9 смысле у меня ну хорошо то да да я просто как я могу сказать что вообще до сих пор бы 8 себя отлично показывает прям вот шикарно оба тебя не же 4k 120 герц нету да но мне нахуй не надо современном мире тимур это просто зашква давай вот не надо дим вот этого взгляда дожди то есть ты хочешь сказать что ты подключаешь свой свитч и играешь на файл рэмблю в 320 до 240 не 100 ты вообще кстати у меня телек умеет реально но мне не надо мне плохой ты не сторонник просто теории полива контакты господи что у меня сегодня в башке полива контакты ладно и викинг зареги заставить в роли поздравляйте теперь сеньор девелопер в классном medtech сортапе братан с тебя не 500 рублями не обойдешься в любом случае круто чувак мы тебя очень поздравляем и особенно если ты живешь в европе в медтеке мы считаем что если у тебя теперь 300 кк сек то как бы ну ты понимаешь сам до 300 кк евро на генска развесла на 100 рублей сделать джентоник включилась 3 на телеке хорошо вижу надеюсь вы тоже доброго всем вечера ночи тимур не вздумай пить сегодня поздно могу сказать что все кто комфортно проводит сейчас прямо с нами время в момент когда мы транслируем я считаю что это очень круто я вам передаю свой большой толстый привет вот и я надеюсь что димка тоже себя чувствует комфортно расслабленно нет а вот а у нас еще новостей если что целая куча я вообще подумал о том что может мы закончим как-нибудь пораньше там ну знаешь то есть как у нас у нас есть 5 часовые подкасты 3 часы подкасты можно это чтобы закончить в адекватный подкаст который спустя полтора часа просто все и выключается нет мы специально бы специально пораньше начали чтобы закончить там типа в 4 часа утра и чтобы это было типа не 5 часов осень давай я просто слышу звуки перед передергиваемого затвора сейчас ты понимаешь тимур поехали дальше давай давай у нас самая главная тема это неделя потому что эти вот я когда девушка себя рассказывал о том что типов знает ты знаешь там типа этот пастри на колец сейчас снимаю полмиллиарда долларов короче делают на сериал это там просто вообще нереально что-то на говорит а чё там вообще сериал amazon делает власти или на колес там рух вообще просто а чё 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 там будет я говорю никто не знаю есть видео где как делают логотип металлом по дереву 5000 кадров в секунду такая круто а чё там типа там прям вот будет как у вот этот старый фильм там прям так же будет я не знаю короче в ntfr показала картинки того как будет выглядеть ну плюс-минус сериал по властелину колец и я могу сказать так ну вот честно да первое впечатление первое впечатление то есть понятно что есть какие-то кучи нюансов и прочее но первое впечатление господи что за говно вот у меня такое у тебя как у меня вот так кажется я смотрю на эти ролики ну вот смотри во первых и роль здесь крышота галадриэль в броне чувак но ей в этот момент было на пять тысяч лет меньше ну то есть аппарат очень молодая такая типа блин а девушка я в броню пойду повоюют так она же мелкая типа это потом она стала его уже обсудим вы обсуждали уже обсудили принцессу угольной шахты не подожди мы пока только ночь мы на электродрели пока я я я просто пошел за справочным материалом господи сильмариллион а я помню во времена моей бурной молодости история в том что все читали хоббита но когда дело доходил на силе миллиона все такие типа но я же не настолько задрот чтобы читать сильмариллион так вот я настолько господи макс нам пишет это цири эти похожие честно ты не думаешь что она слишком да потому что это вторая эпоха тимур да и чё сколько потому что ей на тысячу полторы годков поменьше чем в фильме сколько лет кого галдриэль или актрисе которые гривен не не куда много не именно в тот момент люди столько не живут она она по эльфийским меркам девушка еще пока она уже в к такая матрона а там она это там она еще такая совсем молоденькая там элранд пиздюк если ты посмотришь ребята вы вы немножко зажрались знаете о я докрутил до огромные принцессы класс подожди смотри вот димка смотри вот я тебе сейчас перекидываю картинку даме скажи бруску открутить здесь вот смотри как вот я ее потом участвую как я тебе говорю о том что вот возьми представь себе что в 2001 году 2001 году короче у тебя берут и в любой момент показывают так скажем скрины из фильма или примерно скрины из фильма типа но где люди типа сидят не в позиции где они там прямо разговаривают а там условно силе и как красиво смотрят в камеру там руки сложили и такие типа облокачиваются на стол облокачиваются там на шкаф там и так далее и типа примерно так вот смотрят и и взяты допустим или на зеркалку или на ту же самую камеру на которой снимали сам по себе lord of the rings 1 на плёночную арестик это да но именно что почти любой кадр будет выглядеть сильно хуже чем то что тебе сейчас показали прям сильно хуже чуваки дайте я вам объясню дело не в том как это сняты не в кадрах которые там есть мне конкретно мне не нравится на этих кадрах то что я за ним не вижу скажем так какой-то идеи фикс которая была там у джексона до типу я хочу снять века я буду делать если бы тебе показали что я вижу кадры да точно такие же типа из 2001 года из фильма lord of the rings где эти больте ну типа пару кадров допустим берут где персонажи прям в действии как вот с галадриэль который там идет за нее взрыв а как бы есть эти берут и показывают брак кадры обычные где там условно допустим стол вот это где там элэрон собирался со всей этой тусовка аравы где они решали что чем мы сейчас будем делать и короче вот представь себе что все они стоят и такие в сериальных в сериальной стилистике когда же как день в лосте где все такие все герои стоят такие руки в боке короче и зырят в камеру да представь себе тебе точно такой же кадр делают и ты такой посмотришь и думаешь чуть-чуть хуйня нет я там века мертвец и может быть не совсем правильно выразился в общем за этой картинкой за тем чего на этих скрешотах и там фотографиях не знаю есть мне кажется что это если убрать контекст да то сказать что это не сериал повыше на колец а просто вот дать его вот просто посмотрел ты на эти картинки и сказал что ты по поводу них думаешь то я бы не отличил это от у сынов вечера условного сериала да там ведьмака или какого-нибудь этого колеса времени то есть такая тишина вы нельзя да я понимаю что с одной стороны скорее всего это ну просто съемки с площадки и там налить налетим еще сверху спецэффектов на налепим там постпродакшена я согласен с димой с той точки зрения что это не самое удачное промо и вот именно как промо кадры они пока шел не продают потому что когда ты слышишь полмиллиарда а потом тебе показывают ну чуваки сидят на фоне дерева ладно и что вот я я рад вы понимаете что вам не показывали вообще ничего вообще ничего а потом показывают маленькую такую затравку в которой как бы что-то есть но нихера не понятно и все короче естественно покажут вот в воскресенье должен быть тизер типа как вот сейчас ближайшее время и типа вот в воскресенье выйдет тизер там будет хоть что-то в движении и можно будет обсудить предметно но пока что напрягает все так напряглись чернокожих людей хотя вот я читал сильмариллион все приложения истории средземелья еще пачку всякой прочей литературы потому что еще раз говорю я поехавший я из тех людей когда у которых есть текстолитовый меч в шкафу вот и в принципе у толкина расы были на них не заострялось внимание но в рамках креативной лицензии окей допустим вы можете сделать я кстати напоминаю что предки хоббитов по лору были смуглокожие а это можно трактовать как угодно в данном случае у них все традиции ирландцев практически да у это это как бы смесь это фэнтезийный мир и то что там кто-то чернокожий кто-то чернокожий вообще насрать у меня больше проблем именно с тем как идут по лору то есть например чернокожие принцессы гномов начнем с того что у гномов женщина бородатая чем в общем-то сказано в книге господи ты сейчас до заклепок доебешься это важно потому что у джексона в хоббите было как раз все правильно понимаешь во вторых толкин это вот даже не до ебки до заклепок а это в принципе про то как ворлдбилдинг вк работает важно просто жизни гномов имеют значение да и это тоже но можно я вам объясню то есть толкин очень тщательно подходил к разработке сеттинга причем тщательно не только как человек который делает визуальные вещи но и как лингвист у него в книгах и вы это не можете знать например если вы читали только переводы принципиально отсутствуют колониальные термины у него в книгах нет картошки помидоров у него отсутствует слово табак потому что это все слова которые были привезены в лексикон фактически через колонии а у него эпос базируется на доколониальной ранней средневековой британии в данном случае да и поэтому у него это называется не tobacco у него это называется pipe weed smoke weed то есть трава для курения курительное зелье например и поэтому когда ты видишь чернокожую принцессу гномов тебя блять не напрягает цвет ее кожи тебе на нее насрать я первый у тебя первый вопрос как ты под землей загорел это даже не то что горел у тебя меланин должен у тебя меланин должен измениться да под действием солнца ты в подземелье живешь а ты сидишь без солнца откуда у тебя меланина так много это богатая принцесса гномов у которой дохренища денег вечно власти и она вполне могла приказать другим гномом просто сделать ей солярий чё проблема нет все люди женщины сгора чего я еще раз тебе говорю проблем очень просто ей 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 дали угольный разрез и все как бы гнома много чего-то бывает ну вот вот так получилось понимаешь так хорошо белокожие эльфы у которых кожа прозрачная практически как получилось так что они стали не очень белокожими ставят жизни эльфов подожди а почему почему ты решил что эльфы должны быть обязательно белыми есть же целый раз который называется драу я правда не знаю это просто эльфы из чернолеси да пожалуйста очень пригодился перевод муравьёву да кстати тут в комментариях пишет что принцесса выглядит интереснее всех я вам если честно скажу что если абстрагироваться от того цвета кожи типажа она на самом деле реально выглядит как клёвый персонаж я вам так скажу она выглядит как персонаж такой коренастый гномистый королевский ярко очень ярко выраженным таким прям лицом как бы ее классно одели классный клёвый там сделали типа вот прическу и как бы если реально абстрагироваться там типа вот от ну цвета кожи что хуйня на самом деле нам по херу да это правда я могу сказать что персонаж как сам по себе как гномья принцесса коренастая такая женщина сильная которая единственное что странно что на руки держит в таком положении потому что как вы понимаете у принцесса гномов руки будут не положение типа ой сенпай вы знаете я немножко стесняюсь а будет на уровне найти типа выставить руки руки в боки откуда ты так решил откуда ты так решил с чего то есть может быть ее в черном теле держали не выпускали из комнаты и вот ее первое а почему тогда лицо у нее посмотри если убрать руки на уровне типа счастья сука пизды дам бич все эти истории про мискаст и прочее отойдут как только мы увидим сам сериал потому что если сериал будет хорошим то в общем то насрать какие там персонажи какого у них цвет кожи как они выглядят это соответственно с лором потому что у каждой адаптации есть творческая лицензия она может ей пользоваться эта адаптация потому что на самом деле я в душе прекрасно понимаю что бородатая женщина пока что для мейстринового сериала это все равно странно даром что это не по лору то есть я могу понять почему дайте я закончу почему американских тюрьмах много сидит бородатых женщин и потом на силу других женщин мы сейчас не говорим про гендеры не путай а второй момент это то что если сериал будет плохим его не спасет никакое абсолютно следование по букве на world абсолютно также братом что есть пример замечательного кольца времени до которые за колеса да извините который на самом деле говно ну так вот если разобраться самом деле говно прямо вот редко сны и управляли на второй сезон и вершину продлят и на третий на четвертый уже на третий да да и как бы народ будет смотреть эту историю то есть тебе не понравится а всем остальным понравится тем более что они вообще на самом деле если уже о том говорить вы видели какой там будет сюжет ну то есть вот плюс минус да о чем будет без спойлеров без каких-то там подробностей вот из этой статьи на вентифер то есть пересказте пожалуйста вначале сериала галдриэль на плоту в море во время шторма вместе с потерпевшим кораблекрушение халбрандом это новый герой его нет всем релионе его играет чарли викерс в основу легли не книги толкина а приложение к ластерину колец всего планируется пять сезонов их общий бюджет превысил один миллиард долларов сумму одобрил основатель амазон один из богатейших людей мира джефф безос по совместительству фанат кино саги то есть интересно читал ли он сериал или он вообще он что он я напоминаю что безос начинал с продажи книг всего в касте 22 звезды будут и знакомые новые герои у сериала обширная география шахты гномов в туманных горах эльфы в королевстве линдон жители острова нуменор похожего на атлантиду снимали все это в новой зеландии сценарист и продюсер патрик майкей рассказал что основой сюжета станет происхождение всех колец всех девяти колец соответственно шоу это смесь дворцовых интриг магии войн мифологии киномира при этом насилие как в игре престолов не будет потому что создатели хотят чтобы шоу могли смотреть дети 11 13 лет но отмечают что страшный момент все же останутся про появление хоббитов ответ не дали сюжетные линии будут связаны с моряком иселдуром где возникает вопрос а иселдур это разве не тот чувак который отрезал палец с урона ну это может быть другой иселдур ты же знаешь то что имена наследственные ну хорошо ладно некто десой а это видимо женщина-гном вот этой вот которую показывает дочь трайна эльфийский архитектор и политик элронт вот так вот мы уже увидели кстати элронт видите как элронт выглядит вот так до элронт просто до эльфийский кузнец келем брембор серьезно там будет келем брембор а почему нет он часть лора добро пожаловать келем брембор если что это тот эльф который выковал все девять колец и он основа сюжета игры shadow of murder и shadow of war блин который кстати на канон сутсу самый высокий колоколь мне особенно понравилось как во второй части они поступили с получил обдачного сексуальная паучиха такая типа ну я тебе просто в образе типа сексуальной женщины а так-то я паучиха как бы но это ты об этом не узнаешь окей соответственно эльф орандир это тот который вот видимо немножко потемнел лицом целительница бронвин бронвин это та девушка которая вот тут вот сидит у нас где она здесь господи очень грустная перед своими травушками да 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 со продюсер сериала брайан кэмп он первые два эпизода поставил который снимал игру престолов и первый эпизода поставил хуан антонио байона снимал мир юрского периода 2 вот такая история я лично все равно я все равно считаю что прям бомбить бомбить это немного глупо а так посмотрим на трейлер вот реально посмотрим на трейлер и тогда уже будем делать какие-то выводы хорошо пусть так я очень аккуратненько жду но после показанного сегодня у меня немножко заниженные ожидания это первое а во вторых я думаю о том что очень интересно будет понаблюдать за актерами которых туда набрали очень многие из них такие не очень широко известные и посмотрим насколько это сильно за кикстартит их карьеру как властелин колец свое время ты кого-нибудь хотя бы узнал из каста там до того как они там снялись нет подожди подожди властелин колец карьеру кикстарту то есть то есть ты хочешь сказать что лайт живут самый лайт живут чарли как бы которые как чарли в лосте там дохрена там дохрена актеров во-первых доминик моноган он был и раньше актеров нет они все были от еды джексона все джексона хренососили в момент выхода вк что он набрал сраных ноунеймов что известных актеров там только два старых пердуна это ян холм и ян маккеллен причем британские актеры театральные не очень известные я напоминаю что магнета тоже появился только в девяносто девятом году они фактически с очень небольшой разницей друг от друга вышли и иксмены и властелин колец но и что там какая-то хренова молодежь какая-то дочка этого ру этой рок-звезды непонятно как этом лифтайлер вообще просто через постель чуть не туда попала там же но на тему кастинга и никто не верил в фильм потому что актеры были бы просто должен понять что это вышло 2009 до это в девяносто 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 это 20 с хером лет назад на может быть я не прав окей кристофер ли там был на самом деле самый статусной звездой просто за счет того что он уже в тот момент снялся что еще рис дэвис который дэвис это будет они имеют до сих пор обожаю слайдера сочетая что это охренеть да не пересматривай никогда не пересматривает просто идея сама по себе круто ты просто не писаешь какое-то говно сейчас начнешь пересматривать а ты пересматривал я решил зачем-то посмотреть первый сезон это смотрел вообще в детстве это же просто пиздец ладно мы потихонечку переходим к другой теме дело в том что у нас тут последние две недели разыгрывается довольно интересный скандал он заключается в том что господин джо роган один из самых известных подкастеров в мире и вообще типа ну так ютуберов можно тоже сказать одним один из самых известных в мире которая делает шоу примерно а-ля завтра каста куда приглашает различных людей как бы эти могут быть люди кто например джо роган заказ на примерно до до уровня фигуры там нет я вижу что типа если вдруг не понимаете что из себя представляет джо роган то это примерно так вот эти типа интервью со смеху и давайте мы все-таки будем придерживаться реальности скорее всего вы не понимаете что такое ну кабы нет смотрите как будто есть такой типа интервью смеху очками а с угаром с трэшем мы вот это все нет там очень много бывает до хера там типа тупых шуток там вот этого всего короче смысл в том что джо роган периодически приглашает к себе очень нетипичных очень странных гостей естественно он руководствуется тем что типа о чувак популярен если он сейчас придет ко мне ко мне там дохера народу придет слушать меня чувак несет полную чушь его слушают какие-то антиваксера похуй чувак нацист его слушают там типа нацистов похуй нацист то он не приглашал алло ну почти но нет вот и смысл в том что как бы в очередной момент он пригласил к себе человека который так скажем довольно известен в научной среде потому что очень много лет назад он участвовал в медицинских различных исследованиях и в том числе он он так уж получил что он являлся одним одним из родоначальников вообще в целом теории рнк вакцин то есть самым того самого принципа на котором построены вакцины файзера вот ну то есть это по сути очень нетипичный новый тип вакцин которые на в данный момент используются очень мало и вот эти к виду ждали прошло подкаст если что да пути парлясов скандал и вот уже смысл в том что типа как чувак который типа как бы все это рассказывал как бы он он не рассказал типа ничего такого прям суперсвих естественно ужасного там и прочее но он просто говорю что ребят вакцины на самом деле конечно не помогает но не так много чтобы типа всю пандемию установить они там не помогут типа вообще сделать так чтобы никто не болел все было зашибись и вообще пандемия закончилась типа через там месяц два-три год этого не будет есть вакцины типа не настолько классные и настолько крутые не настолько излучены и вот это все чувак который участвовал в создании этих вакцин ну естественно антиваксеры взяли это все как огромный баннер огромный флаг выставили говорят ребят создатели вакцины говоришь на хуйня полная и типа ну то есть есть очевидно адекватные ответы о том что типа ребят вы знаете он не говорит что это полная хуйня он говорит о том что типа это не основает пандемию что это там типа не сделает процесс там типа каким-то там более легким или еще что-то ну они конечно задают немного вопрос немножко перебью нам спрашивают вообще роган годнота стоит ли вообще слушать или он слишком сильно американский я могу сказать что роган стоит слушать в любом случае потому что во первых у него очень большой разброс тем вот каждый его эпизод наверное не стоит слушать ну то есть по крайней мере с кем он там разговаривает некоторые эпизоды ну прям совершенно не о чем ли вот если вас интересует какая тема почему бы нет я обычно просто переехать чем слушать эпизод к рогана я читаю про что он сегодня будет рассказывать типа ну в общем смысл в том что когда он все это сделал на спотифай естественно ехало огромное количество народа мы уже об этом говорили о том что многие музыканты пришли к спотифай и сказали что типа ребят мы требуем чтобы вы убрали наши альбомы из вашего типа каталога потому что типа вот мы как бы не согласны с политикой того что а мы напомним вам что спотифай купила по сути подкаст джи рогана вот и как бы ну то есть он является издательным подкаста джи рогана и типа они всячески такие типа ходили говорили ну там ничего такого прям не сказал это все короче вот смысл в том что в итоге в какой-то момент народ ну как вы знаете в таких ситуациях бывает начался начал браться так скажем посерьезнее за проблему начал выискивать а чушь там джи роган говорил там типа 100 выпусков назад или 300 выпусков назад типа и так далее ну естественно они нашли n-word где он кого-то там типа назвал типа некрасивым словом которому называли людей которые работают на плантациях на сахарных сша типа в 1700 году ну вот и как бы выяснилось что типа он говорил еще кучу других плохих вещей и прочее и в общем как только народ начал выкапывать все эти вещи кроме вот этих полу антиваксерских таких вещей которые были последних эпизодах о ну как бы начали музыканты прям реально большие там музыканты и маленькие музыканты просить типа а вслышите удалите наши альбомы из вашего сраного сервиса потому что вы вот хотите такой вот сраный типа подкаст ну и что пришлось сделать пришлось естественно дэниел эку это один из создателей спотифая он же гендиректор спотифая прислать письмо специально всем всем своим сотрудникам о том что тебе ребят нам типа очень жаль так получилось что в проекте джо роган экспириенс были довольно контроверсивные высказывания вот очень противоречивые вот и что вы знаете как бы ну некоторые комментарии джо рогана могли быть кому-то ну так скажем не очень приятно это как если бы тимур у нас подкасте такой вышел заявление что типа ну пацаны на прошлой выпуске дима пиздал какую-то хуйню но если что мы не разделяем его ценности как бы ну то есть мне очень нравится что пока на его личное мнение надо запикивать мат материться только дима а мы сегодня материмся что ли да блин черт ну ты сегодня такой типа говорит что я сказал холсом не искал что это и сказала именно что без мата нет я я сказал что слабо своими губами да да я вижу вас пошли вы хорошо я тоже матерился так что нормально вот нет не нормально давай короче смысл в нашем понисти не материться только максим знаешь почему потому что он он готовится то что ребенок начнет повторять за ним вообще абсолютно все поэтому он фильтрует абсолютно свой базар тимуру пофигу тебе что наплевать на барянчика он наслушаться от тебя всякой фигни и будет тебе да ну в общем короче дэни лэг сказал о том что в общем джуроган был не совсем прав мы приняли так скажем некоторые меры по этому поводу и чтобы понимали когда он говорил о некоторых мерах они удалили из своего сервиса 70 эпизодов подкаста джуроган уже больше там уже не 70 там 130 что ли короче выяснилось что теперь уже получается что уже больше чем 100 эпизодов то есть типа мне понравилось просто что джурогану пришлось два раза извиняться первый раз он извинялся за антиваксеров типа сказал что ну чуваки простяна сорян мусорян типа ну как бы вот да вот я иногда не уследил ну что ж поделать я там типу просто человек и вы тоже просто люди ну вот как мы там иногда шпаймите ну и так далее подобное а второй раз через порой нет самый смешной второй раз было когда был как пиццу зовут тетка афроамериканка она короче в инстаграме выложила ролик где есть нарезка из эпизодов джурогана на ютубе тогда он произносит n-word то есть постоянно то есть вот знаешь там типа ролик идет минуты он там типа n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n и так далее да то есть прямо в течение минуты и она в конце такая типа и что я должна типа поверить то что это типа нормальный человек типа того но и вот джуроган я уверен что ты знаешь у него у него сейчас пошла пора извинения сейчас будет за все извиняться абсолютно там есть проблема понимаешь джеймса гана за такого рода вещи просто выпиздили как как из пушки выстрелили понимаешь потому что известно это семейная компания алё а спотифай это просто одессе грязные проклятые капиталисты которые требуют от меня сто восемьдесят шесть рублей сколько там стоит нет просто как пока показала история с джеймсом ганом роган без работы не останется вот и кстати в спотифай судя по всему прекрасно понимают что они с роганом потеряют куда больше чем пара тройка музыкантов которые из каталога выпадут это правда потому что на самом деле они не спешат рогана удалять не спешат его там как-то типа третировать вообще ничего не спешат делать в общем они сказали что типа удалили эпизоды все ребят пока до свидания все нормально вот но опять же огромное количество людей которые берут и говорят типа что я не буду пользоваться спотифаем типа вот буду пользоваться apple music потому что вот типа спотифай хасиджи а джи рогана я вот например в своей голове разделяю то что типа там спотифай это крутой сервис и там типа делаю классную музыку крутой алгоритм там типа крутой интерфейс крутое предложение там так далее мне вот похуй что типа как бы они там купили себе джи роганом которого я не слушаю которую там типа хуйня всякой занимается я примерно это не очень красивая позиция блед я почему я согласен с этой позиции я считаю что если например в сервисе есть там какой-нибудь я не знаю назови какого-нибудь русского рэпера который ты любишь давать любого какого-нибудь из них типа я их не слушаю меня на них насрать да типа они есть на сервисе мужевой а я слушаю только там типа инди пост-рок и когда хочу поплакать допустим какой нибудь условный рэпер типа там какого-нибудь хаски там допустим пишет или там поет про то как он там женщину ниже да но здесь есть нюанс погибать вот хаски такого это ужасный рэпер к был пошел нахуй не слушать это знаешь старая старая добрая шутка типа идут по улице два рэпера один в кепке другой тоже пизды получит дим ты сегодня в кепке я явно получил за то что я сказал что-то про рэперов поэтому все нормально ну короче в общем любом случае не очень крутая ситуация посмотрим как из нее будут в итоге выбираться и джороган и и spotify мы опять же как бы ну блин мы пользусь спатьеваем нам посрать как когда потому что типа это крутой классный сервис а то что там джороган где-то что-то пизданул ну типа это его про я из-за мне мне просто извини я слушаю роган да и я слушаю иногда те выпуски в которых ну явно несут люди чушь ну то есть как бы у него есть был выпуск с стивеном гриром за что к стивен гриры нет даже я слышал именно у меня в канале мог про него прочитать на самом деле про стивен и грир это мужик который утверждает что инопланетяне могут прилетать по зову мысли и для того чтобы к ним обратиться надо просто заплатить ему 2000 долларов взять рюкзак пойти с рюкзачком в составе из там двадцати пяти тридцати человек в лес ночью в лесу всем коллективно помолиться ну то есть обратиться типа к инопланетянам чтобы они прилетели мысленно представить себе как как бы вот ты из космоса видишь землю да и вот ты значит типа внутри летишь в землю проходишь с лейтмосферы летишь вот в сторону сша значит летишь в сторону калифорнии а где там эта гора на которой мы сейчас сидим вот туда летишь типа мысленно ты все это должен делать вот и прилетаешь прямо туда где ваша палатка там типа стоит да с где вы там сидите возле костра и на стивен гривич утверждает что им таким вот образом удалось кучу раз вызвать инопланетян потому что инопланетяне это не пришельцы из космоса это на самом деле астральная достаточная сущность ну то есть сродни призраком там или типа привидение ну то есть плюс-минус что-то такое и вот он говорит что заплати мне 2000 долларов пойдешь со мной с рюкзаком в лес эти настоящих инопланетян покажу вот так круто будет и многие люди верят и приходят а потом будет блин этот экспириенс просто перевернул все все мое существование вообще абсолютно и грира ловили на вранье когда например издамит видеосъемка где он снимает типа кромку леса да но там и дальше идет где-то вдалеке там океан что-то море ну короче что что какая-то там водная история и и издалека поднимается огромный огненный шар но и этот огненный шар типа поднимается вверх и такой типа медленно опускается вниз и кто-то из тех чуваков которые естественно не заплатили 2000 долларов стивену грира просто нашли это в интернете игре так это же блять флэр ну значит который из из пистолета этого запускается как на сигнале ракет его просто и запустили издалека и она медленно опускается эти люди в которых которым грир по ушам поездил они на полном серьезе верят что вот та светящаяся херня которая появилась потом медленно опускается это блять инопланетная тарелка понимаешь то есть они так в это верят вы прослушали сказки денежки да но прикол в том что придут прикол в том что вот он приходит джерогану именно эту хуйню объясняет и джероган его слушает с открытым ртом и такой блять охуеть он скажу еще что-нибудь и вот таких вот историй у рогана достаточно много потому что ну то есть как бы я могу понять что наверное ты не можешь разбираться абсолютно во всем но как бы никто из нас не разбирается до абсолютно во всем но какая-то вот есть скептическая часть до который ты должен был в себе пестовать для того чтобы не верить всему подряд а джероган такое ощущение что фильтр просто отсутствует поэтому вот ему черт люди рассказывают он тому и верит понимаешь ну как бы тебе человек четыре часа ли сколько там шел его подкаст рассказывает про инопланетян на четвертом часу ты наверно сам в эту всю хуйню поверишь ну серьезно или нет или в любом случае короче короче могу сказать смотрите по поводу джерогана как бы мы уже все сказали поэтому давайте двигаемся потихонечку дальше вот да наверное самая основная тема которую я хотел затронуть но очень короткая такой аккуратно строкоте о том что если помните я прошлых подкастах рассказывал о том что германия всячески борется с сервисами которые предоставляют рекламу и соответственно предоставляют аналитику то есть это типа там всякие google это facebook и прочее всякие остальные и помните я говорил о том что как бы потенциально типа если там европейский союз начнет блокировать статистику аналитику и рекламные кабинеты соответственно google ads там всякие facebook ads и прочих остальных это приведет просто к краху огромного количества маленьких и средних бизнесов вот из-за того что они не смогут получать нужную аналитику и рекламный кабинет не смогут нормально адаптироваться к этой самой статистике и стоимость рекламы очень сильно повысится и станет для них нерентабельный вот так вот смысл в том что произошло ровно то чем я говорил потому что во франции компания по сути французский суд взял и сказал о том что использовать google analytics на своем сайте больше нельзя потому что google analytics по сути нарушает формальный gdpr так как он забирает данные людей которые приходят ну в том числе на французские сайты пусть это даже люди из франции или не из франции и пересылают эти данные в сша короче и не хранит их во франции как они это интересно проверили ну то есть они же просто уходят в google google уже можно спокойно сказать что нет на самом деле мы эти сервера у нас ставят во франции мои данные гугл аналитики храним во франции они их пересылают в том числе и в сша то есть в сша они точно есть вот и по этой причине типа как бы ну этого нельзя делать это противозаконно по меркам gdpr и по меркам законов в европе вот и смысл в том что опять же это приведет к тому что почему большое количество сайтов ставить себе google аналитику ну кроме того чтобы смотрите о на мой сайт 1000 человек пришло да они ставят это ради того чтобы типа через google ads по сути иметь возможность правильно делать рекламные кампании потому что google аналитика собирает дату скармливает google ads и по большей части современные все рекламные кабинеты делают все уже сами сами алгоритмами они по сути собирают инфу о том какие люди приходят как они взаимодействуют с контентом как они что покупают или не покупают а потом собирают лук-алайк из этих самых людей то есть такую же лук-алайк аудиторию которая там грубо говоря пришло 100 человек а тебе google говорит а вот есть еще миллион человек которые подходят под этот же самый профайл вот этих 100 человек который у тебя что-то купили и начинает таргетировать рекламу на этот миллион человек если этого всего в франции не будет работать по огромное количество маленьких и средних бизнесов просто начнет загибаться вот я уже об этом говорил но самый прикол в другом что пока что пришли за гуглом и пока что пришли во франции скоро придут скорее всего во всей остальной европе и скоро придут ровно по той же причине за фейсбуком вот интересно в россии что нечто подобное будет или не будет то что у нас по крайне есть альтернатива нас есть анды смотри у нас пока говорят только в контексте социальных сетей и различных сервисов и говорят о том что вот у тебя есть фейсбук хранит ли он данные людей из россии в россии не хранит вот ему штраф не заплатил штраф очень жаль вот короче и впоследствии могут точно также доебаться в том числе и до рекомендательных систем и до всяких систем меня порядок свою стату аналитический я порой складывается ощущение что когда ты считаешь российские скажем так российских регуляторов не очень взвешенными людьми европа дает ответ и ты думаешь а все не так плохо ну в общем вы увидите что роскомнадзорный возьмет этот рычаг в работу тоже о том что скажет типа что вас google там типа забирает данные короче россиян и переслает их в сша и не хранит их в россии и вот вам еще миллиард штрафа вот ну и так далее прикол вот в чем что единственное решение которое есть потенциально у любой компании типа гугла типа фейсбука там типа или яндекса если люди вдруг начнут пользоваться яндекс метрикой например там в там германии во франции а я просто напоминаю тебе что в государственных сми я не буду озвучивать но во многих основной кпи для госбюджета до сих пор является live интернет ну это смешно конечно но все-таки короче вопрос в том что live интернет не может эти данные скормить его от сенс и ты не можешь правильно рекламировать да тут ведь тут ведь вопрос в том что с гугл аналитикой почему больно и с фейсбуком почему больно это то что те данные которые берут у вас в общем-то ну все рекламодатели если вы сми нет вы не понимаете ребят не то что рекламодатели у вас берет система система которая откручивает на вашем сайте рекламу google adsense в плейсментах автоматических то есть грубо говоря у вас есть баннер который вставляется там где-то в меню в меню выбора статей внутри статьи или например еще где-то и вот этот момент соответственно типа чтобы этот плейсмент правильно отображался он должен понять какая аудитория пришла к вам на сайт и вот эти люди сейчас человек какой к вам пришел вот сейчас которая смотрит вот эту конкретную статью что ему показать он должен для этого как бы обратиться по сути к своей базе и посмотреть на весь след вот этот вот вот эти хлебные крошки этого человека чтобы понять чё же ему прямо сейчас на вашем сайте показать это первый момент а второй момент самое важное то в том что если вы являетесь сервисом ну там какой-нибудь там типа сервис потом типа там обучению или на при там по продаже чего-нибудь или там магазинам онлайн и так далее он же должен понять как бы с помощью google analytics что за человек тебя пришел и как бы соответственно как бы окей ты собираешь базу всех этих людей и последствия когда ты делаешь рекламу своего магазина он берет и собирает вот из этих людей которых до этого приходили к тебе на сайт и что-то покупали он берет допустим эти сто человек и смотрит куда они до этого ходили что они искали где они живут сколько им лет какой у них пол и прочее и собирает условно из этих ста человек миллион других людей которые очень похожи на эти сто и берет им хуярит рекламу везде кстати хорошо спрашивать тимура ты сам-то против сбора данных или за то что я как маркетолог с одной стороны за но не хотел бы что собирали твою дату да но я как как человек обычный я против но я считаю что механизма обезличенного сбора даты который не привязывается конкретно к тебе который говорит что типа вот это вот тимурси фильм люков и ему нравится там типа мокрые киски короче вот я бы не хотел чтобы вот это так работал я бы хотел чтобы типа юзера abc там типа один два три четыре пять шесть семь восемь короче вот ему нравится мокрые киски давайте покажем ему еще мокрый кисок понимаешь как вот я бы хотел чтобы это так работало я смысл уловил ну и что ты думаешь будет будет какая-то история смысл в том что я очень боюсь что это это сыграет очень плохую роль очень плохую роль для вообще маленьких и средних бизнесов ну то есть это прям в европе вот это все выстрелит в итоге типа по вот этим маленьким бизнесом но единственное решение которое есть в данном случае у фейсбука у гугла это открыть не просто свои представительства а свои местные hq в европе в которых будут серваки в которых будет условно крутиться отдельная версия в каждой стране в каждой стране евросоюз в евро нет типа 1 дата-центр да в который не передает данные в сша с канта с аккаунтами и прочими а сидит и весь вот этот вот механизм весь этот алгоритм и все 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 типа крутит вот внутри этого дата-центра внутрь вот прямо тут вот где-нибудь там в нидерландах там в германии там и так далее понимаешь это единственное решение самоуебанское но оно единственное возможное потому что с такими законами как бы по-другому это никак не будет работать кроме как если они создадут какой-то алгоритм который будет максимально обезвлечивать людей таким образом типа что они смогут доказать регулятором что вот этот механизм так обезличивает что там никак вообще невозможно докопаться что вот этот вот этот жан-пьер живет в париже это просто юзер там abc123 только так короче ну то есть я не уверен что это ближайшее время получится сделать а ближайшие три четыре пять лет ждите безумнейшего спада все будет зарегулировано на самом деле не только в ес мы тоже мы это наблюдаем по всему миру существо дождись кончику нам там во-первых иван андреев занес два раза по 29 рублей пассивьте братан не на ю тубе а на донейшинах у нас возможно разраб аэс на занесом 100 рублей написал парни как думаете хочу уйти на именно нативную разработку в приложение ком насколько актуально в россии так как пока english базового уровня я думаю что довольно актуально но просто с инглишем тебе придется как бы сильно постараться чтобы достичь каких-то успехов потому что любой нормальный мануал он скорее всего будет на английском а не на русском не знаю как там с айвесом но как бы английский придется подтянуть английский всегда нужен даже если ты не сможешь на нем общаться он тебе просто нужен для работы чтобы читать постигать документацию пустить да то что мы сегодня с до миром в твиттере который трактор бэнк спорили по поводу того что типа он говорит что да сам гератичнику быть легко вот вот очень легко все выучивается и так далее типа я говорил о том что самым сравнению с кем да типа как бы он пытался сказать что типа по сравнению с врачом вообще быть этих никому вообще хуйня ну я согласен да очень так отчасти да но отчасти нет потому что основной принцип все почему себя бомбят и зарплаты айтишников и говорят типа что вот там какого хуя получить так много денег типа можно быть херовым фронтом и получать там сто сто пятьдесят тысяч рублей но вот и я ему говорю очень важную вещь что о том что когда ты работаешь фронтендером в россии ты формально работаешь не на российской компании ты находишься на конкурентном рынком всего на конкурентном рынке всего мира потому что тебя могут взять работать на удаленке кто угодно тебя может взять amazon работать ты будешь играть может взять работа работать какой-нибудь зарубежный смысл в том что если ты работаешь врачом в поликлинике но там терапевтом в там санкт-петербурге тебя с большой долей вероятности в амстердаме удаленно работать на ремонте за зарплаты в пять раз выше тебя не возьму понимаешь а кого и тишника возьму и в итоге таким образом получается что откуда все эти зарплаты куда все это все потому что тебя могут взять работать туда удаленно в том числе и отсюда следует что тебе нужно знать хорошо английский язык начнешь общаться просто чтобы быть хорошим врачом тебе надо знать латынь тебе надо знать английский потому что все медицинские журналы и прочее скорее всего на английском если хочешь в этой истории разбираться тебе надо 7 лет отучиться в университете тебе надо пройти ординатуру тебе может быть спустя 15 лет повезет и ты возглавишь какое-нибудь отделение а может быть и нет поэтому давай ты не будешь рассказывать о том что врачом работать легче это не так ну то есть как бы тут история в том что зарплаты перегреты это исключительно из-за этого то есть как бы если бы можешь ли ты будучи терапевтом в москве а среди этих терапевтов если посмотришь огромное количество теперь киргизов таджиков и узбеков вот если что вот можешь ли ты будучи врачом поликлиники в москве риск резко быстро легко переехать в амстердам и стать врачом а будешь ли ты извини человеком который закончил единственные курсы там не знаю по какой-нибудь там простой разработки внезапно взять и также переехать наверное нет правильно ли я понимаю что ты сейчас хочешь сказать что мы сравниваем в равных позициях человека который работает терапевтом в москве и человека который прошел курс какой-то там где-то хуй пойми где в чем в чем смысл я просто вот если объяснить что если мы сопоставим абсолютно одинаково что типо терапевтом а сейчас я не возьму после курса тебя скорее всего все таки возьмут после какого-то обучения в уезде там после там обучения длительного там подтверждения квалификации прочее если хочешь поддержать абсолютно один и идентично эти позиции что у тебя есть условный фронтендеры которые тоже отучился подтвердил у него есть опыт квалификации прочего его их легко возьмут в амстердам работать ну там берлин или еще куда-нибудь. А вот возьмут ли врача из поликлиники в Москве, вообще не факт. Вот о чем я пытаюсь сказать. Понимаешь, поэтому откуда и зарплата перегретая, потому что у тебя зарплата мирового уровня, а не российского уровня. А российская система здравоохранения может совершенно спокойно эксплуатировать человека с кучей образования, с кучей опыта, эксплуатировать вообще либо просто во все щели, потому что, типа, а не хочешь, уходи. А куда? А нам похуй. Понимаешь, как бы, и все. И ты как бы сидишь в рамках этого вот этого вот самого рынка труда медицинского в России, в котором у тебя не очень большой выбор, куда ты можешь уйти. Понимаешь? Вот в чем проблема, к сожалению. Короче, это очень грустная тема, давайте как бы с нее съедем. Замбаль, заместим 100 рублей. Теперь представьте, NFT моды в Скайриме. Тодд Гоббр словил инсульт кошелька. Он уже пробовал разок в Стиме такое провернуть, если что. Я могу сказать, что люди, когда говорят о том, что, типа, сейчас вот я куплю себе в NFT красивый скинчик, он будет работать в абсолютно всех играх, ну, потому что так тебе это позиционируют компании, да, очень часто забывают о том, что у игр разные движки, у игр разный формат хранения моделей, если вдруг ты купил какой-то скинчик, это абсолютно точно не означает, что он... Потому что разработчик должен его внедрить в свою игру. Да. И представь себе, ну, допустим, в рамках одной, там, студии, условно, там, Bethesda, там делает, там, не знаю, Starfield, Fallout и какой-нибудь там Elder Scrolls, да, вот она, наверное, может себе это позволить, потому что они, как бы, внутри одной формально одной студии, одной издатель, да, находится. Наверное, они могут это сделать. Ubisoft, теоретически, может такое же сделать, да, там, со своими играми, вот. Но, когда тебе говорят о том, что вот сейчас ты купишь скинчик, там, для КС-очки, и он будет работать точно так же в Call of Duty, и точно так же будет работать в каком-нибудь, там, еще игре, это полный и тупорылый бред. Такого не будет никогда. Это просто невозможно. То есть тебе нужно сделать так, чтобы у тебя все было совместимо, сделать так, чтобы там этот скин не провалился в какую-нибудь, там, не знаю, руку, шею или, там, ногу модели, да, сделать так, чтобы это не выбивалось из общего стиля. Ну, то есть, условно говоря, наверное, нормально увидеть в Call of Duty, там, не знаю, какой-нибудь разноцветный автомат, да, но увидеть разноцветный автомат в Skyrim было бы довольно странно. То есть, вы не находите, ну, то есть, как бы... Я думаю, что люди, которые делают моды, с тобой не согласятся. Я просто к тому, что это довольно тяжело, и все эти истории про то, что сейчас NFT появится везде, это типичный булкшет. 150 миллилитров физка, я на самом 100 рублей, Макс, покажи меч, а если лень, то не покажи. Ну, ладно. Аусу занес нам 2000 рублей, вы просто крутые, слушаю вас, 12-го выпуска, спасибо, что делаете вечера, настолько крутыми, что хочется ваш позитив нести дальше в народ. Мне кажется, по все время мы стали далеко не такими смешными, как мы были раньше. Видимо, сказываются годы пессимизма мои. Ну, подожди-ка, про пельменчик мы нормально, хорошо шутили, как бы, а сейчас иногда, знаешь, что... Мы можем лучше, мяник. И за 100 рублей застрял в тачке в центре города первый раз. Смотрю у Заврагасту, один, уютно в машине, жду, пока меня спасут. Еще и заболел, очень срад. Братишка, выздоравливай, я думаю, что тебя скоро спасут из машины. Я думаю, все в порядке будет. Если что, беги куда-нибудь греться. Вот и все. Да. Слушайте, у нас довольно классная, интересная тема, в этот раз, короче, она заключается в следующем. Дело в том, что тут довольно известный чувак, который раньше был просто, знаете, инсайдером от титра, а потом последствия еще динаминизировался, это было довольно давно. Вот. Довольно взрослый чувак, типа, из игрового твитера, которого зовут Шиноби. Вот. Он собрал офигительный тренд, который во многом... Это комьюнити-менеджер студии в ушу. Очень важно. В ушу это студия, которая помогает Sony со всякими проектами. Да. Короче, смысл в том, что, типа, он собрал офигительный тренд, в котором, по сути, собрал различные студии, крупные, которые создались за последние годы. Несколько там, типа, два, ну там, один, два, три года. Вот. И я могу сказать, что, вы знаете, ситуация сейчас такая, из-за того, что огромное количество разработчиков так или иначе там уходит из больших студий или из студий, которые... Или создают свои маленькие, да. И вот они как раз идут и создают эти самые маленькие студии в надежде на то, что, типа, вы знаете, вот сейчас, то самое время, когда мы можем чуть ли не сами выпустить игру, ну или прийти к какому-нибудь крупному издателю и ее продать. И раньше как бы такого, ну, такого не было, чтобы у тебя реально пришли ветераны каких-нибудь очень крупных, очень известных студий и пачками создают новые маленькие студии. Ну, такого, я думаю, там, лет 10 назад реально не было. Вот. Тогда такое подобное событие было, типа, там, раз в год, в два, и оно, типа, подавалось, вы знаете, а вот там чуваки, которые делали там биошок, короче, пошли, сделали новую студию, а к ним еще чуваки пришли, которые из ноти-дока работали, все такие, охренеть. Ну, типа, такое. Вот. И таких студий реально появилось очень много за последние три года. Вот. И он приводит примеры. Например, называется студия Death's No Moon. Это не Луна. Это не Луна. Это не Луна, короче. Это студия, которая делает, опять же, игру в формате АА. То есть это, типа, какой-то прям очень крут, очень жирный проект. Да. Вот. В нем работают люди, которые работали до этого в PlayStation, в Infinity War, в Naughty Dog, Sony Santa Monica, типа, и куча других студий. Вот. Они получили инвестиции в 100 миллионов долларов, вот, от фонда Smilegate. Вот. И делают какую-то экшен-адвенчер-игру. То есть мы в ближайшее время узнаем. Но дело в том, что они были созданы в 2021 году. Это значит, что, скорее всего, концепты они набрасили в 2020 году по мелочи. Они для пичи же что-то показали, чтобы получить. А вот, скорее всего, что-то мы увидим в году 2023-2024. Вот. Дальше, короче, студия называется Striking Dance Studios. Ну, то есть, типа... Здесь Distance. Striking Distance. А, Striking Distance Studios. Да. То есть, типа, это студия на расстоянии удара, так скажем. Да не надо переводить их в название. Камон. Ну, почему? Прикольно же, короче. Вот. Они создались в 2019 году. То есть, на данный момент уже почти два года назад. И студию возглавляет, по сути, один из создателей Dead Space. Это Глен Шофилд. Тот же самый чувак, который до этого работал... Да. То есть, Скофилд или Шофилд? Скофилд, потому что скул. Хорошо, но не факт. Вот. Но в любом случае, короче, Скофилд Шофилд возглавляет, соответственно, студию Striking Distance Studios. До этого чувак делал Dead Space и он же приложил широкую руку к играм Слэджхаммера, в том числе к, насколько помню, Advanced Warfare и к чему-то еще. Да, он, собственно, был сооснователем Слэджхаммера. Да. Сейчас они делают игру The Calista Protocol, тот самый хоррор в стилистике Dead Space, о котором мы вам рассказывали, потому что по нему известно пока что очень мало, но есть... А это не та, которая, типа... Есть очень странная ремарка, о которой никто не понимает, это реально так или не так, потому что ее в последнее время убрали и никто нигде не упоминает о том, что якобы это футуристичный в далеком будущем хоррор, такой, типа, хоррор-шутан, хоррор-экшен, короче, триллер во вселенной ППГ. И ты такой, что? Да, да, во вселенной ППГ. Баба-Баба-Джи. Я говорю, это футбол про Баба-Джи, короче, его аккуратненько так, типа, как бы, выпиливают, мне кажется, что, скорее всего, они этого не будут делать, ну, типа, не во вселенной Баба-Джи, вот. Дальше, Gravity Oil, гравитационный колодец, вот. Соответственно, студия в 2020 году, два года назад, короче, опять же, независимая тоже ААА студия, работает на полностью новом IP, вот, и, соответственно, его будет издавать один из очень крупных западных издателей. Я лично ставлю, скорее всего, на этих чуваков, как Кохмедиа, и кто у них там, кто у них основной там издатель Кохмедиа. Если ты сейчас говоришь про этот, как его звать, Embracer, скорее всего, Embracer. Короче, мне кажется, скорее всего, это будет Embracer. Да, я думаю. Короче, в команде сидят чуваки, которые делали Titanfall 2, GTA 5, RDR 2, Code 4 и куча всяких других. Если ты помнишь, Sony сказала, что они работают над 10-ю лайф-сервисами, то есть, 10 игр, которые лайф-сервисные. То есть, там будет, условно, Destiny, когда они купят Bungie, и еще какие-то игры. И вот, скорее всего, это будет одна из тех игр, которая лайф-сервисная. Ну, я так думаю. Может быть, но мы ничего пока не знаем по поводу того, что это PlayStation или не PlayStation. Все-таки. Это может быть кто угодно. Дальше, следующая, короче, Heaven Studios. Мы про нее уже говорили. Эта студия была организована в 2021 году. Сделал ее Джейд Реймонд, которая была одним из создателей Assassin's Creed, в кавычках. И, как бы, в том числе, там работает нарративный директор Assassin's Creed, Кори Мэй. Вот. И куча других людей из Ubisoft. Дай историю, что изначально это была студия, которая, ну, по сути, сделал Google для Steady, но как только Google пошел на попятные, они просто взяли, ушли и сразу же пошли к Sony. Sony дала им денег и, в общем-то... Я не по сути, примерно то же самое. По сути, по-моему, потом даже люди не поменялись. По-моему, они все целиком сразу же ушли. Ну, по сути, то есть Sony прикупила клевый проект, который изначально... на неделе сказала, что они настолько хотят глубоко заюзать возможности приставки, что будут сотрудничать с Марком Церни на тему создания. А их игра выйдет еще и на ПК. Ну, это логично. Sony же сказал, что все сервисы будут. Все возможности PlayStation 5. На твою ПК. На твою ПК. Пожалуйста, купите SSD, который 5500. Да, так и будет, скорее всего. И видеокарты 38 скупи, пожалуйста. Да, вот. И, короче, команда, соответственно, работает над новым IP. Что за игра, никто не знает. Следующий. Division Studios, про нее мы уже вам говорили. Division Games. Division Games, да, короче. ее создание в 2020 году это компания, которая состоит по большей части из людей, которые работали в Трей-Арке и делали Call of Duty Black Ops. Вот. И, соответственно, там прям много людей оттуда работает. Но туда, в том числе, еще и пришли люди из DICE. И в том числе один из директоров DICE, который Джейсон Бланк, и они работают, соответственно, над новой игрой, которая, типа, супер нереальная, как это, мультиплеер Шутан. Соответственно, делают его эксклюзивно для PlayStation и, возможно, тоже для ПК в том числе. Вот. Дальше. 31st Union, короче, 31-й союз. В 2019 году создали. Это, соответственно, студия, которая работает в Калифорнии и состоит по большей части из людей, которые до этого были из, типа, Sledgehammer Games из Blizzard, из EA и Rockstar. Возглавляет ее Майкл Кондри, который как раз-таки из Sledgehammer Games. Это бывшие люди, которые работали над Dead Space и впоследствии над Call of Duty, Advanced Warfare и так далее. Вот. И, соответственно, выпускать игры ее будет 2K. Вот. те, кто делают всякие биошоки, Borderlands и GTA. Вот. Дальше. Archetype Entertainment. В 2019 году, соответственно, ее возглавляет Джеймс Оулин. Вот. И это лид-дизайн из Baldur's Gate, Каттора и Dragon Age Origins. Вот. Поэтому это будет довольно прикольная, интересная команда. Они работают под руководством Wizards of the Coast. Главное, у них главный сценарист, просто это нигде не написано в твите, а это важно отметить, главный сценарист их проекта, уже заявлен сценарист, который первого Mass Effect'а это о боже, Drew Carpishon. Drew Carpishon. Серьезно? Да. Работают они над sci-fi RPG. AAA RPG, да. Да, причем у них там люди, короче, куча народу из Marvel, из Nathie Dog'а там. Я просто слежу за этой студией, я очень аккуратно хайплю их новый проект. После того, как я узнал, что там Carpishon. Да, короче, следующая студия это Cloud Chamber, это типа небесная комната, вот, в 2019 году она создалась и ее, по сути, возглавляет команда, которая во многом работала над BioShock'ом. А они просто делают новый BioShock'ом. И они делают новый BioShock, вот, и причем там работает до хера народу, который, соответственно, работал над BioShock'ом и люди из DPR'а, из Ubisoft'а, Crystal Dynamics и огромного количества других компаний. Дальше, Firewalk Studios, короче, в 2018 году ее создали. Она является отделением, так скажем, более крупной студии, которая называется Probable Monsters, то есть, типа, наверное, монстры. Вот, и, по сути, это студия, в которой сидит куча народу из Bungie, Sucker Punch'а, Infinity Ward'а, и они делают новую, как раз-таки, игру-сервис мультиплеерную для PlayStation. Вот. Ну ладно, возможно, выйдет и на БК тоже, короче, но так или иначе, это вот PlayStation'овская, одна из тех самых игр и сервисов, о которых Дима сегодня говорил. а про Firewalk Studios у нас что-то было в прошлом подкасте, по-моему. Да, мы обсуждали. Вкупили? PlayStation'ы. Sony'ы купил. Да, да, Sony'ы купил. Мы обсуждали, по-моему, в контексте сервиса. Twisted Metal'а, разве я? Нет, нет, нет. Это... Нет, нет, нет. Там был другой. Ну ладно. Смысл в том, что, короче, еще одна студия... Ты с Fire Sprite'ом путаешь. А, точно. Да. Соответственно, Coldrone Studios это типа котел называется. Вот. Соответственно, тоже АА-студия. Ее возглавляют люди, которые до этого работали в Bungie и в Halo. Вот. И как бы занимали лидирующие позиции. И они делают синглплеерную, не мультиплеерную игру. Тоже АА, естественно. Экшн-адвенчер, короче. И в этой игре типа игра будет эволюционировать вместе с игроком. Что еще там будет, пока непонятно. Вот. Дальше. Короче. Еще одна студия, которая является частью Probable Monsters. Она пока никак не названа. И только известно, что они делают некую коопную RPG. Вот. И эту студию типа ее возглавляют люди, которые до этого работали в RUNIC и до этого они работали в Gearbox. Да. Вот. Соответственно, это будет некий Next Gen Open World кооп-экспириенс, где типа игроки будут все вместе. Ну, короче, как это RPG. Вот. Еще одна студия, это Nesting Games. Вот. Соответственно, ей владеет Digital Bros Studios. Вот. И, соответственно, там работают ветераны из Ubisoft и Capcom. Соответственно, Warner Bros. Studios из Монреаля, причем, которые делали Batman Origins. Вот. И, соответственно, они делают синглплеерную RPG на полностью новом IP. Тоже. Вот. Ну, и последние несколько студий у нас осталось, короче, это, во-первых, Godzilla Games в 2020 году создавался. Они делают уникальный, уникальный, короче, шутан какой-то. Знается, что в описании всех этих студий написано, что уникальный ААА-проект. И ты такой, сука, а есть какой-нибудь неуникальный ААА-проект? Ну, то есть, знаешь, люди такие собираются и говорят, блин, нам надо сделать скучную обычную серию. Это может быть перезапуск, это может быть ремейк. Очень важно, что это новый АААП, он не связан с предыдущими. Нет, я в некоторых местах уникальный, скорее. Нет, смотри, в некоторых местах тебе ничего не пишут, никаких уникальных, ничего. Тебе просто пишут, да, новый Биошок, все. Ну, как, и все, вот. Ну, короче, в общем, в Godzilla Games, соответственно, у нас работает до хера народа из Ubisoft-а, EA, Warner Bros. и Cloud Imperium. Может быть, их игра когда-нибудь выйдет. никто не обещает, вот, но вдруг вот так вот. Три пола и шутерок на вечерок делают. Да. Embark Studios, о котором мы вам уже говорили много раз, что ее составляет огромное количество выходцев из DICE, они тоже сидят в Швеции, и их новую игру уже анонсировали, она буквально недавно называется Ark Riders. Мы, кстати, видели, по-моему, в ролике, да? Да, это что-то среднее между... Не трейлер, а именно геймплей на ролике. Что-то среднее между Monster Hunter'ом и Battlefront'ом, вот. То есть вы должны сражаться типа с огромным монстром, но выглядит все это как Battlefront, по сути. Вот. И они якобы делают еще шутан от первого лица, который будет с героями в городах, с механиками, похожими на Battlefield и на Overwatch. Что-то типа такое непонятное среднее между этим, короче. Ну, мы пока не знаем. Еще это Ascendant Studios, короче, в 2018 году ее сделали. Ее сделал, соответственно, креативный директор Dead Space и некоторых, соответственно, игр Call of Duty, это Брэд Робинс. Вот. И в том числе над ней работает еще Сан Рафаэлл, ну, чувак из студии из Сан Рафаэлла. Там огромное количество людей работает из Starbreeze, из Enzomnic и Telltale. Вот. Ну, и последние студии, это, короче, у нас Humanoid Studios. Над ней работает целая команда людей, которые работали до этого над которым Mass Effect'ом. и в том числе над ними работает Кейси Хадсон. А что делал Кейси Хадсон, кстати? Ну, он был, типа, одним из, по сути, так скажем, генеральных менеджеров и таких продакт-директоров, которые Mass Effect'а. Помнишь концовку Mass Effect 3? Так вот, это его рук дело. Ну, что ты начинаешь? Хорошая или плохая? Зеленая. В DLC, которая... Светофорная, светофорная. Это его решение было. Ну, в любом случае, короче, Кейси Хадсон в составе Humanoid Studios делает новую игру. Вот. All New IP полностью, короче, посмотрим, что там как. Соответственно, еще одна студия, это Yellow Brick, желтый кирпич. Вот. Очень интересно то, что, типа, там огромное количество людей из Ubisoft работает и BioWare, и в том числе ее возглавляет креативный директор Dragon Age Майк Лейдлоу. Вот. То есть, это, возможно, будет довольно интересная игра. Мы посмотрим, будем следить тоже. Вот. Еще одна студия, это Builder Rocket Boy. Ну, то есть, типа, слышь, бро, пацан, построи ракету, а? Слышь? Вот. В 2016 году они создавались, и самое главное... Смотри-ка, это уже 6 лет прошло. Да, то есть, они уже что-то довольно давно сделают. Вот. И смысл в том, что одним из главных людей в этой студии является Лесли Бензиас, который являлся, по сути, одним из главных людей, который работал над GTA, над нарративом GTA в Rockstar. Он был самым главным продюсером практически всех звездных проектов Rockstar. То есть, вот эта 3D-эпоха GTA, это во многом заслуга Лесли Бензиаса, который это продюсировал. И они делают, короче, open-world-овую игру в формате sci-fi, тоже AAA, короче, которая называется everywhere. То есть, везде. И когда говорят слово everywhere, я сразу вспоминаю тот мемный ролик из фильма Леон, типа everyone! Ты помнишь? Да. Вот. И смысл в том, что студия уже очень большая, в ней с 2020 года работает 400 человек, то есть, это проект, который уже явно идет в формате, ну, там уже явно что-то есть. Над ним работает дохера народу, и учитывая, что они создавались в 2016 году, скорее всего, они в ближайшее время что-то покажут. Так что, если вам покажут игру everywhere от Builder Rocket Boy на какой-нибудь E3, на каком-нибудь Game Awards или в ближайшее время там, или на Gamescom, не удивляйтесь, то есть, это может в ближайшее время случиться. Из последних студий это Mountain Top Studios, это типа горная вершина, в 2020 году создавалась, соответственно, там работает куча народу из Respawn, Bungee, Blizzard, Naughty Dog, и, соответственно, они делают PvP, FPS, то есть, PvP-игры от первого лица, тоже АА, там вот это все, посмотрим, что у них получится, вот, но люди, которые там работают, крутые, вот, соответственно, Liquid Swords, это жидкие мечи, в 2020 году создавалось огромным количеством народу, которые ушли из Аваланша, и они делают игру, которая похожа на Just Cause, Open World, да, ну вот, тоже Open World, игра как бы с кучей там, типа, экшена, ну, в общем, они прямо сразу говорят, что она похожа на Just Cause, вот, соответственно, игра, студия, про которую мы уже говорили в нашем подкасте, это Eyes Out, которую сделали в 2019 году, и ее сделал, соответственно, креативный директор Speak Up The Line Кори Дэвис и гитарист Nine Inch Nails Робин Финк, вот, и они делают, соответственно, космический хоррор какой-то, вот, ее, если помните... Ты знаешь, что такое космический хоррор? Космический хоррор, это не космический хоррор, Тимур. Это хоррор по всяким ужасам космоса в духе Лавкрафта. Это как про древних богов. Вы уверены, что это именно так? Да, космический хоррор жанр книг, которых писал Лавкрафт, он называется как раз жанр космического ужаса. Все, тогда беру свои слова взят. Это, в общем-то, вот, это, на самом деле, мне интересно, что из этого получится. Да, я тоже гляжу на это с большой... Слушайте, ну, и кроме всяких студий EA там, типа, и новую студию IO в Барселоне и прочего всего этого, короче, стоит упомянуть, наверное, последнюю студию, это Skydance New Media. Это студия, которая, по сути, полностью взаимодействует сейчас и, ну, не то, что принадлежит, но по контракту работает с Marvel Games. Это студия, которую возглавляет, соответственно, Эмми Ханик и Джулиан Биг, который до этого работал в EA, и они делают, ну, условно, Uncharted про Мапл. Я за это, кстати, прошел недавно Uncharted, который в переиздании PlayStation 5, и там в самом конце Uncharted огромная плашка, что, типа, с большой благодарностью Эмми Ханик, да, типа, она, типа, привела серию просто в какую-то там невероятную вершину, да, спасибо ей большое за это и так далее, от всей души, типа, от Naughty Dog. Вот такая история была. Ну, в любом случае, огромное количество студий, если вы про них никогда в жизни не слышали, но вдруг внезапно в ближайшее время узнаете, что, например, где-то что-то, где-то на каком-то там Gamescom анонсировали какую-то очень крутую игру, вы скажете, да, блин, вообще кто? Скоро все эти студии купят Microsoft. Нет, большой, или Embracer, или Sony, или, или мы, или Tencent. Или Tencent. Тут еще надо понимать, что все эти студии, ну, то есть, с исключением тех, о которых мы говорили, что там, вот 2016, значит, скоро там выйдет, да, там и так далее, в принципе, AAA-видеоигры делаются, ну, 3-4 года, ну, то есть, плюс-минус. Соответственно, если студия была основана, там, условно, в 2019, то ее игра там выйдет, там, в 2023, или, там, в 2024. Если студия была основана, в 2016, то, скорее всего, она уже в этом году, что-нибудь допокажет, ну, то есть, плюс-минус. А если студия основана, в 2021, это значит, что вы про ее игру, не узнаете еще года два, как минимум. Это правда, абсолютно. Это абсолютно правда, да. Слушайте, ну, у нас еще довольно интересная новость, дело в том, что тут Басфит написал расследование про тех самых BAYC, короче, Bored Ape Яхт Клаб. Если вы когда-нибудь видели картинки Silence Monkey Avatar, короче, или что-нибудь в этом роде, и вообще, в целом, хоть чуть-чуть интересовались темой NFT, чтобы почитать, вообще, что это за дичь такая, то вы наверняка видели аватарки с обезьянами, которые люди покупали за огромные деньги. И, может быть, вы наверняка даже видели ситуации, когда какой-нибудь условный Джимми Фэйлон, ну, по сути, суперизвестный телеведущий в США, с которого свой образ полностью содрал Иван Ургант, вот, или какие-нибудь другие там всякие звезды, типа какой-нибудь Пэрис Хилтон, брали и приходили, говорили, да, я купил себе за 300 тысяч долларов аватарку обезьяны, короче, и так далее. если вы вдруг видели подобную роду ситуацию, то выяснилось, что все не так просто. А что не так просто? Мне казалось, что NFT это абсолютно понятная для всех технология, которая работает так, то есть, любой просто идет и покупает картинку с обезьяной, разве это не так работает? Короче, оказалось все немножко сложнее. В общем, дело в том, что компании, которые являются, так скажем, менеджером огромного количества звезд, телеинфлуенсеров, всяких там, радио, там, интернет-звезд, и так далее. Типа рекламное агентство, или что? Ну, типа, по сути, агентство артистов, которые там делают для них там всякие рекламные контракты, там, типа, куда появиться, в какой фильм войти, там, где спеть песню, там, и прочее. Выяснил, что они являются инвесторами в самом, по сути, де-факто, крупном и известном маркетплейсе NFT, OpenSea. То есть, правильно ли я понимаю, если я правильно слежу за руками сейчас, что все эти покупки за миллионы долларов были немножко... Звездами именно, да? Да, звездами, были немножко ненастоящими. Подождите, 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 пацаны, 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 вы хотите мне сказать, что NFT все еще скам? NFT это наебану, что ли? Не может, этого не может быть. Понимаешь? Этого не может быть. А кто же им позволил? Тут мой образ рухнул, Дим должен сказать. В общем, смысл в том, что компания, которая является менеджером, по сути, людей типа, условного, Джимми Феллона, типа, и Перис Хилтон, является инвестором в OpenSea, самым крупным, по сути, маркетплейсе этих самых NFT. Поэтому внезапно они доступными интеграционными маркетинговыми способами продвигают NFT и их покупку. Я правильно понимаю, что никакие звезды ничего сами не покупали? Нет, конечно. Им просто пришли, скажи, сегодня ты говоришь о том, что ты что-то купил. Сегодня ты купил обезьяну. Нет, 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 нет. Картинка обезьяны. Важно, не купил обезьяну и не картинка обезьян. Ты говоришь о том, что ты купил. Для достоверности тебе приходят и говорят, ты купил обезьяну. Так, какой обезьян? Ну, картинка обезьяна. Какую картинку обезьяна? Ну вот, вот эта вот картинка обезьяна, ты ее сегодня купил. Я? А где? Вот, вот здесь. А зачем? А зачем? Это новые технологии. Это пиар-хоз, братан. Сколько стоит? 300 тысяч долларов. Ты такой, в смысле? Картинку? А она типа маслом написана или где-то там нарисована на стене Бэнкси? Нет, просто картинку. Вот, 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 вот. Мы тебе ее скачали. И мы даже распечатали тебе ее. Такой, в смысле? Ты 300 тысяч долларов картинку? Да. Типа, и ты такой, типа, начнешь ржать, и тебе говорят, а теперь, блядь, сука, не смей в эфире нахуй заржать. О, боже мой. И, короче, это как бы то ни было грустно. Вы когда-нибудь купали NFT вообще, пацаны? Нет. Нет? Нет? Давайте сделаем свои. Слушайте, пацаны, давайте вы занесете нам NFT. Нет, просто мне интересно, знаешь, не из позиции там, типа, заработать и прочее, просто интересно, как этот процесс происходит. Смотри, все хайповые NFT стоят довольно дорого, короче. Ну, блин, можно купить какой-нибудь дешевый, нет? Погоди, я Ubisoft Kwarfs открыл. Да весь принцип, потеряется. NFT ты же покупатель для того, чтобы его перепродать? Нет, ты не понимаешь. Принцип NFT, это что-то такая лекция на три часа, и типа, Баттерс, можно, пожалуйста, заткнешься? Нет, я объясню, дайте я объясню. Хорошо. Я просто к тому, что, мне просто интересно, как происходит процесс, вот именно процесс покупки NFT. Мне просто интересно, как это происходит в OpenSea. то есть, я должен купить крипту, эфир, видимо, да? Потом, что я делаю? Кошелек с криптой, да, короче. Привязываешь его, и типа, идешь, покупаешь. И в этом кошельке с криптой теперь еще и в том числе могут отображаться. Я вижу, что NFT создать стоит минимум 25K рублей, а мне интересно не создать, а именно купить. Не-не, я вот сейчас, смотри, я сейчас через VPN зарегистрируюсь в Ubisoft Quartz. Так. Я думаю, там не очень высокие цены. О, боже мой. А, слушай, тут sold out, короче, все. Не, просто это не очень интересно Максу Ubisoft, он там, типа, ну, нафиг никому не нужны. ну, смотри, здесь... Вот на OpenSea, например, что мне нужно для этого сделать? Бля, чувак, давай вот мы не будем обсуждать в подкасте, что тебе нужно для того, чтобы сделать, чтобы тебе купить NFT. Давай вот, пожалуйста, мы эту тему опустим. Может быть, мы еще с тобой расскажем, типа, как там, типа, зарегистрироваться на каком-нибудь сайте и купить заплатку? Мне кажется, тоже не очень хорошие мысли. А знаете, кого на тему крипты, кстати, опустили? Давайте так перейдем. Заходишь на конус.ру и покупаешь там закладку для книжки, ты же про нее? Да, конечно. Так вот, так вот, говорю, что говоря, запускание NFT, тут совершенно потрясающая история произошла с биткоинами на неделе и их владельцами, про которые, я думаю, лучше всего расскажет Тимур. Слушайте, мне кажется, здесь самое главное, это вот как на нее заходили, на эту историю, огромное количество людей там в Твиттере и везде, короче. Если вы себе представляете человека, который является владельцем криптоактивов на много миллиардов долларов, четыре с половиной миллиарда и четыре с половиной миллиарда, точным, короче, то вы себе представляете его? Неправильно. В смысле? Мне кажется, мне кажется, что таким количеством владеет какой-то хедж-фонд или типа того. Ну вот смотри, представь себе человека, просто обычного человека, который владеет четырьмя с половинами миллиардов долларов в криптоактивах, короче. Как ты себе его представляешь? Вот какой это человек? Белый. Мужчина. Ну, простите, скорее всего. С Уолл-стрит какой-нибудь трейдер. То есть, типа, такой прям вот с галстучком, да, живет в пенхаусе, там, типа, в красивом, где-то в Нью-Йорке. у него есть, наверное, какое-то количество... Феррари там, какая-нибудь... Какое-то количество денег там в акциях условно, и вот он решил там, типа, на старте вложиться в крипту. Возможно, возможно, он ее там пампил изо всех сил, да, там, поднимал ее стоимость и так далее, используя деньги своих там хедж-фондов и так далее. Но в целом, наверное, это вот такой собирательный образ. Образ банкира с Уолл-стрит. Я бы это так себе представлял. Хорошо, но вот у тебя уже 400 миллиардов долларов, тебе уже вообще не надо работать. Все, все, не надо работать. В смысле, это, конечно, в крипте. Чувак, ну вывезти-то в фиат не так сложно, короче. 4,5 миллиарда? Мне просто хотелось бы посмотреть на ту биржу, которая, знаешь, такая, типа... Чувак, наши герои... У нас что-то мало в отценили наличных, да, давай. Наши герои 1,3 миллиарда умудрились вывезти через фиат. Да, при этом, самое главное, они успели еще и, в общем-то, отметиться в публичном поле, скажем так, весьма нетривиальными выходками. Да, то есть, вот когда вы себе представляете человека... Мы сейчас говорим про ворованную крипту или про какую крипту? Чувак, вообще похуй, у тебя есть 4,5 миллиарда долларов в крипте. Вот все, они у тебя есть. Есть они у тебя. И, понимаешь, ты же смотрел сериал «Озарок», ты же понимаешь, что в США, если ты начинаешь тратить много денег, и у тебя появляется много каких-то там вещей, Денежные следы появляются, да. Тебе тоже начинает приходить налоговый и спрашивать, типа, на какие шиши? Как ты смог себе позволить купить машину за 100 тысяч долларов, если ты, там, бомж? Ну, у тебя не может... Стоп, стоп, пардон, а безработный из Москвы, у которого украли его Мазератти 2012 года? Нет, в Москве нормально, Макс. Для Москвы нормально, в США. А уборщица в крупном холдинге, у которой 6 миллионов рублей налички взяли. Это в Москве, в США все это работает немножко по-другому. Мы сейчас даже похоронилище так докатимся, давайте без этого, пожалуйста. И тут вопрос вот в чем, что как бы они отмывали наши герои, пока что мы их так аккуратно, типа, безлично, как к этому подходим на случай, если вы не читали новости. Наши герои, типа, вот они аккуратненько отмывали миллиард, по сути, как бы в крипте. Вот. Вопрос у наших замечательных людей, о которых мы сейчас говорим, мы пока так, типа, завалируем. Откуда у них 4,5 миллиарда долларов в крипте? Все очень просто, они их своровали. Суровали, как можно скрывать крипту? Мне кажется, новости не читаешь, но вообще-то типа, каждую неделю с какой-нибудь биржей или у кого-нибудь воруют крипту. Я не читаю новости про крипту. Вообще. Мне просто насрать. Чтобы ты понимал, каждую неделю где-нибудь воруют крипту в больших количествах. Обычно это типа, там, 1, 2, 3, 5 миллионов долларов, 100 миллионов долларов, 500 миллионов долларов, там, и так далее. Ну, потому что прекрасный, децентрализованный финансовый механизм, который невозможно отследить и максимально анонимный, подразумевает, что, конечно же, ну, было бы глупо, если бы его не воровали. Ну, было бы глупо, если бы там не появлялись мошенники, но мне всегда казалось, что довольно сложно своровать биткоин. Слегка. Просто у тебя умудрят кошелек и до свидания. Ты получаешь доступ к какому-то сервису, который является API, надстройкой, над, типа, огромным количеством криптокошельков. Берешь криптокошелек с большим количеством бабла и выводишь его, и все видят, что ты его куда вывел? На банковский счет, принадлежащий Диме Замбаку? Нет, ты перевел его на некий счет, принадлежащий некому хэш-набору, там, типа, символов и все. И так 20 раз. И, типа, 15 раз. 30, 50, 100 раз я перевелся туда-сюда. Я думаю, что в принципе, можно отследить крипту даже после миксеров вот этих вот, которых... Это если ты знаешь, кому принадлежат как бы все эти вещи, как бы. Если ты их перевел очень-очень много раз, и ты не знаешь, кому это все принадлежит, и если эти деньги очень долго там лежат, как бы, и впоследствии распределяются в какие-то совершеннейшие помоечные помойки, ну, то есть, грубо говоря, это отправил какому-то обнальщику. И если обнальщик раскололся и рассказал, что вот он Диме Зомбаку, он от него получал от некого кошелька какие-то деньги, а Диме отдал 100 тысяч долларов, да? И если его раскололи, то они будут знать, что вот эта цепочка, которая прошла очень-очень долго, она вот так и привела к Диме Зомбаку, понимаешь, как бы. Ну, пока это ничем не отличается от воровства там условных денег, как кардеры воруют банковские карты или еще что-нибудь. Ну, короче, если нужно заебаться, можно заебаться и можно потенциально отследить, как бы, но если все сделать по-умному, то потенциально можно нихуя не отследить, понимаешь? Вот. Можно умудриться сделать так, что нихуя не отследить. Но говоря про то, как не надо делать по-умному. Да, короче, но если ты долбоеб, так, то ты будешь снимать рэп-клипы о том, насколько ты пизда-то своровал крипту, а в своем ТикТоке ты будешь рассказывать, что кто своровал 4,5 миллиарда долларов в крипте? Я. То есть, ты нашли вообще. Как ты нашли? То есть, то есть, то есть, это начинается, тебе все равно никто не поверит, да? Да, тебе все равно никто не поверит, короче. Да, типа, ну да, я своровала. Короче. Своровала? Семейный, ну не совсем, конечно, ла, ну не там, типа поровну. Семейные чета, состоящие из подлинного, подданного Российской Федерации. Ох, это картинка на Верджи, господи, бложь. Ты думал, я специально выбрал тебе этот материал. Короче, подданный Российской Федерации Илья Лихтенштейн. Ты что, серьезно? Илья Лихтенштейн, да. И его американская жена, которую зовут, блядь, господи, как ее там зовут? Хизер Морган. Хизер Морган. Дайте, такая прям... Это просто такая реднек женщина, короче, из Алабамы. Прям вот... Нет, Тимур, ты просто вчитайся в эти имена. Это как будто ты зашел на Порнхаб и там Хизер Морган и Илья Лихтенштейн в горячем тройничке жарят 4,5 миллиарда. Тимур, ты знаешь, как... Господи, нас записывал рэп-видео. Ты знаешь, какой никнейм был у Ильи Лихтенштейна? Ну-ка давай. Смотри так, аккуратно. Давай, давай. Дач. Have some goddamn faith in me, Морган! Артур, нам всего лишь нужно немножко денег, чтобы... Пинкапан де Мангос! Пинкапан де Мангос! Мы просто need more money! Когда получил мангос, но все еще не купил Мангос, короче, и все еще выполняешь свой план, и твоя замечательная женщина буквально в своем ТикТоке говорит, что да, я спиздила 4,5 миллиарда долларов в крипте, ну, как бы в такие моменты немножко тяжело, конечно. Знаешь, что еще сложнее? Что она писала на Форбс как контрибьютор. Ой, господи, мы сегодня про это еще поговорим по этому поводу. Прям вообще просто вишенка на торт. Судя по ее рэп-видео, она не производит впечатление женщины, которая может... Бля... Я даже не хочу включать звук, я практически уверен, что там отвратительный белый рэп, знаешь, который в 90-х был. там не просто белый рэп, там, знаешь, такой white trash прям. Там ужасные рифмы, знаешь, из серии fire fire. Там прям просто white trash. Ты понимаешь, вот когда ты думаешь о том, что типа, как выглядит человек, которому пролежит 4,5 миллиарда долларов. Не так. Вообще не так. И думаешь, что нет, он так не может выглядеть, но нет, он так и выглядел. Вселенная несправедлива, понимаешь. Вот, и ты просто такой хипать копать, но да, человек, который обладает 4,5 миллиардами долларов, выглядит, блядь, вот так. Мне нравится, как она танцует на Уолл-стрит, да, отличная идея. Слышите, я напоминаю вам, что кринжовейшие инстаграмные видео, где подлавливают последние моменты где-нибудь там, типа, Джеффа Безоса со своей девушкой, они тоже выглядят очень кринжово. Ну, ты просто смотришь на этих людей и такой, блядь, ты реально самый богатый человек в мире, серьезно, как бы, вот, ну, то есть, ну, прям реально супер кринж. Но, в любом случае, действительно, пара в США, состоящая из российского, типа, гражданина и некой его жены. Извини, пожалуйста, но я увидел, что у чувака, у этого Ильи Лихтенштейна, у него в Твиттере было написано род занятий Tech Entrepreneur. Это, знаешь, блядь, сразу включилась эта песня от Бом Мёрдова. Дио, интерпренер, born in 1964, Джеффри, Джеффри Безос. У меня это рингтон на телефоне, ты в курсе? О, Господи. Я реально пошел в iTunes и купил рингтон. Короче, максимально абсолютно встретнейшая ситуация. Очень тупо, но их взяли, и им светит там чуть ли не до 20 лет тюрьмы. Естественно, у них конфисковали эти биткоины. Это самая крупная конфискация криптовалюты вообще ever вообще в истории человечества. Интересно, а вот криптовалюты, которые конфискованы, она куда в итоге попадает? Ну, то есть, она, наверное, хорошо бы вернуть это той бирже, от которой ее своровали, эту криптовалюту. Потенциально. Хорошо бы. Но не факт, что это будет сделано, потому что в США есть такая практика, Дим, сейчас вот придержи свою черепную коробку. в США, в полиции есть такая практика. Так как, когда ты ловишь какого-то человека, ты должен ему предъявить обвинение, и это обвинение должно быть весомым и доказательным, чтобы, типа, как бы, я там, типа, тебя арестовал, потому что ты сделал вот это. И, как бы, ну, как бы, нужно доказать, что ты реально это сделал. Но этот закон не распространяется на вещи. В смысле, я не очень понимаю. Еще раз. Вот, чтобы, сейчас я объясню, но чтобы ты понимал, закон о том, что ты должен выполнить какое-то преступление, чтобы тебя арестовали, распространяется только на человека, но не распространяется на вещи. Так вот, в США практически любой полицейский может тебя остановить и сказать, вы знаете, у вас слишком большая сумма наличных с собой. Скорее всего, вы драгдилер, и вы хотите купить наркотиков. Поэтому я вынужден у вас конфисковать эти деньги, и они будут являться вещественным доказательством того, что ваши деньги виноваты в потенциальном преступлении драгдилерства. Не ты. Твои деньги. Почему так? Потому что их легче следить или что? Или почему так? Не так. Просто вот так. Такого рода закон, такой лупхоу. Как бы внутри, то есть такая дырка в законе есть. Так вот, чтобы вернуть свои деньги, нужно очень сильно заебаться. Прям сильно заебаться нужно, чтобы вернуть свои деньги, доказать, что ты не верблюд, и самое главное, что твои деньги не являются верблюдами. То есть, что ты реально не шел, не покупал наркотики, понимаешь, и не продавал их, и вообще ничего не делал. Так вот, прикол в том, чтобы ты подумал, ну, наверное, пиздит там, типа, там, 3000 долларов, если у человека. Так вот, средняя сумма в 2020 году была меньше, чем 300 долларов. Серьезно? ты 300 баксов тащишь с собой, да, 200 долларов с собой тащишь, короче. Вы знаете, скорее всего, вы хотите купить наркотиков, или продать наркотиков, или вы только что продали наркотиков, или вы спонсируете терроризм, и твои деньги забирают. И именно поэтому в Штатах безумно развиты, знаете что, бесконтактные платежи, которые, кстати говоря... Нет, 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 очень важно как раз, это абсолютно неправда, потому что как раз-таки бесконтактные платежи не развиты в США, и они до недавнего времени, как бы, у них, они еле-еле-еле, несколько лет назад пересадили всех граждан во всех терминалах на платежи с помощью чипов, а не с помощью карты магнитных, они прям буквально в банке говорили, что типа, ребят, в нашем банке, типа, вот вашей картой нельзя будет расплатиться в терминалах, типа, с помощью магнитной карты, как бы, и все такие, типа, как так, и у людей, ну, типа, на задрищинской абсолютно заправке, где-нибудь в Алабаме, тупо не было кардридеров, в котором есть, знаете, в слот для того, чтобы вставить карточку, и там сочетался чип, там была только возможность, типа, прокатить карту, все, потому что, ну, там, 20 лет эта хуйня там стояла, вот, и, как бы, все бомбили. Знаешь, что спасет? Спасет система быстрых платежей, Сбербанк. Подожди, я хотел как раз про эту тему аккуратно рассказать, что как раз-таки бесконтактные эти самые платежи, они в США длительное время были вообще никак распространены, когда ты приходил, типа, и пытался платить с помощью PayPass, с помощью карточки, или с помощью Apple Pay, на тебя смотрели, как на идиота, просто, типа, ну, нет, нельзя, и ты такой говоришь, ну, вот Apple же на конференции показал, Apple Pay, у меня банк поддерживает Apple Pay, тебе говорят, что? Очень рада за твой банк. Да, короче, у нас тут чип или карту прокатить. Чек, пожалуйста, выдайте. Да, вот, как бы, вот, типа, иди и пошел нахуй, вот. Так вот, я все это, к чему все это говорю? По поводу того, что как раз-таки полиция вот так вот деньги забирает. Любые, практически, сделки в США, огромное количество, я просто общался с кучей народа в США, ты хочешь заплатить за квартиру налом, например, типа, пойти и заплатить там аренную плату, и вот ты получил зарплату, ну, там, условно, 3000 долларов, тебе нужно заплатить за квартиру, там, допустим, там, 700 долларов, короче, ты первым делом идешь у своего дома, уйдешь в ближайший магаз и превращаешь эти 700 долларов в чек, пей-чек, который впоследствии ты этот пей-чек передаешь, соответственно, своему, там, типа, арендодателю. 1 доллару, да. Да, потому что, если ты прошел, блин, 3 квартала с 700 долларами, с очень нехуевой вероятностью твои деньги будут виноваты в том, что потенциально ты хотел купить наркотиков, даже если ты вообще никогда в жизни даже не сталкивался с этим вообще никак, ну, просто вот у тебя могут их экспроприировать, все. Это, я просто охуел от того, когда узнал, что в США это реально довольно распространенная история. Так вот, перекатываясь как раз к Диму, правильно сказал. Что у нас с платежами-то тогда? Что нужно сделать для этого? Смысл в том, что, ну, естественно, карточки были довольно давно распространены в США, как бы еще сильно раньше, чем там в России. Прежде чем ты начнешь тысячу тему, к которой ты так плавно хотел перейти, дайте перебью, во-первых, Сахалинец нам занес 224 рубля, Тимурчик, ты не прав, я могу с собой мешок на Алик возить, мне ничего не будет, если нет ордера, то нет и претензий. Можно без ордера абсолютно совершенно спокойно изъять наличность по причине, там есть специальный закон, у меня даже записано, я сейчас, к сожалению, не могу с налета вот так вот вспомнить, если бы записывали типа не в лайве, я бы посмотрел, естественно, специальный закон, который вам позволяет изъять наличность по подозрению в том, что именно эта наличность сама по себе, не человек, является потенциально виноватым в потенциальном преступлении и до разбирательства твоя наличность будет изъята как вещественное событие. Ну, ты как в России знаешь, когда полицейский может зайти в тебе в квартиру, если подозревает, что там происходит... И провести обыск, например. Происходит преступление какое-то, и вот подозрения у него возникли, ну, подозрения возникли у человека, вот он заходит просто и никакой орден и никакое судебное постановление ему просто не нужно для этого. Это, кстати, по-моему, с этого года начало действовать, да? Да. С 1 января, по-моему. Андрей, за 11 рублей. Скажите, если знаете, насколько консоли можно расшарить свой аккаунт PlayStation 5 а-ля двойки? Кто-то пишет, что на 3, кто-то пишет, что на 7. Я слышал про 3, я не слышал никогда про 7. Нет, 3, 3. Могу сказать, что мне кажется, что это бессмысленно делать. 2 это максимум. Вдруг банк сломишь, братан, зачем тебе это надо? Серьезно. Да? Да. Возможно, разраб на iOS за 100 рублей. Английский для чтения документации мне хватает. Речь больше именно про актуальность нативной разработки приложений, а не кроссплатформы. Я, честно сказать, не знаю насчет кроссплатформы мобильной разработки, но... Если тебе захочется работать с иностранной компанией, тебе в любом случае придется изучить английский язык настолько, чтобы общаться с командой разработки, с проектом, с продуктом, с маркетологами, с PMM-ом и со всеми остальными людьми. Да? Сейчас, секунду. Old Italian завез нам 100 рублей. Завтра каста записывает подкаст на 5 часов. Я слушаю на телефоне каждый день по чуть-чуть. Это нормально. Один из трех, да. Ну, сейчас все будет. Ладно, давайте дальше. Слушайте, секунду. Да. Слушайте, я аккуратно подводил все это к теме о том, что на самом деле Apple в итоге решила убить стартап Джека Дорси под названием Square, который был очень популярен. Это тот, который он зарегистрировал в Африке, и он говорил о том, что это все полностью изменит весь... Нет, нет, нет. Нет, нет. У Джека Дорси был очень давно стартап, который назывался Square, он заключается в том, что ты мог с помощью специального маленького, маленького такого терминальчика, раньше он вообще вставлялся в джек в айфоне там или в андроиде, а сейчас они по беспроводу работают, с помощью этого терминальчика принимать, по сути, платежи в картах. Вот. То есть, если ты являешься там маленьким, там, типа, владельцем магазинчика какого-то, или там... Мобильный терминал, я понял. Мобильный терминал. Или, например, на рынке продаешь там клубнику, на каком-нибудь там сандэй-маркете или что-нибудь в этом роде, короче, то, да, вот спокойно мог принять платежи по карте, вот, чтобы тебе не только налом платили, тем более, что платежи через различные системы типа Venmo или Cash App, ну, типа, мы уже говорили об этом в подкасте, о том, что, типа, в отличие от России, где очень сильно всю эту нишу занимают, по сути, как бы банки, ну, типа, Сбера, там, Тинькова и так далее, и так далее, в США и в Европе эту нишу занимают в основном отдельные приложения прокладки, которые позволяют тебе перекидывать бабки, которые не являются по сути крупными банками, вот, то есть типа La Venmo или Cash App, вот, или, например, такую же роль занял револют в Европе, например, вот, хотя он тоже формально является банком, у них тоже есть банковская система, но револютам появится очень много народа, вот, и в США как раз-таки вот возможность оплатить тут же, как бы, без вот этих, а можно переводом, вот, с помощью карточки, как бы, это очень важная и классная штука, так вот, айфоны, в которых был NFC-датчик уже довольно давно, прям реально давно, они, по сути, как бы, теперь взяли и открыли совершенно очевидную функцию, которая, вот, заработать совсем в ближайшее время позволяет принимать платежи с помощью специального вашего приложения мерчанта, ну, то есть, условно, на рынке продаете клубнику, да, типа, надо платить, как бы, ты берешь, в приложении забиваешь, что там, типа, 5 долларов, да, подносишь телефон, к тебе Apple Pay, iPhone подносит человек другой, и оплачивает эти 5 баксов тебе, все. Это считается инновацией, а у китайцев в WeChat, это, наверное, уже последние лет 20, наверное, существует. Чувак, у них круче, у них QR-код считаешь и кидаешь бабло. У нас и в России давным-давно все гораздо круче. Да, понимаешь, никакие чьи притрагиваться не надо. Это, понимаете, когда мы рассуждаем про финтех в США, надо понимать, что мы, страна не идеальная из кучи косяков, но некоторые моменты в России сделаны на космическом уровне, и финтех, на самом деле, одна из них. Потому что, когда ты, просто когда ты смотришь... На дне проводят эксперименты, которые потом разворачивают в США. Это все Ротшильды, Дим. Спасибо за бэкотест. Когда потом в канал напишешь, я тебе дам контакты своего персонального менеджера. Спасибо большое. В ЗОГ. Я надеюсь, он рептилоидный. Ну, естественно, как и все мои. Так вот, то есть, и ты смотришь презентацию... Моргни другими глазами, да, Макс, давай. И ты смотришь презентацию Apple Card какой-нибудь, и там такой Крэг Федериги там, Тим Кук, они там вещают, что, блин, Apple Card, такая крутая штука. Кэшбэк в живых деньгах. Да. И ты такой, у меня это на Тим Кофф Бойке уже шесть лет как? Все нормально с вами? Тим, ты там как? Норм? Моргнись, тебя держат в заложниках. Это все, собственно, и есть им тех в США. То есть, ну, вот так вот, такие особенности. Ну, не знаю, там тупые выглядят прикольно, но я говорю, что я как-то не разделяю историю. Ну, это большая история для Big Tech в США, потому что фактически Apple, ну, вот одним таким фактически программным патчем во многом прикончил тот же Square. И это, ну, интересная история, если подумать. Интересно, у нас ее изобретят или нет, как думаете? О, господи! У нас давно разрешено это все-то че. Слушайте, говоря про всякие технологические истории и мировой опыт, здесь хотелось бы упомянуть, что куча сейчас стран мира на фоне того, что очень большие проблемы есть с производством чипов, очень большие проблемы есть с производством оборудования для производства чипов. Вот даже вот в такую рекурсию мы свалимся. Куча стран принимает всякие разные меры, как с этим можно бороться, кто-то монетарные, кто-то производственные, и, во-первых, палата представителей США приняла законопроект очень большой о том, что она проинвестирует 300 миллиардов долларов. Просто задумайтесь над суммой, да? 300 миллиардов долларов. Ну, это не очень много. Это сколько? Это очень много. 300 миллиардов долларов в разработку... 4 Activision Blizzard? Сколько? 5 Activision? В разработку и... Ну, это неправильное сравнение. Да. В разработку и производство чипов на территории Соединенных Штатов. Причем сейчас еще разделение средств вообще на что-что пойдет. Надо согласовать с Сенатом. Но при всем при этом, что очень важно, это все будут деньги, которые будут тратить в том числе для того, чтобы сдерживать Китай, для того, чтобы Америка была конкурентоспособной. 52 миллиарда планируют направить на разработку и производство микросхем непосредственно в США. 45 на восстановление цепи поставок и остальные деньги решат, что к чему. Но это достаточно серьезные бабки, которые, в общем-то, правительство готово тратить для своей независимости, производственной от каких-то факторов типа Тайваня. Потому что если завтра Тайвань захватит Китай и эти СМС бодро взорвут, ну, сказать, что будет задница всему миру, ничего не сказать. Примерно то же самое смекнули наши российские, в основном оборонщики, очень важно это вот через эту оптику подать, что то, что наши предпринимают, это в основном актуально для оборонки, для ракет, для истребителей, для того, где требуются чипы, но чипы достаточно устаревшие, скажем так, там, я не знаю, образца 90-х годов. И у нас в России планируют производить собственное оборудование для литографии промышленной. Причем я смотрю тут описание, которое написано на сайте, что, типа, уровень топологии 350 нанометров и там 130 нанометров, и ты такой, вспоминаешь, что у тебя процессор, который стоит в твоей консоли, 5-нанометровый. Да, но это не для твоей консоли. Окей. Но ты же понимаешь, что это не для твоей консоли, это многое сделано. Я недавно читал историю, что Pentium 4, это процессор, который был сделан в 2004 году, или там в 2005, он был 65-нанометровый. То есть Россия, как всегда, отстает лет на 15 от всего остального мира. Но это дело, дело ведь не в России. Ты же понимаешь, что эти штуки создаются для специализированных аппликаций, и что в каком-нибудь марсианском ровере до сих пор стоит процессор с 95-го года. Знаешь почему? Он устойчив к радиации. Он настолько кондовый, что радиация не позволяет ему давать ошибки. То же самое касается военной техники. В каком-нибудь истребителе пятого поколения типа Раптора или там условного Т-50 стоят працы тоже примерно на уровне 96-го года. Знаешь по какому принципу? Там нечему ломаться. Вот. И вот именно для такой техники в первую очередь создается вот эта вся история. Чтобы если завтра там какие-то терки начались с Западом или с Китаем, были какие-то вещи, чтобы печатать собственные ракеты. Ну в конце концов, мы же должны умереть в ядерном пламени пожара, Дим. Не, я не хочу умереть, я иду на пламени пожара. Можно, пожалуйста, без этой херни? Я хочу умереть тихо и мирно на там желательно какой-нибудь дорогущей проститутке. Более того, огромное количество денег сейчас тратит собственно сама Тайвань. ТСМС в три года ближайшие проинвестируют 100 миллиардов долларов, чтобы раскачать свое производство, увеличить свои мощности. И 20 миллиардов они, кстати, потратят в США. То есть они построят фабрику в Аризоне, которая будет делать чипы. И для сравнения, чтобы вы понимали, Intel заложил на все вот это свое расширение гораздо меньшие деньги, порядка 50 миллиардов. И такой гордо говорит, что вот мы сейчас тут. Ух! Ух! Но при всем при этом ТСМС, конечно, здесь лидер среди частных компаний, не корпораций, точнее, не правительств. При этом правительства тоже пытаются вкладываться активно в том же Евросоюзе. Вот буквально вчера, момента записи, Евросоюз заявил, что 43 миллиарда он заложит в траты на то, чтобы пофиксить проблему с чипами в ЕС. И что это тоже все долгосрочный план. Это примерно 50 миллиардов долларов, если что. И с Европой это, конечно, еще серьезнее, потому что фактически, если вы заметите, европейское производство электроники мертво по факту. Слушай, знаешь, к чему это приведет? К перепроизводству в определенный момент. То есть лет через пять чипы, во-первых, подешевеют, потому что явно спрос, скорее всего, снизится. Ну, мне так кажется, не знаю. Второй момент, это приведет к тому, что вот ты такой, типа производитель электроники, ты такой, купить у китайцев, купить у европейцев, купить у русских или купить у американцев. Даже не знаю, такой большой выбор. Ну, то есть, это просто очевидно, понимаешь? Это, как всегда, проблему закидывают деньгами. я не уверен, что это хорошо. Это мы, на самом деле, интересно, где мы окажемся, потому что до 2026 года примерно мы все еще будем в заднице, поскольку Sumo Corporation, это очень крупная компания, которая, собственно, является основным поставщиком, а теперь, внимание, не чипов, подложек для чипов, те самые вейферы, на которых делаются чипы, вот эти вот кремниевые подложки. Она вчера такая, вышла опять же, знаешь, так, типа, Стасян, ну ты и дебил, и сказала, а у нас до 2026 распроданы все пластины, и новых пелестей. Они говорили о том, что у них распроданы самые большие, которые 300 нанометров, или как там у них там эти штуки называются? Миллиметров, по-моему. Миллиметров, да. А те, которые поменьше, они на них не заключают долгосрочные контракты, поэтому, скорее всего, они, ну, их еще, может быть, хватит. А вот те, которые самые здоровые из 2026 раскуплены, и самое в этой истории обидное, то, что они буквально признались в том, что, чуваки, мы не можем расширить производство в этом году. То есть, в 2022 мы ничего для этого сделать не можем. Мы сделали все возможное для оптимизации существующих производственных линий, но вот дисбаланс спроса и предложения наверняка будет наблюдаться по всему ассортименту продукции и далее. И, кстати, они отчитались еще о самой рекордной прибыли, если что. У них вообще все хорошо. Я думаю, что сейчас мы поживем в кризисе, а потом чипы станут настолько дешевыми, что мы охренеем. Потому что реально будет кризис перепроизводства, потому что когда все эти мощности наконец построят, конечно, если денежки тихо не распилят, как это бывает с государственными деньгами. Те, кто выделяют деньги на строительство заводов, не факт, что собираются строить эти заводы. Да, да, то есть как бы в частных инвестициях мы уверены. То есть когда Intel говорит, что он тратит деньги, или там TSMC говорит, что тратит деньги, это в принципе понятно, да? Но когда Евросоюз, сейчас 49 миллиардов. Да, конечно, как построите, так и обсудим. Вот примерно так это работает. Но в любом случае в ближайший год не ждите никакого улучшения, потому что все хорошее, оно в процессе производства. Я, кстати, читал недавно историю о том, что начали появляться видеокарты, но не по там хорошей цене или там просто появляться. потому что вот я, например, есть такой интернет-магазин New Egg, может слышал? По-моему, в Германии. Это один из самых известных американских магазинов. Это американский магазин. Короче, я видел, что в Европе он есть, по-моему, в Германии. В Германии все через компьютер-юниверс. компьютер-юниверс. Может быть, я путаю. Но неважно. Короче, я к тому, что у них начали появляться видеокарты, а они все еще очень много стоят, прям очень дорого, но они хотя бы появились в наличии, то есть, мне интересно, с чем это связано. Может быть, это связано с тем, что крипта падала, и вайнеры перешлили покупать. На Яндекс.Маркете тоже есть карты, просто они стоят очень дорого, но они есть. Но сейчас, более того, ДНС там недавно распродавал 30-50, и у них даже остались. То есть, реально падает спрос на видеокарты из-за того, что крипта переходит на более высокий уровень сложности, и это просто невыгодно. Подожди-ка, разве не наоборот? Если ты про кругов стейк сейчас будешь говорить, давай мы не будем в эти дебри вдаваться. Давай мы не будем в это лезть. Давайте, слушайте, мы залезем в другую тему, которая касается видеокарт, а именно то, ради чего их покупают люди, которые тоже хотят зарабатывать деньги, но не на биске. Извините, что я вас прорву, я быстренько хотел сказать, что на самом деле, например, тот же самый 30-80 есть, можно купить. За полляма. Нет, 130-160 тысяч. Это дорого. Подожди, 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 где 38 за 130 тысяч? Да, куча магазинов, прям много. Найди один. Чувак, я тебе прям много наберу. И есть 150 тысяч, да, я вижу. 30-40, 35 и 160, за 132 это этот обычный гигабайт. Это гигабайт, который. Это обычный, 30-80, ее сейчас реально за 150 найти, да. Я тебе говорю, и за 130 можно найти даже, типа, она есть, ее можно купить, но 130 тысяч это все равно дохера. Вот политовская, смотри, политовская. 38 за 130 тысяч, это типа в 4 раза больше, чем она должна стоить. 133, она сейчас стоит, политовская 30-80, да. Блин, я сейчас зайду на Яндекс.Маркет, мне кажется, вы меня на ебаные. Я сейчас смотрю Яндекс.Маркет. Не смей покупать, сука, я тебя умоляю, пожалуйста, тебе не нужна эта видеокарта. Я посмотрю, блин, реально 130 тысяч, хрень. Короче, короче, слушайте, говоря про вещи, которые крутятся на видеокартах, давайте поговорим про нейросетки, потому что тут совершенно неожиданно в мир массового искусства пришли нейросети, и пришли они через сериал книга Боба Фетта, который Дим и Стимуром пока не смотрели, я его посмотрел, но я жду пока кто-то из них посмотрит, чтобы вам про него рассказать, и в одном из эпизодов там появляется, теперь внимание, очень-очень важно, если вы не смотрели сериал, если вы не хотите себе его спойлерить, пожалуйста, заткните ушки, отмотайте там на следующую тему, полностью это пропустите. Да, это не такой уж и большой спойлер. Нет, 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 мы даем вам вот, 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 все, вот, сейчас мы его рассказываем, так вот, в одном из эпизодов, в одном из эпизодов, там появляется молодой Люк Скайуокер, которого делали уже на технологии дипфейка, то есть он сделан уже не 3D-моделью, а совмещением дипфейка и 3D-модели, поэтому он выглядит очень хорошо, очень достоверно, они, кстати, наняли того фаната, который, собственно, делал дипфейк по Мандалорцу до этого. Да ты же помнишь, что кроме Мандалорца, там же была история, когда они в одном из эпизодов уже засунули этого, засунули принцессу Лею, и типа сделали 3D-шную ее, и все такие, типа, блядь, да она же такая ценная, и сделали реально дипфейк, типа, там за пару-тройку дней сделали дипфейк, все то же самое, только нормально принцессу Лею, и там получилось очень круто, и мне кажется, что там же тоже долбоебы сидят совсем уж в Индастрии Light & Magic. В IOM-то, собственно, и для предыдущего эпизода использовали нейросети, но они говорят, когда у них были сроки, и когда у них это все было, технология еще была в зародыше, и они не могли это сделать так хорошо, но они как раз наняли фанатов, которые помогали, и, собственно, сделали очень хорошо лицо, но самая странная история касается голоса Люка, то есть я посмотрел этот эпизод, и я такой, почему у Хэмилла такой странный голос, он ведь хоть и старый, он профессиональный актер озвучки, и Хэмилл может сыграть любое говно, он реально, он очень крутой актер озвучки, у него шикарный рейдж. Я напоминаю вам, что Хэмилл очень-очень-очень долгое время играл Джокера, почти везде он озвучил Джокера. Я тебе больше скажу, там были допы к Звездным Войнам, к трилоге, к старой, и там Хэмилл рассказывает, вот, значит, Фрэнк Кос сидит под озером и управляет Йода, и говорит, и он идеально голосом Йода говорит фразу, и ты такой, а нахрена он был Фрэнк Кос, у вас, в принципе, Марк Хэмилл мог его озвучивать? Так вот, в сериале его озвучивает нейросеть, и это слышно, то есть слышно, что там нет... А они обучали ее, интересно, на голосе Хэмилла. Да, естественно, на каком-то датасете из трилогии, собственно, Хэмилла, и это так странно, потому что, во-первых, результат не очень, он объективно не очень, во-вторых, вы не могли просто позвать Хэмилла, нет? Он актер озвучки. Нет, я считаю, что нет, я считаю, что он просто старый, у него голос натреснутый и ломанный. Он актер озвучки, он может быть тем голосом, которым ты его попросишь. Но он не сможет говорить своим молодым голосом. А молоди его нейросетью, хорошо, не спорю. Возьмите нейросетку, чтобы допилить человечество. Понимаешь, вот это вторая ошибка, то есть вот они дважды совершают одну и ту же ошибку, вместо того, чтобы использовать технологию для улучшения существующего, то есть, например... Они ее генерируют. Они ее генерируют, потому что ведь что такое дипфейк? Тебе все равно нужен датасет живого человека. Я тебе говорю, как человек, который делал дипфейки. Тебе нужен датасет живого человека, желательность того же ракурса и его живое лицо, чтобы оно органически натянулось на все это хозяйство, на 3D-модель или еще куда-то. И то же самое с голосом. Этот результат будет гораздо лучше, если ты скормишь ему фразу наговоренную похожим голосом. Понимаешь? А здесь генерация с нуля. И ты такой, зачем? Почему? У вселенной нет ответа на этот вопрос? Как ответы на вопрос? нахрена ху заказала новый сезон футурамы чёрт подери и кстати на самом деле по поводу футурамы я могу сказать так братан новый сезон футурамы это круто ну то есть я прям был с большим удовольствием посмотрю я понимаю что она будет очень сильно беззубый под ножа да потому что шутить они так не смогут да потому что больше шутить нельзя не просто смысле почему что если ты маленький сериал то можно если ты большой то все я построю свой луна парк с азартными своими секс-воркерс секс воркерс теперь так принято говорить и типа азартными играми не за разрешенными в некоторых штатах то есть и пока бы у нас вот так или там где мы женщинами большой социальной ответственности ты точно слушал сегмент про рогана вопросу про то что мы преувеличиваем выбрать преувеличивать димка понимаешь проблема в том что типа как опять же про шапела есть сериал типа по поводу того что димка преувеличивает вот там пишут никита что автоп дима в прошлом подкасте не верил что пользователи пойдут в суд если в бутылфилде не проведут четыре сезона а тем временем коллективный иск ушел к apple из-за эффекта желе в ipad mini это изи вообще братан там все круче там подали коллективный иск к бутылфилду верните деньги понимаешь то есть я об этом даже не думал оказывается уже даже это произошло но там прикол был в том что типа если вы петиция набрала бы 100 тысяч подписей то якобы чувак который является одним из самых крутых по адвокатов сша по коллективным искам был готов взяться за это дело и вроде как они набрали больше уже 100 тысяч подписей вот и то есть с большой долей вероятности чувак который ебал огромное количество корпораций может взяться за эту историю и может в итоге провернуть тему что все-таки рефанды будут делать вот то есть я бы не удивился я тебе не знаю мне кажется что все в этот фанатские истории то что мы уходим из игры все до свидания да как только ты выкатишь какой-нибудь новый апдейт которым ты там добавишь 7 тысяч рублей я рассчитывал что я буду играть мне весь год я в не играю весь год заплатил за игру не 7000 рублей ты заплатил за игру гораздо больше тебе есть и на пока и на консоли у меня на пока она есть не потому что я за нее заплатил я заплатил ах ты мразота получил бесплатно еще нос воротит а смысле за 7 блять ебаных тысяч ты че алло вот и я тебе просто к тому что конечно за 7 тысяч рублей но я реально рассчитывал что я буду играть в эту игру в течение всего года и то что в игру просто нереально играть как бы ну там она заебывает тебя очень быстро и она не хочет быть починенной и даже не париться а чуваки тебе берут и говорят что вы знаете ближайший патч не через три дня не через неделю через две недели через три недели а когда нибудь мы вам починили скорборд который мы изначально сами же сломали и не должны были этого делать короче а потом говорят а вы знаете вообще-то мы перенесем и это тоже куда-нибудь но это пиздец ну ты бы не стал давать коллективные из кого-то люди подают я лады короче чёрк петицию я один из тех 100 тысяч полюсских человеком ты же понимаешь что петиции никогда не работают тем более на чем мне было несложно я подписал возвращаясь к футурами ты говоришь она будет беззубая там да какая-то типа и прочее нам правильно пишут чате что вообще-то скабрезные мультики выходит вспомни соус парк вспомни там я не знаю брикклбери вспомни там еще что-то ребята вы вступили на не очень правильную территорию осознавал вы должны осознавать что есть брикклбери который открывается его мало смотрит народу а потом он закрывается ну да 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 сезонный прайм-тайм сериал который выкачивает огромное количество людей к себе или который является фронтменом для подписочного сервиса и у которого нет шанса объебаться потому что если ты делаешь маленький сериал от маленькой группы но закрыли похуй футураму так вот нельзя закрывать драки и спокойно закрыли и знаешь как и обманаты даже не алом чувак понимаешь про брикклбери у тебя на ну напишет кто-то в твиттере 125 человек да про футураму если она что-то там типа скажет не так короче напишет просто там сотни изданий и и очень много десятков тысяч людей нет другая проблема даже понимаете вопрос же в телесети который это все еще выпускает если мы говорим про миротворца миротворец выходит на hbo макс hbo макс не стесняется в принципе скандальных шоу типа эйфории например какой-нибудь это нормально для hbo и когда говорят что типа новая футурама будет запущена на hbo и такой окей возможно из-за этого что-то получится там новая футурама выйдет на netflix окей может быть из-за этого что-то получится потому что нетфликс на самом деле тоже не сильно инфорсит какие-то вещи своим креатором из-за чего вы не кстати возникают проблемы как был с шапеллом свое время вот но это этот новый сезон выйдет на холу холу это дисней ну то есть как бы о чем патурама когда-то была из-за 18 плюс она всегда была пиджи 13 она всегда шутила на остросоциальные вещи дим она всегда стебала какие-то очень так скажем странные скользкие явления в американском обществе в том числе и что-то мне кажется на холу мы не увидим шуток уровня миротворца знаешь ну так они не должны быть футураме я просто к тому что футурам это достаточно невинный детский мультик то есть там есть какое-то количество шуток для взрослых там типа не знаю смерть через сто сну да или вся вот эта прочая история но там нету прям такого супер пуперс а знаешь чего еще там нету ну джона димаджо который был бы озвучивал бендера да вот это самая странная история делал со что не успел холу анонсировать то что они вернут футураму не успели не сказать что создатель футурамы тоже к нам присоединиться то есть мы сто процентов не обосрёмся как они тут же обосрались тем что они наняли всех старых актеров кроме джона димаджо который озвучивает бендера и в общем то мне кажется это один из основных главных героев почему они якобы не договорились от о цене то есть как бы джон димаджо такой типа почесал тыковку и подумал что хотите на мне еще раз денег заработать ну давайте там будет мне платить не 100 тысяч долларов а 250 а в хулу почесали знаешь тыковку и такие подумали что у у нас 250 идет только на одну серию как бы бюджет или вообще на весь сезон а давай-ка ты джон димаджо просто нахрен пойдешь мы наймем знаешь кого мы наймем мир и сеть нет мир и сеть которая будет озвучивать понял и не рассеть будет нормально говорить как раз нормально тем голосом которым должен разговаривать робот а не ты вот этим со своими этими переигрываниями потому что я напоминаю что джон димаджо известен тем что он очень смешно смеется помнишь как он смеется слышите я могу сказать что я помню джон димаджо первую очередь даже не по бендеру а по джейка в адвенчер тайм за я его запомнил как марку с филипс сует да похуй на него вообще понимаешь а вот а вот джейк он был очень крутой нет димаджо вообще очень классный актер озвучки он вообще один из ветеранов этой всей истории потому что вокруг димаджо ну очень очень много всяких интересных историй он же не только известен по футурами по мультикам он же в том числе озвучил кучу игр они чуну ну помимо гирзов города помимо гирзов он в этом в какого-то в 24 он озвучивает если что это оружие некоторых башни нет на самом деле просто я к тому что он озвучивает ну помимо маркуса феникса он еще озвучивает брутов халат многие брут это его голос он же не всегда на первых ролях поступает но он чувствует в куче игр как любой актер озвучки по большому счету пустись забыть смотри уже другой шел какой бля вы в курсе что он даже фан-фан-десять да он ваку там озвучивает идите маха прикинь я тут открыл википедии узнал что касса джон димаджо озвучивал в якуде кого-то я такой в смысле там же на японском все озвучивание локализации у первой части было локализации на марк хэмилл нет по моему озвучивал мадзиму димаджо файл фэнтези 7 ремейки он озвучивал хайдеггера хайдеггера дальше идем короче халло ворс 2 он озвучивал а 3 окса хуй знает но он он говорит за брутов во всей серии соответственно дальше двигаемся в дэстони он озвучивал банши 44 я только что это сказал да и короче дальше идем star wars the old republic то есть тор он озвучил ника кара а вот дальше идем короче валькирия хрониклс 2 он озвучивал drill инструктора мне нравится как ты игнорируешь эти игры в которых он большую часть времени озвучил the band 10 омниверс омниверс 2 10 galaxy racing 10 ultimate alien был 10 alien force потому что фильм озвучивает так далее тому подобное понимаешь то есть такое короче я могу сказать так футурама без димаджо это конечно будет ну я бы сказал провал но с другой стороны раз уж нейросеть смогла озвучить марка хэмилу почему она не может озвучить джон димаджо мне кажется ну нормально довольно нормально нет и более это робот ну кому ну робот же ну ладно короче в общем так или иначе мы посмотрим чем что себя будет представлять футурама новая она выйдет я думаю где-то через годик через полтора как бы ну в любом случае это подождем и сделаем вода торже тем временем мол детально звездам 300 рублей за строк от записывать подкаст на пять часов я слушаю на телефоне каждый по чуть-чуть девушка которая живет со мной каждый день я слышу эти голоса такое ощущение что эти трое живут вместе с нами со мной может уже позвольте и так будете болтать по скрипту можно подумать над новым тиром на патреоне спасибо за подкаст какой ты хочешь новый тир я просто не очень понимаю ком тире идет речь дир на 50 долларов чтобы твой парень нас не слушал окей ладно цыгали не заезд на 224 рубля возможно такой закон и есть это по поводу денег в сша но в реальной жизни эти на руках меньше десяти тысяч то всем пофигу летал на самолете с четырьмя тысячами долларов и вопрос ни у кого не возникло ну а статистика показывает обратно и вот потому что я думаю что еще очень сильно зависит от того что ты в самолете летела если ты шел по улице и ты находился бы в неблагополучном квартале то скорее всего с большой довольно распространенная тема к сожалению с сша и если конкретно у тебя не возникало с этим никаких проблем это не значит что их не возникало у других людей потому что и таких случаев тысячи и их очень много совсем увезло братан артем федоров со струбля мужики привет передайте привет моей жене леночки что ведь тоже было интересно вас смотреть всем здоровья леночка привет привет тебе мир и сеть которая озвучивает мразь занесла нам 100 рублей не такая уж и мразь отлично слушайте ну и под конец давайте вот этих всех новостных наших историй чуть-чуть поговорим про видеоигры тут помните как огромное количество фанатов xbox в твиттере и во всех социальных сетях во всех форумах писал о том что ну все понятно короче клубе уберут playstation но все последние дни доживайте ребят играете в самые хуёвые call of duty а дальше все у нас у нас будет монополия на колду да да но все равно нахрена покупать call of duty чтобы делать ее на playstation ну это же практически знаете практически как вот сериал netflix выпустить типа еще на hbo ну зачем же это делать ну это же тупо короче вот говорили люди ну и тут приходит фил и буквально этим всем людям вываливает огромную кахаху на голову и говорит о том что типа ребят вы знаете я соглашусь с ребятами завтра канала не финифил приходит приходит президент майкро буквально президент microsoft как в том меме здравствуйте я президент с ребятами завтра каста короче президент microsoft а здесь написано что это любит брэд смит почему не статья сочи тогда кто называют статья силу статья как бы босс всего этого выдавили а понимаешь а президент это человек который следит за его текущей деятельности я смотрю президент является такой типа почти номинальной должностью а сила это это реальный управляющий директора то есть типа тот кто реально принимает конкретные стратегические управленческие решения а президент выполняет такую более как бы типа диван красивый короче я понял как президент германии например то же самое ну типа того да там есть канцлера из президента ну да ну просто ты что-то да ну принадлежь самый как типа в россии есть не было я был где президентом германии при ангеле меркель то так а кто президент за фракасту я даже не знаю я знаю кто президент story cast в любом случае в общем пришли и сказали что ребят так и так короче никаких игр мы не будем убирать с других платформ вообще-то на самом деле мы хотим принести еще больше игр активижен были другие платформы в том числе мы думаем о том что принести наконец-то call of duty на свитч вот потому что типа наша задача love duty как рассказать вообще в принципе про игрок тяжелый да ну как бы все остальные там есть там есть overwatch там есть диабло и 3 и 2 диабло на секундочку поэтому каких еще играх может идти речь а крыш а крыша крыш тоже есть да то есть это именно голды касается причем я мне кажется это порт под мобайл данном случае они большая номерная фиг знает учитывая что типа потенциально мы можем взять очень сильно урезать какую-нибудь игру love duty запустите в 30 fps типа в 320p как бы вполне можно как бы мне кажется и на свече да и ты знаешь и после того как microsoft это а причем microsoft от сначала сказала в письме где еще все пытались юлить на тему формулировок после этого президент microsoft пришел на msnbc это канал на свой и просто прямым текстом сказал да цель нашего бизнеса зарабатывать деньги чтобы зарабатывать деньги надо выходить на большем количестве платформ поэтому мы ничего ниоткуда убирать не собираемся и расцениваем эту покупку как покупку маджанг когда мы купили студию майнкрафта и майнкрафт выходит на всем и любому тюге да да и ты знаешь и я просто ребятам скидал до этого есть такие идейные консольные воины в твиттере которых кстати бережно арон гринберг поддерживает это такая карманная армия у них там просто suicide watch начался свой сли ну смысл я играл на иксбоксе чуть ли там я не знаю я видел я такое видела сони любовь когда знаешь когда люди говорила еще тогда когда без тренинг опустили на пока даже не до стрелинка про анчартов бомбили и бомбили по поводу horizon zero dawn zero до изгона продать надо цене всем было наплевать а вот про как только речь зашла про эксклюзивы прямо эксклюзивные прям совсем-совсем типу что я купил playstation 4 не для того чтобы покори в нее играли это тоже было смешно а здесь примерно то же самое эти такой парни мы же сказали вам это еще пару выпусков назад подожди-ка завтра кассы же долбоеба поэтому там рахи и марио суне боев горит горит типа на самом деле мне понравился подход microsoft к созданию нового upstore а ну по сути это был такой пинок в сторону apple а в первую очередь то есть как бы что написали microsoft что у нас есть как определенное количество принципов по которым мы будем строить политику нового upstore на xbox и правда не все получится реализовать пока что нет они нет они прямо они даже не пока что прямо очень четко они сказали что это закрытая платформа закрытая платформа так как бизнес-модели подразумевает что мы продаем консоли все в убыток сто процентов и отбиваем эти деньги за счет продажи софта поэтому бизнес-модель типа не может существовать таким образом типа что мы не зарабатываем денег типа с комиссии со всех этих дел поэтому все что мы так что написали это все как хорошо но как звонок не для их бокса да да и короче какие у них принципы во первых качество значит секьюрность приватность и так далее то есть мы там будем проверять чтобы все наши замечательные приложения которые выкладывают разработчики отвечали там принципам там ничего не воровали у бедных пользователей и так и тому подобное значит что мы свои собственные приложения будем выкладывать на основе этих же принципов и не будем получать какого-либо преимущества приобретировать их там в поиске не надо или выкладывать там в рекла рекламные там не знаю баннеры и прочее чтобы этого всего не было дальше мы не собираемся там ранг накручивать нашим приложением и так далее у нас будут довольно четкие прозрачные условия такой честной игры до в контексте нашего стора нашел обстоят да и надо понимать что со всеми этими инициативами microsoft вышли сами сорвав себя рубаху и все-таки подумали а а в общем-то руководством к действию такому инициативному microsoft у выступила новость которая буквально за день до этого всего пришла о том что арма nvidia полностью сворачивают сделку между собой что arm получает полтора миллиарда долларов компенсации выходит на американскую биржу и nvidia к сожалению уходит из этой истории ни с чем потому что антимонопольщики по всему миру признали эту сделку в общем-то опасной для конкуренции и и чтобы вы понимали сейчас сделка по поглощению активижен blizzard находится не только у департамента юстиции сша но и у федеральной торговой комиссии на рассмотрение а федеральная торговая комиссия неделю назад сказала что она полностью меняет свое ревью то как они будут рассматривать сделки биг теха и они будут смотреть не на объем рынка а на потенциальный рост больших гигантов чтобы они не становились еще больше более того помимо того что активижен blizzard надо получить одобрение сша еще в 14 других странах это тоже надо сделать потому что там находятся филиалы и как мы видим по всем предыдущим темам нашего выпуска что мы обсуждали давка она становится гораздо крепче то есть скушать бесежду год назад было гораздо проще чем это сейчас сделать с активижен blizzard и microsoft сейчас выходит и говорит не 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 пацаны все будет хорошо все будет замечательно мы все сделаем в лучшем виде пожалуйста не бейте вот примерно так это я кстати знаешь какой-то я читал по поводу всех этих поглощений и прочего и прочей истории что типа компании которые имеют сейчас огромное количество наличных резко ломанулись тратить эти деньги хоть на что-то потому что они все боятся что все сожрет налоги все сожрет инфляции все сожрет падение их самых акций и индексов там какого-нибудь доу джонс и тип того то есть задача даже не то чтобы произвести поглощение задача потратить бабло пока она есть ну то есть вот такая история мне интересно окей microsoft там попыталась потратить 70 миллиардов долларов да там плюс-минус sony там потратила какое-то количество там миллиардов долларов а чё apple-то молчит почему apple не пойдет у них же огромное количество налога она у них есть они его не тратит ну то есть это тратят только очень аккуратненько они покупают кучу компании они покупают кучу мелких стартапов или состоявшихся типа real sense они его купили по-моему за несколько миллиардов долларов это израильский стартап на основе которого работает face id это чуваки которые придумали кинект то есть в данном случае огромное количество димка делают с линии поглощений вот и я думаю что они сейчас будут эти деньги еще вкладывать в рнд учитывая что у них скоро запуск метаверса и виртуальной реальности и машины понимаешь поэтому я думаю что они там сейчас будут активно вкладывать просто возвращаясь к макрософту вся вот эта история про то что у нас будет открытый замечательный store мне порадовала внизу приписочка что типа знаешь на xbox мы сможем сделать только первые 7 пунктов а оставшиеся типа пункты сделать не можем и это какие пункты альтернативная оплата альтернативная оплата внутри платежи внутри приложений которые не через нас идут ну и так далее того подобное то есть ты как бы против apple но не против про но как только тебе надо продавать свою железку ты уже apple да это очень забавно потому что все говорят что блин это очень крутой шаг microsoft они реально там типа ну поставили правила игры как они должны быть это все конечно замечательно но эти же компании существует то чтобы зарабатывать деньги да и поэтому они будут зарабатывать деньги выпускать игры на всем дим про это в основном и речь слушайте ну и говоря про microsoft грех не поговорить про sony sony очень интересный анонс сделали на этой неделе в контексте гран-туризма правда но у нас ситуация когда по моему впервые в истории видео играть более популярная видео игра оказалась на обложке журнала мейчур чтобы вы понимали журнал нейчур это не журнал game informer и не журнал forbes это научное издание с профессиональным корпусом рецензентов и чтобы просто ваш материал попал на рецензию нейчур не говоря уже о том что вышел там вам надо пройти семь кругов академического ада после этого вам надо еще доказать что вы не верблюд и тогда вас возьмут журнал а чтобы вас взяли еще и на обложку вы можете после этого всю свою академическую карьеру ссылаться на эту обложку и вам будут давать места лучших универах мира я не шучу я просто имел опыт с публикационной активностью два месяца назад это конечно очень странный интересный мир академия я кстати читал вот эти вот ревью на то что написала sony и поскольку текст самого исследования он закрыт за пейволом я не могу его посмотреть но ты можешь почитать чё пишут по этому поводу рецензенты и там здоровенная pdf-ка на по моему страниц 150 где они переписываются как раз с рецензентами и рецензент пишет а я не понимаю смысла этого исследования то есть на хрена но нужно ну то есть мне кажется что она не достойна публикации типа в нейчер дальше мотаешь там типа комментарии и сани тех чуваков которые этим всем занимаются они такие типа ну вообще знаете мы считаем что и дальше расписано на шести страницах до такая пожаловать не академия она не просто отборнейшая чушь она написана таким языком что я раз шесть перечитал и так и не понял что они имели это это академический язык в академии правило знаешь такой тебе надо им писать иначе тебя не будет принимать всерьез но суть в чем в полифоне digital и sony и а это подразделение которое занимается искусным интеллектом написали искусственный интеллект теперь внимание который не только способен гоняться на машине и обгонять реальных гонщиков то есть вести настоящую борьбу динамически выбирать стратегию не по заранее заданным каким-то вещам а генерировать стратегию по ходу гонки как живой водитель кстати ошибаться тоже вот это искусственный интеллект который сам обучается в процессе гонок с живыми игроками то есть это не и который там типа ты обучал 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 а потом его закинул а это искусственный интеллект который у него есть ряд целей ну типа цель там значит поставить лучшее время круга это еще супер упрощаю я потому что видел pdf с этой работой через доступ к универу значит цель типа достичь таких-то результатов гонки таки это открытые цели это так называемый reinforced deep learning это когда модель кидают просто на трек и говорят а вот теперь крутись как хочешь и она таким образом сама обучилась до такой степени что она мало того что способны гоняться это уже очень круто чтобы чтобы вы понимали искусственному интеллекту в отличие от self-driving где все спокойно и на улице надо принимать решение моментально стратегии надо выбирать моментально менять их на лету и генерировать их на лету эта модель сама обучилась до уровня топ-10 гонщиков в гран-туризма и она обходила чемпиона в гран-туризма спорт в киберспортивных киберкатлет и делала это достаточно агрессивный плюс-минус в рамках правил теперь надо понимать какое-то ну помимо того что в каком-то виде эту технологию она называется жить и софи и и добавят в игру софи потому что software это типа от слова software софи это очень большой большой подспорье для софт-драйвинга который прежде чем выехать на улице должен будет тренироваться в виртуальном мире и вот такие модели позволят нейронки натренировать гораздо эффективнее на какие-то резкие быстрые действия которые должны спасти жизнь там водителю или должны наоборот правильно работать на городской улице потому что прежде чем поставить искусственный интеллект настоящую машину тебе надо обучить его на виртуальном тренажере вот интересно ну там же гоночные треки там же не как никакой разметки нету но именно именно поэтому эта модель очень цена на она у нее входным входными данными служит компьютерное зрение то есть она реально видит вот этот виртуальный трек и видит ага вот здесь предел трассы ага это машина противника ага у нее такая-то траектория ага я могу выбрать такую-то траекторию и она это все делает на лету и до уровня топ-10 гонщиков вот эта модель софи обучилась буквально за несколько часов за несколько часов заездов и поэтому эта штука находится на обложке нейчера потому что это такой искусственный интеллект который способен принимать решение сам и при этом быстро самообучаться это очень академическая история в игре скорее всего эта штука будет естественно попроще чтобы ну потому что никто не хочет гоняться или вообще там не будет нет она будет и они уже сказали что апдейтом gt7 они ее добавят но на практике это на самом деле даже с игровой точки зрения решит на самом ну одну из главных проблем виртуальных гонок то что если ты хочешь сделать противника интересным это скажет вам любой программист который работает с гоночными играми с ними говорил в свое время то он должен либо читерить тот самый знаменитый кетчуп тот самый знаменитый ребербандинг когда у вас машина искусственный интеллект и не подчиняется законам физики иначе она не догонит игрока или наоборот у вас очень аккуратный честный искусственный интеллект как в гран-туризма спорта и его можно объезжать как пенсионера потому что в принципе не способен бороться без читов вот этот искусственный интеллект даже упрощенным виде будет составлять какую-то конкуренцию это интересно от до селф-драйвинга он гораздо гораздо более полезен чем для игры поэтому у нас обложка журнала nature с видеоигрой вот так мы до этого дожди довольно интересно в этом плане история заключается в том что вообще есть такое понятие в самообучении искусственного интеллекта в заявить ну типа условные алгоритмы нейросетей в зависимости от области того ну там это может быть там предсказание погоды там 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 селф-драйвинг все что угодно да есть такая вещь как сдвиг распределения данных так называемый и сдвиг распределение данных заключается в том что типа у тебя есть определенный датасет которым ты обучался и когда ты начинаешь сталкиваться с ситуациями которые не входят в этот датасет и просто алгоритм на них ну он не был обучен для того чтобы столкнуться с такой ситуацией и что-то с ней сделать у у тебя до должны быть некоторые так скажем типа специальные рычаги для вот этого этого алгоритма который позволит ему довольно быстро переключиться и правильно взаимодействовать с нетипичной необычной ситуацией где он поймет как ему поступать потому что мы например в нашем подкасте мама я в стартапе в последнем выпуске который был не так давно к нам как раз приходили ребята из беспилотного подразделения яндекса вот и по сути глава разработки этого подразделения рассказывал нам о том как они обучают эти самые свои автомобили датасеты как какие у нас там типа технологии используются и так далее так далее так далее и смысл в том что они тоже сталкиваются с большим количеством типичных ситуаций например ты обучаешь автомобиль обучаешь обучаешь а потом у тебя внезапно лидеры не могут распознавать информацию сквозь снег ну это типа как бы или где-нибудь тебя в калифорнии например тебя обучают автомобиль обучают 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 ну условный apple кар или клон теслу да и вот эти от тесла автопайлот ты короче засовываешь ее там в подмосковье а там хуяк и снег да она вообще не знает что такое снег она вообще не одупляет до эту конца потому что ее не обучали на том что вообще бывает снег вот это тот самый сдвиг распределения данных вот и как бы хорошие алгоритмы делаются таким образом чтобы действительно у тебя был некий такой сейф рычаг который позволяет тебе правильно с реагировать или обучиться быстро на вот этом изменении данных вот как бы или соответственно как бы потихоньку ты все-таки обучаешь так вот мне кажется что вот эта история с гран-туризма как раз это и есть такой огромный жирный большой рычаг того как обучить твою селф-драйвинг модель тому как ведут себя быстрым изменением ебучие водители на трассе или как мать очень резко выскакивают резко едут короче на больших скоростях типа резко тормозят вот тебя занесло короче то есть нетипичное вот это вождение на эти 40 километров в час в пробке где-нибудь в центре вашингтона а когда у тебя реально на трассе какой-то хуй тебя подрезают короче как как с этим вообще быть в общем да суть именно в том что софи в отличие от других алгоритмов почему она на обложке nature это супер быстро реагирующий самообучающийся и вот в чем собственно главное его достижение и для софт-драйвинга это ну ближайшие пять лет эта технология будет улучшаться имплементироваться но это очень большой шаг вперед и поэтому мы имеем игру на обложке в общем-то крупного научного журнала первым дракон зависитом 450 рублей сливают энген донаты пока их нет спасибо спасибо да 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 все больше нет ну тогда у нас очередная наша рубрика замечательно завтра к смотрят вот в этот раз и мы из-за чего соответственно перенесли на день запись подкаста потому что посмотреть было много чего если да мы из-за этого хотели в общем-то да очень много чего показали очень много чего представили в том числе довольно интересно то что показали наконец-то спустя огромное количество времени после анонса то что все-таки все-таки в итоге делают и более-менее нормальном виде не просто делают а скоро выйдет в общем-то ульфа монгас 2 причем выйдет она в 2023 году через год и что самое внезапно события игры происходит спустя полтора года после первой игры а игра выходит спустя 10 лет после первой игры да причем ровно 10 лет чтобы вы понимали я на кстати сменил движок ты видел что вам теперь анри ленджин да и там я я скажу так что типа вообще несмотря на то что они сохранили такой вот этот немножко ебливый местами с лошадин а выглядит круто а ты видел как там в конце страшила и железный дровосек а девочка которая сидит на диване или или как ее там звали да да или татошка не-не-не-не-не-не звали не или звали дороти до верен да потому что это волшебник из страны ос а не волшебник из народного горда хорошо потому что волшебники из народного горда в лаэли да это дороти это дороти просто забавно и я могу сказать так конечно во первых показали то что бигби теперь имеет проблемы с бедой с башкой с бедой с башкой да у которого типа явно проблемы с гневом и самоконтролем также кстати показали как актеры озвучки вернулись к своим ролям и там есть актриса озвучки белоснежки я вот честно сказать не помню а мне казалось что она умерла разве нет первую часть я не знаю я немного объясню что фэйблс фэйблс кончается happily ever after для них если что серьезно так что смысл самый сам комикс или про что-то да да сам фэйблс я его просто читал не ну мне кажется здесь же как сказать нет здесь пересказ своеобразно не то чтобы пересказ но все равно они в принципе конвой комикса придерживается так что никуда она не денется не волнуйся она ключевой персонаж который связывает почти все арки комикс так короче по поводу белоснежки озвучивает эрин и вент и вроде как она все жива не могу не про актрису озвучки мы про белоснежку так это есть открытка 3 созвучки белоснежки мы про самого персонажа в данном случае а да не не димка там все все там все хорошо было какой-то не с ней завязана самая эпичная арка комикса и она под плод армором толщиной вот кирпич слушайте еще один классный ролик который вы скоро увидите на наших стримах когда это игра выйдет это наконец то есть вот так и не сказали типа вам понравился трейлер то он прикольный он интригующий я очень понравился если вы не смотрели пожалуйста посмотрите потому что он действительно классно поставлен и в отличие от предыдущего в ульфа монгаса который был местами немножко рубленный такой типа и сделан прям видно что на коленке вот как многие игры telltale где анимации были не очень вот дарати прикольный разговоры прикольные а вот анимации не очень здесь он рил им очень помог здесь прям видно что они за десять лет они сильно выросли прям брата их не было десять лет ну ты чего о чем ты говоришь ну чувак там типа команда из telltale и целая пачка других людей вернула понимаешь она умерла ты чё ее возродили и возродили потом но просто как бы не было этих десяти лет они игру делают последние два года чувак экспертиза то у людей выросла на десять лет я в этом не уверен что-то люди выросла экспертиза не стали круче вот все так что короче ждем амогуса что еще мы ждем ну по крайней мере я по крайней мере очень жду этот наконец-то показали разработчики евротрак симулятора 2 дополнение heart of russia они показали 20 минут того как собственно вы везете груз из вязьмы в калугу и я должен сказать что да конечно любительские моды которые у нас на стримах всякие русмап и прочие южные регионы это конечно здорово но тут видно что это делали профессиональные разработчики господи сколько же души тебе в ебало летит а это прям прям ухо ты знаешь многоэтажки эти эти деревеньки эти странные повороты остановочки очень-очень душевно так что если вы хотите вообще какой регион там будет европейская часть россии она будет начинаться примерно по моему от ярославля и заканчиваться она будет казанью то есть москва естественно весь европейский москва потом будет именно или московской области москва и московской области тоже интересно как они представляют себе дальнобойщиков москве просто мне мне не на самом деле интересно как они это из отобразят но я по крайней мере знаю что жители калуги у меня есть пара знакомых оттуда говорят что в принципе да похоже на калугу так то то есть понятно все очень ужата но тем не менее heart of rush пока не имеет дату релиза но даже если вы не играете аккуратно ждите мы постримом в первый день я хотел сказать что я вообще довольно плохо отношусь к играм из пик лоджи потому что чтобы я не пробовал чтобы не смотрел об не нравилось вот но их новая игра которая называется помни внезапно выглядит довольно прикольно когда они показали самый самый первый трейлер он мне тоже показался довольно приятным сейчас уже по сути почти что релиз на трейлера потому что игра выходит совсем скоро и это такая типичная индюшатина где ты симулятор ходьбы ходишь общаясь с людьми переживаешь такие истории мне очень нравится мне очень наоборот как раз понравился я люблю такой вот стиль где типа у тебя больше фокус на не на лицо не на мимику типа она как был антураж на персонажа чего не делать типа ля райма инсайда там и так далее так далее я люблю такие вот и мне очень понравился трейлера поэтому я аккуратненько жду если вдруг это не будет как это сраная дрочильня или там какой-то супер заумный сюжет типа аля мора братан я ловский там всегда за умный сюжет там даже в тук-туке навернули помнишь игру тук 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 на окна нет нет хорошо что не помнишь я выглядит она как минимум любопытно надо будет потом я аккуратненько жду и прям вот она уже вышла она уже вышла дожди я думаю что она прям совсем скоро выходит вот она уже вышла ну все короче пойду куплю стиме и мы посмотрели трейлер замечательного doom slayer light year вот семейной версии дума вот если вы вдруг думали что редкон персонажей это удел игр в основном это не редкон ты же в курсе что это спин-офф это не продолжение это приквел это не приквел это не приквел это не спин-офф это типа просто айпи основанный на персонажах истории игрушек не совсем так это просто смотри в истории игрушек есть игрушка которая основана на этом фильме да 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 понял так вот то есть это фильм по которому сделана игрушка грубо говоря так и не понял да я я все еще не было все я по а теперь я смотрит художественный фильм про некого космонавта который там путешествует хер пойми куда и так далее и по этому фильму сделали игрушку этого космонавта эта игрушка это баз лайтнер и вот флисовый игрушек понимаешь это мета комментарий тимур ну хорошо это не nft короче но трейлер классный трейлер классный я могу сказать что у айтир это первый трейлер пиксара за долгое время от которого нет ощущения что если у евреев есть чувства я бы сказал что это первый наверное трейлер который меня заинтересовал мне захотелось посмотреть мультик потому что у меня вот как бы тимур там не хвалил эльканта или как там это назывался да у меня нет вообще никакого желания ее смотреть не просто насрать на это смотри нканта хорошая может быть и хорошие но желание смотреть нету потому что я смотрю про и мне как-то наплевать смотришь на этого база блин а вот интересно что там такое наснимали а в чем сюжет а в чем прикол как это посмотреть короче я прямо заинтригован мне вот хочется по это это увидеть скажем так вот поэтому я с осторожно с осторожным таким рвением жду скажем так уж а я что-то как-то посмотрел эти честно скажу что трейлер мне не зацепил вот хотя инкантами я тоже не зацеплял но в итоге сам себе мультик понравился может быть из база за бот базе базам light year у меня тоже будет примерно такое ощущение когда типа ну так трейлер что-то типа сам себе мультик прикольный то что нас наверное всех немножечко но не то что удивило но мне кажется мы все согласимся что очень круто выглядит трейлер новый трейлер атоме карта игры которые все думали что ее отменят что и вообще не будет что она утонет в девелпен хеле а тут говорят что типа она не то что будет она выйдет в этом году мы конечно не верим вот но если выйдет давайте давайте мы будем скорее ставки на ее перенос принимать то есть как первое что я скажу что в игре показали такое количество локаций врагов анимации сюжета персонажей и так далее что она реально выглядит как нечто что ну как бы способно выйти до что она уже почти готовый продукт как бы действительно у меня там смутило меня там очень сильно смутил липсинг и мимика и в основном потому что мы видим обычно это наоборот объясню объясню то есть обычно мы видим когда играем в локализацию игры что-то странное творится с мимикой потому что face capture записано английском а здесь обратная ситуация здесь face capture сделан на русском и поэтому он вообще не клеится с английской я смотрел и так и другой трейдер я могу сказать что русская озвучка говно что английская озвучка говно такое что вообще у меня сложилось впечатление что трейлер был записан отдельно от наложенных на него звуков может умножить как бы не взяли кусок игры знаешь там типа со звуками которые в игре происходят благодаря игровому движку а просто взяли на там премьер или там автор эффекции на него нафигачили звуков вот здесь персонаж должен ударить здесь будет звук монтировки вот здесь персонаж должен попрыгнуть здесь будет звук прыжка и тогда то подобное то есть это очень странно и второй момент который в конце увидели как они дату анонсировали очень берега очень гринжо да такая типа когда же когда же когда же в 2022 до когда же когда же когда же бри в сентябре напоминаю что что в октябре в ноябре дим в декабре это по-татарски один да ну класс да я думаю что это может значить я думаю что ну что она просто через год выйдет надо загадывать декабрь пацану я вершал декабрь и 2023 не они уже обещали тысяч 22 в апреле в сталкер поиграем обязательно ах да в любом случае атоме карт выглядит очень круто я могу сказать что он действительно аккуратно следник биошока духовные и местами классные персонажи классные враги я сегодня когда смотрел такую думаю нихрена ся не там придумали ну конечно если вдруг нас слушает ребята из монфиш ребят я просто снимаю шляпу перед вами в плане дизайна как бы там врагов локации там того сего но это просто мое увлажнение очень круто вот где то как бы ну то есть прям прям реально классно как бы я думаю что если игра выйдет хорошей это будет потенциальная возможность для того чтобы огромное количество народу в нее поиграла со всего мира и внезапно скажу нихрена себе там типа русские зафигачили у меня есть подозрение что игра будет с визуальной точки зрения прикольным то есть там вот эти все как кризис нет я имею ввиду даже не графон арт красивый а геймплей будет говно я практически очень важный breaking just in тут чуваки на проба постере этого властелин и колец подняли saturation той saturation подняли короче exposure это как ее звать на выдержку так вот у принцессы у принцессы гномов есть борода просто ее так зафотошопили что и не видно все я снимаю свои претензии все все ладно пусть я возвращаясь к тому что мы смотрели самым наверное большим сборником трейлеров о которых стоит поговорить на неделе стал не дэнт директ который абсолютно неожиданно появился абсолютно неожиданно навалил кучу годноты и свалил в закат я за это минку очень уважаю знаете она не просто просто проводится можно вопрос а что для тебя здесь годнота вот серьезно ну как минимум xinoblade chronicles 3 почему нет это очень большая крупная игра ты понимаешь что ты понимаешь что на самом деле дим как бы годнота надо все-таки рассматривать с объективной точки зрения не глаза смотрящего да я понял окей не в глазах смотрящего в целом типа как бы вот индустрии до что для индустрии типа является крупной крутой игроки на будет chronicles 3 да да это действительно крупный крутой проект которого много людей будет ждать огромное количество людей купит поиграет и так далее как бы поверь мне в нее поиграет раз в миллион раз больше чем в рабли рейдерс репаблика вот который ты говорил что дни не такая плохая игра тимур ну что ты вот и как бы смотри например дальше мы можем сколько угодно говорить про мусо сраные мусо просто игры которые делает кое текмо они делают очередную игру по франшизе нинтендо до этого не делали если помните хайруль вору вориорс по зельде который внезапно тоже докупил дохера народа вот fire emblem warriors а это не стратежка этому соу этому соу этому со где-то где перед тобой пять триллионов одинаковых врагов да и ты короче одного удара типа тысячу врагов вторую сто врагов еще 200 еще 500 короче там и так далее и тебе ну и ты как бы по сути просто вот такой стиль игры где ты на равнине с очень херовыми локациями сражаешься с огромным миллионом врагов но зельда в этом плане хайруль вориорс показали что типа можно еще туда писать вообще сюжет с официальной поддержкой нинтендо которые тебе помогут дадут тебе еще заставочки сделать вот это все короче и в принципе у тебя получится неплохая игра если ты интересуешься всей этой вселенной а потом ты страдаешь от геймплея вот и здесь я думаю что будет примерно то же самое в эмблем вориорс это будет тоже типа если тебе нравится сюжет нравится персонажи короче что такой поиграл не будешь страдать от геймплея да будешь страдать от геймплея слушайте еще очень прикольно дропнули несколько при классных third party игр во первых на свече выйдет ноу-мэн-скай как а летом не понимаю он даже на 22 он будет тормозить на свече не волнуйся и они показали портал портал компейнен коллекшн там обе части будут причем обещают кооп и вот это по-моему очень классно потому что честно портал конечно звучит прикольно но если бы знаете если бы вальф вышел half-life 2 pocket edition я такой так срочно племянника давай мой свеч говно то есть как бы это было просто моментально солд или знаешь тупо orange box orange box 2 half-life и блокмесса на свече и ты такой все я с этой консоли никогда не расстанусь примерно с удовольствием купил просто тем более что он вышел на xbox 360 просто да это игра которой мы знаем что отлично запустится на свече да да я как я удивлю что не до сих пор ее не как раз кстати одна одно из косвенных доказательств этого стала нонс force андриста первого на свеч который тоже выходил на xbox 360 и на пустыше внутри да еще одной такой игрой которая царпать и было сюрпризом который кстати было в утечке nvidia это ремастер хрома кросса ну тут есть тут есть какой момент связан с тем что во первых она выйдет вообще везде вот это первое а второе но это даже не то что ремастера знаете помните мы вам рассказывали про замечательные наверное самый крутой на свете вообще эмулятор playstation 1 который называется duck station ну утка и станция и вот и duck station это настолько охренительный эмулятор который кроме обычной просто тупо эмуляции позволяет тебе исправлять геометрию и запускать в нативном разрешении игры playstation 1 да у тебя будут херовые текстуры потому что они создавались типа под игру который идет там условно в 320 по этом но у тебя в целом ты можно про оставить пиксельные текстуры но геометрию все сделать нормально тогда выглядит окей и плюс там есть куча всяких хаков куча-куча всего это очень круто и так хочу чтобы они насмотрелись на то как типа о чё так можно было вот и просто взяли и примерно то же самое сделали как бы с соответственно в хронокроссом и у меня есть смутные подозрения они прям у меня на некоторых кадрах это у меня прям вообще я прям тут же понял что так и есть они нейросетями явно бэкграунды короче выправляли вот потому что там есть некоторые такие прям всратые обскелинутые прям нейросетевые вот эти бэкграунды которые выглядят прямо отстойно вот но лучше чем оригинал как бы потому что типа в оригинале не были супер пиксельные вот единственное что меня больше всего убило это то что блин ребят но если уж мы видос прихода поезда 1860 года из 10 неровных фпс умудрились превратить в 60 фпс 4к ну уж фмв ролики-то блин с заставки-то уж можно было подтянуть до 60 фпс ну хотя бы до 30 ну кому сквар если вы смотрите смотрите у нас есть один товарищ он наш немного с ведущей мы можем дать его контакты он вам сделает классно он взял в 4к 30 фпс легко вообще 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 легко еще один трейлер вообще самый мемный на самом деле с этой презентации это трейлер кирби the forgotten land это то самое где создатели игры про кирби вдохновлялись у вас у вас вот поэтому у них игра происходит в постапокалипсисе и там короче говоря кирби жрет машину так он полностью сжирает машину и это розовая машина на которую натянут кирби это стало мемом что кирби пожирает все знаешь там типа я не буду тебе nsv мемы рассказывать но там знаешь там кирби жрет богатой фантазии сажать кирби да сверху на него слушайте из других сорт-партии игры очень крутых и мне очень я просто был исчез на восторге от того что они анонсировали ремастеры настоящие ремастеры по сути даже ремейки такие первые вторую клон оа который выходил на playstation и она выйдет везде кстати она тоже везде выйдет как бы но все равно это хороший классный клевый платформер такой добрый детский который классно переделали они классно переделали таким образом что она действительно выглядит свежо вот при том что это реально первая вторая игра я прям момент когда там прямо клон оа ходит по некоторым частям локаций и дугу были да я же это играл прям вот здесь да вот прямо тут я пробовал на этом месте я бросил ее киром собачьем ну это на самом деле все равно считаю что это очень круто вот что они это показали что они это это тот анонс из разряда типа блин это очень круто блин я вот это играл в детстве конечно я не буду это говно покупать еще одна игра которую как бы мы аккуратненько хайпим это дело в том что показали ремейк настоящий фронт мишина первого это напоминаем вам такая тактическая игра по сражению огромных мех в таком недалеком будущем который выглядит примерно ну как типа условный final fantasy tactics типа только у вас там на серьезных шах супер сюжет и типа ну ты развиваешь потихонечку мех там их чуть-чуть апгрейдишь там инвентарь к делаешь оружие там спецспособности по квадратикам да да по квадратикам короче и вот по сути переделывают фронт мишин первой и они уже показали такой тизер типа то сиджайный якобы в 2022 году летом выйдет эта часть игры первая и когда-то не пока неизвестно уже ну мы аккуратно опять же короче я большой любитель фронт я очень я очень надеюсь что сделают слушайте в общем директ вышел внезапно клёвый и опять же мне лично нравится вот это вот нинковская традиция никакого хайпа никакого разогрева директ послезавтра все слышь смотреть мне кажется это хорошая тактика в современном интернете потому что когда-то условные sony или нитендо тебе не надо набивать виртуальные очки дуть щеки достаточно просто показывать из того что еще интересного показали как бы я вот для себя отметил внезапно внезапно в спорте под нинтендо свинч спорт с новыми аватарами новым новым графоном как бы и все это адаптировано под джойкон я вам честно скажу я помню какое огромное количество людей в там условно в 2008 9 10 году играли в эти самые вид спорт прям много куча людей покупали вид даже который вообще в игры другие не играли только в эти всякие в спорте блин я прям сегодня смотрел с утра с девушкой трейлер говорю все будем играть а ты заметил да что там теперь все на гироскопах то есть раньше тебе надо было покупать какой-нибудь баланс борт вот эти вот сейчас гироскопы а сейчас ты ты по сути покупаешь как это назвать липучки там вещь там еще ты вешаешь джойкон и там к даге типа примотал от тебя теперь давай будем отслеживать как-то там ногой крутишь да но вообще я тебе могу сказать что мне понравилось и я даже подумал о том что надо будет надо бы купить и поиграть вот из другого еще из того что типа точно стоит отметить короче внезапно показали говно игру которая вообще нахрен никому не понятно нужна ли не нужна фри-то-плейная гонка с персонажами диснея я кстати про ее даже даже не написал к нам ну ты понимаешь что у тебя на маленьких машинках такой типу словно марио карт просто плохой да и понимаешь что у тебя фри-то-плейный марио карт в котором у тебя персонажи если ты посмотришь на тени персонажа то увидишь что там кто у нас есть там у нас есть микки маус дональд даг чудовище из красавицы чудовище короче как некий чувак похоже на базы light year и какой-то чувак похоже на динозавра и вообще как это хуй пойми кто короче но марио карт диснеевскими персонажами как ты считаешь насколько быстро нее закроют почему ты так решил дисней спиц там она называется я просто тебя как ты считаешь насколько быстро не закроют а почему ты решил что ее закроют ну то есть откуда у тебя я уверен что она провалится просто дайду на райвал это знаешь это короче игра где боба айгер уезжает от мологом и такой просто объясни мотивацию свою почему ты решил диснеевские персонажи диснеевские персонажи диснеевские персонажи не гарантируют тебе что твоя игра внезапно станет популярной среди целевой аудитории этой игры это по сути дети потому что взрослый человек в картинг диснеевские персонажи скорее всего играть не будет уж не есть мы ли марио карт или ему нахуй не нужна такая нет тут нет гораздо про гораздо проще тут вот пример disney infinity вот они взяли скопировали skylanders когда этот жанр был еще популярен они сделали очень классные я подчеркиваю классные красивые игрушки не даже парочка лежит чисто как фигурки я их на распродаж за 100 рублей купил когда это все закрылось нахер вот они сделали не самую плохую видеоигру особенно вторую часть disney infinity потому что и делали ninja теорию на секундочку над эта херня провалилась просто с оглушительным треском там во многом еще и за игрушек кстати еще из того что показали интересно что сделали футбол по марио вот это как раз та игра которая будет больше всего продаваться потому что я напоминаю вам как это работает у нинтендо любое говно в котором фигурирует марио продается просто не совсем например марио теннис марио теннис продался неплохо по меркам других по меркам вообще в целом других игр там вообще ever до типа то есть у него там несколько миллионов он продался на по меркам других игр с марио он продался не очень хорошо вот марио гольф даже продался лучше чем марио теннис вот то есть марио я сейчас пойду откроют упадетку с предыдущего подкаста сколько миллиардов блин копий было продано на ну-ка-ну-ка я тебе говорю марио теннис результаты крутые но не такие крутые как нинтендо хотелось бы например но они я уверен что разработка такого рода игр стоит недорого я открыл финансовые результаты думаешь я я шутки с тобой давай я шел финансы и больше а сейчас мы посмотрим поехали сейчас мы прокрутим эту историю так где тут была табличка такая замечательная так марио марио где он тут марио гольф и марио теннис как же тупо дима он смотрим марио гольф супер раш вот смотри марио гольф супер раш второй столбик под не супер марио брос ю дэлюкс над супер марио марио гольф супер рожда ну сколько продали двести двадцать шесть ну то есть два и двадцать шесть я тебе группа меркам игр в целом это результат 2 и 2 миллиона для игры которая явно стоила не очень дорого для разработки она это крутой результат очень но по меркам типа других и игры по марио это ну такое средненько хотя например заметь луиджи мэджин 3 тоже продался типа сколько один четыре миллиона что ли всего но это не очень конечно да и не понял это луиджи мэджин 3 это 1 и 1 умножая на 10000 14 миллиона нет поскольку это миллиону до 10 миллионов точно скажу но мне мне сегодня плохо с математикой марио футбол короче вложена 10000 каждый не то вы не туда полезли марио футбол это идеальная платформа для нфти официально о господи нет пожалуйста не надо не надо не надо цвет меча чтобы выбирать марио ultimate team слышите еще показали как бы соответственно сплатон 3 который выглядит как сплатон 2 вот ничего больше ну ничего больше про него сказать в общем-то и нечего вот из кучи всяких других мелочевок всяких показали но для фанатов нинтендо очень важно что например показали и разбан 1 и 2 разбанта и разбан беги не некс вот эта игра пользуется какой-то фантастической популярностью для очень старых фанатов нинтендо которые играли со времен там несо дэнди но в россии она как бы не очень популярный поэтому ее особо никто не знает и не понимает и она уже доступна по подписке нинтендо онлайн вот и всего остального типа толком отметить даже нечего кроме того что вот assassin's creed dso collection выйдет 17 февраля вот прямо на носу и и показали а еще выйдет все части киндом хардса но через стриминг который напоминаем вам что нинтендо делает через соответственно gfn ну не российский а вообще целом geforce через geforce now да вот короче в общем такие дела мы посмотрели нинтендо директ много крутых анонсов они такие дни прямо крышесно чаще ну прикольные заметили что эти анонсы они в общем-то рассчитаны ну почти все на первую половину года то есть скорее всего будет еще какой-нибудь ну нет она будет на вторую то что на будет в конце двадцать второго и потому что вот вот вам моя теория что где-нибудь летом покажет еще ли а летом еще игр навалят я уверен плюс еще были слухи что по-моему спинтерселла перевыпустят классические на свече во первых элки десан или и киди саненция как прочитать 200 рублей пацаны автоп вольф индекс еще не поздно купить на дар себе или тоже старое говно стукерберг щену принципиально не хочу братан вольф индекс это очень дорого это дорого купи окулус то есть надо ну если тебе принципиальный цукерберг щена не нравится посмотри на можно вырезать на hp вайф реверт какой-нибудь ну потому что окулус квеста 2 а там можно и вообще забить хер на существование этого как его звать софта цукерберг я тоже праву о рейдзер россия занес нам 100 рублей угроза штрафа в начале подкаста была оставлена не мной самозванец или работодатель нашел мне замену дмитрий помогите сохранить работу у нас приблизить в донатах целый сюжет арки разворачивать переходим к нашим впечатлениям у нас их не так много на этой неделе но на самом деле потому что мы вообще активно писались я болел к виду димка был занят короче тимурчик отбывается сегодня вместо да значит я поиграл в сифу это рога такой рогали берешь тряпку мокрую батл рояль но в моей школе да да короче сифу эта игра про восточное единоборство которое sony опиарил достаточно активно неожиданно и я не не ждал вообще ничего она мне не было сильно интересно так вот я в это говно залив после стрима то есть это дарк-соулс из мира она не дарк-соулс это игра которая от тебя очень много требует именно если ты допустим много играл в файтинге то есть это очень требовательный файтинг и надо так воспринимать да она очень капризна к тем комбо которые ты вводишь к тому арсеналу который ты используешь то есть тебе надо желательно использовать все что есть у тебя а может проигрываю сказать вообще что это да смотрите сифу это рогалик то есть руб вообще-то у лайт не rogue-лайт не rogue-лайк то есть смотрите rogue-лайк это типа когда вы умираете вы теряете все rogue-лайт это когда у вас есть некая механика прогрессии вы становитесь круче с каждым новым раном вот сифу как раз такая игра у вас есть персонаж и каждый раз умирая Рандома там есть вообще? Рандома там нет. А, ну так как вы же дорогалик, ты что, не... Значит, он постепенно стареет и умирает, когда ему исполняется 70. Причем он стареет при каждой смерти прямо на уровне. Всего в игре несколько этапов, по-моему, 4. И каждый этап проходится... Ваша цель пройти этап за минимальное количество смертей, потому что персонаж по мере того, как стареет, у него увеличивается сила удара, потому что набирается опыта, но при этом падает количество здоровья, потому что он дед. И ваша цель до конца игры дойти, ну, где-то в оптимальном возрасте, там, под 40, где-то так. Я могу сказать, что у меня... Знаешь, как произошла история знакомства с Сифу? Сифу. Ну, вообще, сифу, по-моему, она все-таки так-так произносится, потому что это, по-моему, мастер или, типа... Говорит на китайском. Эксперт, типа того. То есть это мастер кунг-фу, имеется в виду. И у меня история с Сифу следующим образом. Я прошел туториал. Это вызвало определенную фрустрацию, сразу скажу. Даже в туториале. Я дошел до первого босса, отпиздюлился от него, и понял, что я в это играть не хочу вообще никогда, потому что меня бесит не сложность игры, меня невероятно раздражает управление. Это просто... Я не знаю, какой человек с какими кривыми пальцами это придумал. Потом я посмотрел, ну, кто игру делал. Там оказалось, что это французы. Я такой, а, ну все понятно. Спасибо большое. Никогда больше. Вот. Мне не понравилось. Ну, я могу сказать, что я в нее залив. Там очень круто сделан рукопашный бой. Это игра про рукопашный бой, наверное, с одной из самых глубоких механик. И второй момент. Это игра, которая неожиданно, об этом вообще нигде не было сказано в маркетинге, использует DualSense и 3D-звук. Там реально очень крутой 3D-звук. И просто охренительно используется DualSense. Потому что я теперь хочу такую поддержку DualSense во все файтинги. Во все файтинги, чтобы каждый удар чувствовался так здорово. Игра на любителя. Я не буду ее рекомендовать прям всем. Но если вы любите челлендж, если вы хорошо играете в битэмапы. Очень важно, если. Сифу станет игрой, которая вас очень сильно порадует. И мне кажется, ее Metacritic 80. Ну, типа, такая классная игра. Но для тех, кто готов в нее отценивать, вложить свое время, это вполне справедливо. Вообще, выглядит как такая, типа, хорошая, качественная, клевая индюшатина. Ты можешь, кстати, ее купить на ПК. Если у тебя в EGS сохранился купон, а он сохранился у нас, то она тебе обойдется что-то в 250 рублей. Поиграть с читами. Да. Я не осуждаю, да? Никто не осуждает, да. Слушай, Тимур, ты что делал на этой неделе? Слушай, у меня как бы так получилось, что я, опять же, как и Димка, я досматривал огромное количество сериалов. Про которых мы уже рассказывали, да? Да, про которых мы уже рассказывали, как бы, и в том числе, ну, там, типа, я сейчас, вот прямо сейчас я там смотрю, соответственно, «Сквозь снег» новый сезон, новый сезон «Воспитанный волками». Соответственно, досматривал, как я уже рассказывал в прошлом подкасте, там, типа, «Эмили в Париже». Вот до финальной серии прям досмотрел, которая на данный момент существует. И плюс я допрошел, соответственно, полностью опять перепроходя Horizon Zero Dawn, подготавливаясь к сиквелу, и, соответственно, впервые допрошел до конца дополнение в «Frozen Wilds», как бы, что бессмысленно рассказывать, потому что они уже вышли давно. Вот. Но, опять же, мне очень понравилось, я опять хайплю прям в сюжет, потому что, знаете, на свежую голову прям очень круто. Вот. Но из того, про что я хотел точно рассказать, это два фильма. Один из них, это новый фильм Джорджа Клуни, который называется «Тендербар», «Нежный бар». Вот. А разве это не какой-то эфемизм «Тендербар»? Ну, то есть это не какая-то устоявшаяся фраза, потому что «Нежный бар» это звучит довольно странно, нет? Я не знаю, что тебе на это ответить. Я пойду посмотрю на Urban Dictionary. Я уверен практически, что «Тендербар» это что-нибудь дозначит. Наверняка. Вот. В общем, «Нежный бар» и «Тендербар» довольно классный фильм, от которого ты особо много ничего не ожидаешь. Но я могу сказать, что за последнее время, когда Бен Аффлек наконец-то нормально вернулся к своим ролям, и вот что у него довольно крутая роль в последней дуэли, и довольно классная роль у него, соответственно, здесь. И фильм повествует довольно интересной историей, когда у женщины есть сын, и у нее периодически случаются не очень удачные ситуации, типа в любви, в работе и так далее. И когда у нее случается уже во второй раз неудачная ситуация, она во второй раз возвращается в дом к деду, где вместе с дедом живет, соответственно, целая орава родственников. И если все остальные воспринимают это типа «Ну окей, там вернулось опять», а сын это воспринимает типа «О, прикольно, я опять буду жить в доме, где живет целая толпа народов», то мама воспринимает, естественно, это как символ поражения и неудачи определенной. И так как у ребенка нету сына, то он... У ребенка? У ребенка нету мама, да, нету отца, точнее. То есть, по сути, как бы мама его воспитывает, но не так, как надо бы с точки зрения какого-то жесткого воспитания. И в итоге ребенок переключается на своего дядю, который является братом мамы, а он является управляющим бара. И очень много таких, знаете, интересных моментов, когда ты сначала думаешь, что это ребенок будет расти типа вот в детстве, а потом выясняется, что там на самом деле ситуация, когда у тебя ребенок растет до момента студента, а потом до взрослой жизни и так далее, и ты вот наблюдаешь, как вот он растет до там условно-сознательного какого-то уже нормального возраста. И как он проживает в эти моменты. Только сейчас до меня дошло, что тендер-бар – это бар-тендер. Да, так и есть, он так и называется. Бартендер. В том числе и бар сам по себе называется тендер-бар, а бар-тендер, естественно, да, это типа бар-бар-бар-тендер. Тендер-бар-бартендер, да. Да, да, это забавно. Короче, я очень советую, он такой, знаете, холл-сам, такой очень добрый фильм. Если бы этот фильм выпустили в России, он бы назывался угрюмочный. Очень интересный фильм, который говорит о многих вещах, которые, знаете, или вам могли не дать когда-либо отцы там, или ваша семья, или они могли их дать, но вы как бы там их пропускали мимо ушей, или могли быть ситуации, когда просто вы какие-то вещи воспринимали как данность, но не воспринимали их осознанно. Вот. И в этом плане фильм довольно классный, который вот показывает то, как человек двигается, что для него является главным в жизни, как он проходит какие-то свои такие жизненные важные этапы. Причем все это с прикольным юмором, с очень хорошим, интересным повествованием. Мне прям понравилось, как бы, и мне понравились актеры, мне понравился в целом антураж, атмосфера. Все это происходит типа в 70-х, 80-х. Вот. Прям мне очень понравилось. Вот. И второй фильм, который я хотел посоветовать, это французский фильм «Делисьо», который означает «восхитительно». Ну, как «делишес», на английском только «делисьо». Вот. Французский фильм про 18 века, 1700, там, какой-то год, про при дворе у знатного графа, который владеет огромной территорией, короче, работает повар, который готовит этому графу просто какие-то нереальные, супер-безумные блюда. Вот. И, соответственно, в какой-то момент он объебывается, и, типа, как бы, его требуют от него извинений, а он, поскольку гордый, уходит. Вот. И, по сути, как бы, работает на постоялом дворе. Вот. И в какой-то момент так получается, что он потихонечку начинает организовывать в этом постоялом дворе ресторан. Вот. Что для того времени вообще не видано. Ресторан для кого? Для крестьян? Для всех. Для всех. Потому что в то время это было не видано. У тебя высокую кухню могли, от кузин, так называемых, у тебя могли есть только исключительно вельможи, исключительно ритократы. Слушай, это, по-моему, это основано на реальной истории, как появилась эта история. Да. Да. Вот. И книга, соответственно, есть по этой реальной истории тоже. Вот. Потрясающий совершенно фильм в плане атмосферы того, как показана вот эта средневековая, ну, уже не средневековая, все-таки, как бы, но такая позднесредневековая Франция. Как вот показана еда, отношение к ней, человек, который потихоньку перерастает. Потому что все это происходит, типа, буквально на пороге революции, падения Бастилии и так далее. То есть это все происходит вот буквально вот почти что вот в этот момент. И вот этот для французов очень важный момент, и вообще с ценой для европейцев, когда у тебя человек из условного слуги аристократов потихоньку превращается... Из грези в князи, да, понятно. ...в такого типа капиталиста, буржуа такого своеобразного. И все это происходит с очень важными там реперными точками для, соответственно, персонажа, для его окружающих персонажей. То есть там такие прям важные моменты его становления совершенно как новой личности, нового такого социального класса. Вот. И все это еще очень красиво показано, потому что еда, красивый антураж, классные вот эти все дома, очень много драмы интересных, вот это поворотов. Вот. И ты такой сидишь и прям, о, прикольно. Вот. Короче... Это комедия, да? Нет, она такая... Во французской... Знаешь, вот по шкале французскости фильма это больше драма. Но в любом французском фильме много есть комедии, а в любой комедии во Франции есть много драмы. Драмеди называется. Поэтому, как бы, если так, типа, вот по шкале от комедии к драме, это чуть больше к драме, чем к комедии. Но там тоже есть комедийные моменты. Короче, я очень советую. В конце голову отрубают, да? Голову отрубают, да? Нет. Блин. Все, заинтересовал? Иди посмотри. Нет, не у нас смотрит. Ну ладно. Так, Марк, давай. Короче, да, я самое главное хотел рассказать, это то, что я, значит, мне Тимур прислал Apple Watch Series 6, я с ними хожу уже две недели, и провел с ними ковид. У меня на них очень такой прикольный циферблат, который классно смотрится. Сейчас я введу пин, что вам показать. Циферблатов десятки, просто любой выбирай. О, господи, с Микки Маусом себе. Смотри, как охеренно на руле моя Вольво, блядь. Ладно. Нет, на самом деле я это для ребенка больше поставил. Так вот, я могу сказать, что я хожу с ними уже две недели, и мне они нравятся. Секундочку, Макс, извини, я просто провафлил момент туда, я считаю два доната по-быстрому. Давай. Динь, у нас было это сделать между Максом и моим рассказом. Ну да, ну просто... Давай Макс тогда расскажет, нормально, не сбивай его с мыслями, пожалуйста. Да, я хожу с ними уже две недели, и я не человек, который очень много, что называется, тратит времени на фитнес, поэтому мне очень хотелось попробовать Apple Watch, я не очень хотел за них выкладывать даже те деньги, что за SE, потому что я не очень понимал, нужны ли они мне. И скорее нужны, чем нет. Почему? Потому что, во-первых, Apple Watch оказались очень классным, даже не трекером каким-то фитнесом, а трекером здоровья в целом, потому что, сами посудите, я болею ковидом, хоть и в легкой форме, я могу через часы проверять пульс, я могу через часы проверять сатурацию очень быстро, я могу проверять кислород, ну да, кислород, собственно, и сатурация, и это очень здорово, потому что я это могу делать быстро в любой момент, в любом месте, и немножечко успокаиваю себя, не накручиваю. Это первое. Второе, мне все-таки дико нравится эта история умных часов, которая мне в свое время еще очень нравилась на моих смарт-часах от Sony, это то, что это очень хороший экран для дублирующих уведомлений. Особенно это классно за рулем, когда ты едешь на машине, и ты не хочешь отвлекаться на большой экран, тебе звенит, ты быстро краем глаза видишь иконку, примерно понимаешь, что у тебя на телефоне произошло, и не отвлекаешься. Это тоже очень классно. К тому же, эта штука поддерживает Siri. Эта штука поддерживает всякие быстрые ответы в мессенджерах. Они стали гораздо круче тех Apple Watch, которые я смотрел первого-второго поколения, с точки зрения, что это теперь все-таки плюс-минус какой-то девайс, с которым ты можешь взаимодействовать. И который хотя бы работает быстро, а не... Да, он работает быстро, и тебе не надо доставать трубку. Это тоже очень прикольно. И ко всему вдобавок, конечно же, надо сказать, что меня очень радует сам экран. Его очень хорошо видно, он очень яркий, он очень классно работает в Always On-режиме, то есть когда вам надо только циферблат увидеть. Он очень отзывчивый, он очень хорошо распознает тач. Он немножко удроченный, как говорил Смур, то есть есть эти сколы по бокам и в прочих местах. Но меня это не сильно напрягает, честно вам скажу. Это не то, ради чего я бы там перестал их носить. А говоря про еще один позитивный эффект, который бы я не узнал, если бы у меня часов не появилось, это касается мотивации. Вот эти сраные колечки фруктовые, которые вам рисует ваше, собственно, приложение фитнес, скольца активности, они реально заставляют вас больше двигаться. Они реально заставляют вас задумываться о том, как вы будете строить, например, свою прогулку. То есть я специально до того, как подхватил вот эту бяку, выходил на фото-волк, и, собственно, я гулял с фотоаппаратом, искал фотки и так далее. И я прошел гораздо больше, чем я прошел бы без часов. Потому что, смотришь, блин, ну пройду еще километр, колечко заполнится. Почему бы и нет-то? Они тебе еще говорят, а может быть вы сейчас гуляете? Хотите зарегистрировать? Да-да-да, давайте начнем тренировку, да. И в этом плане они прям очень классные, потому что на самом деле больше всего мне Apple Watch нравятся не экраном, не какими-то уникальными функциями, не какими-то штуками, связанными с эргономикой, даже с датчиками. Потому что если вам нужны часы для серьезного фитнеса или как трекер здоровья, есть какие-то здоровые гармины, в которых там чуть ли не нет. Слушай, все крутые фитнес-чуваки говорят, что на самом деле пульсометр в Apple Watch 6,7 настолько крутые, что они уже сопоставимы с нагрудными пульсометрами. Да, я в данном случае не сомневаюсь, но я говорю, что вот, например, есть люди, которые на Garmin очень сильно дрочат и говорят, что в отличие от Apple Watch, они без часов работают, без телефона работают. Вот, и это типа независимый девайс, я с ним не пропаду. Ну, окей, удачи тебе, чувак. Но они, вот их главное преимущество в том, что они работают абсолютно бесшовно. Я вообще ни во что не лезу. Я совершил первичную настройку. Они сами скачали все приложения типа управления плеером. Они сами все настроили. Я чуть-чуть настроил, собственно, здоровье, все эти первичные проверки. Оно само все трекается, оно само все делает. И все, что я делаю, это я просто все проверяю. Все, я больше не трахнусь часами. Это девайс, который я наделал, я забыл про него. И он выскакивает с уведомлениями, он выскакивает с какими-то советами только тогда, когда он реально нужен. И вот эта вот история меня сильнее всего удивила. То есть, если я сижу и ебланю, по-русски сказать, они меня не трогают. Ну, типа, сидишь, чувак, окей. О, кстати, подвигайся, три минутки зарядка, пока ты за компьютером, все. Это вот максимум их инвазивности. Но если ты ходишь, если ты что-то делаешь, если ты за рулем находишься, они находят свое применение совершенно органически. И мне кажется, в этом, собственно, загадка их популярности. Потому что если ты пытаешься рационализировать владения по Watch'ам, ты, наверное, их никогда не купишь. Но когда ты начинаешь ими пользоваться, ты понимаешь, что как ты без них раньше жил-то? Это же прикольно, что, типа, часы говорят, о, типа, побегай, о, а ты можешь лучше. О, кстати, уведомление. О, кстати, подумай вот об этом. И ты такой, ну, в принципе, да. А, как я без этого раньше жил. Если ты еще пойдешь в бассейн, поплавить, ты удивишься, но они еще, видно, их хорошо переносят плавание в воде. Я знаю, я купал у ребенка в часах. Ну, вот, как бы, они реально в этом плане классно работают. То есть я должен сказать так. Если вы сомневаетесь, что вам нужен Apple Watch, попробуйте, но попробуйте, допустим, SE-версию. То есть вот, чтобы сильно по карману не кушал. SE уже очень отстало, если честно. Как бы, там экранчик очень маленький, там нет Always-сон экрана, как бы. Ну, или взять, вот, как я, какие-то с рук, поддержанные, хорошие, конечно, совсем удроченные там, но просто ты никогда, если ты не знаешь зачем тебе это, не поймешь это, вот просто сидя и думая, хм, нахрена они мне нужны, им реально надо попользоваться. И вот я ими попользовавшись могу сказать, как только у меня в конец там удрочатся эти, я пойду и куплю себе Series 7. То есть потому что мне реально очень понравилось, что это хороший спутник, который разгружает тебя реально от пользования смартфона очень сильно. Ты почти, да, слушай, я самое главное, знаешь, эффект, когда ты вместо пятерочки заходишь и платишь с часов и смотришь на лицо продавщицы такой. Да. Слушай, ну в Москве уже привыкли все, короче. Ну в Москве-то я понимаю, но, блин, все равно очень классно. И в этом плане, опять же, если вы машину водите или, например, за рулем велосипеда находитесь, часы это действительно очень клевая штука. И у меня, например, очень классно, у меня основной мультимедийной станции в машине выступает iPad. И очень классно управлять iPad'ом с часами. То есть в этом плане ты никуда не лезешь, никуда не тянешься, все переключаешь. Это так удобно оказалось. В общем, я советую, я рекомендую. И очень интересно, что Тимур думает про Series 7, благодаря которым он, собственно, мне эти отдал. Да, я, короче, в какой-то момент подумал о том, что все-таки хочу себе обновить часы и впервые подумал за много лет о том, что хочу все-таки купить часы стальные. И каково же было мое удивление, когда я узнал, что Apple Watch стальные больше не поставляются в Россию. Ты просто не можешь их купить. Это связано с тем, что... Стальные ты имеешь в виду сами часы? Это который не алюминиевый корпус Apple Watch Sport и Apple Watch Nike Plus, а который Apple Watch Stainless Steel. Так и называются. А ремешок там тоже стальный? У них любой ремешок какой-то и хочешь, а так у них, соответственно, стальной корпус, который блестит. Вот я его на видеоверсии сейчас показываю. Вот. И выяснилось, что оказывается, то, что их не поставляют в России, связано с тем, что Stainless Steel версия присутствует только в версии с LTE-модулем встроенным. И так как в России это не поддерживается, то поэтому эти часы в России не поставляют официально. То есть единственная возможность это как бы этими часами воспользоваться через, соответственно, ну там в европейской стране. Вот. Или там еще в какой-нибудь. Я быстренько забегаю вперед, скажу, что в России, к сожалению, даже если у вас есть такие часы, склонировать симку, а у них, по сути, это примерно так и работает. То есть, по сути, часы обращаются к оператору, и если он поддерживает эту функцию, а оператор должен специально заебаться и сделать это, то, по сути, он позволяет тебе скопировать твою симку в формате eSIM на часы, после чего ты можешь ими пользоваться как для телефона, для, типа, там, связи, для LTE, для чего хочешь. То есть там, типа, можешь вообще дома оставить телефон, ходить, и у тебя на часах будет все работать. Вот. Само по себе. Но, как бы, в России этого делать до сих пор нельзя. Вот. Это, как бы, если говоря, вот конкретно про вот эти все штуки, как бы. А так, вообще, это те же самые практически часы, которые Apple Watch 6, только с большим экраном. То есть экран тупо больше. Он действительно намного ярче. То есть теперь, как бы, он даже на солнце, даже когда ты там находишься под прямым светом, он все равно очень хорошо работает и все показывает. Они стали чуть побыстрее. И за счет того, что, опять же, экран стал чуть побольше, у них появились новые циферблаты, которые позволяют вмещать большее количество информации. То есть если раньше у тебя был циферблат определенного размера, например, там, круглый, у него по бокам там, вот эти, точнее, в уголках всякие там, всякие штучки прикольные были. Или, например, там, типа, циферблат, который состоит там, типа, из погоды, плюс там, нескольких значков, плюс времени, там, плюс календаря. Теперь можно всунуть еще одну строчку. Ну, например, там, погоду и какой-нибудь там UV-индекс там или еще что-нибудь такое. Вот. Ну, то есть, как бы, вариантов для кастомизации стало еще больше. Вот. У часов. А так, в принципе, это все те же самые часы. Они немножко толще, чем Apple Watch 6. Как и все в Apple Watch 6. Вот. Да. И они немножко тяжелее. Вот. Потому что все-таки алюминий и сталь, как бы, сталь, ну, типа, реально чуть-чуть потяжелее. И, во-вторых, интересный момент с точки зрения дизайна, того, чего я даже не думал, ну, то есть, это как бы не бросается в глаза, кнопочка, которая стоит рядом с короной цифровой, она утоплена так, что она, по сути, как бы не торчит из корпуса. Вот. В отличие от всех предыдущих часов. Вот. И все это, кстати, говорит о том, что якобы в следующих часах или через одни часы, как бы, они избавятся от кнопок и сделают, типа, там, сенсорную панель. Вот. Вроде как. Ну, фиг знает. Вот. Опять же, я очень доволен. Я могу сказать, что мне пришлось покупать их из США. Учитывая, что в России у перекупов, если их покупать, то у них стоимость порядка 90 тысяч, как бы, или 100 тысяч. Вот. Как бы, если их покупать из США, как бы, заебаться, то там, пока ты их ждешь, пока ты там шахермахеры проводишь, чтобы тебе их нормально привезли, ну, можно тысяч за 60, мудриться, взять. То есть, это на треть меньше, чем в России. Вот. Что довольно круто. Вот. И, опять же, как бы, я прям вижу, насколько у них прочнее корпуса стекло. Здесь сапфировое стекло, собственно, ради чего я их брал, чтобы они не заебывались и не разбивались. И, учитывая, насколько сильно круто работают уже даже шестые часы, я могу сказать, что даже пятые уже хорошо работали. Вот. Что я знал, что это часы, которых хватит на несколько лет. Поэтому, как бы, я взял эти часы с расчетом на то, что, типа, вот, да, ну, вот они со мной будут еще там года три. Типа того, как бы, поэтому, как бы, я вот так особо и не парился по этому поводу. Вот. Такие пироги, короче, Apple Watch 7, Stainless Steel. Если у вас есть Apple Watch 6, как бы, и вы не особо паритесь по этому поводу, обновляться, скорее всего, не стоит, если вы там не суперфанат, ничего. Если вы хотели обновиться с часов, так скажем, спортивных, алюминиевых, на чуть более респектабельные, так скажем, металлические, заделом там на будущее, это хорошая очень штука. Вот. Но, типа, если, как бы, вы думаете, там, с пятых-шестых обновляться, то ты прям суперсильно большой потребности, конечно, в этом нету. Вот. Но если вам просто нравится все новое, то, как бы, то, наверное, может быть, да. Вот. Ну и опять же, это хороший задел на будущее. Вот. Такие пироги, вот такое у меня впечатление. Ну что, давайте потихонечку этот просто тип. А, давай, Может быть, сотрудник о Razer России занес нам 100 рублей, начал с вас смотреть с опозданием на пару часов. Привет из прошлого. Мы завтра кастом из прошлого сейчас на обсуждении «Властелина колец». Это у тебя долго пройдет смотреть еще, братан. Это прям почти начало. Квантовая вишня занесла в 100 рублей. Алиса, как зовут моего куратора из ФСБ? Эй, Сирия! What's my FBI handler's name? I don't understand what you're saying. А, то есть, посмотри в интернете, да, Алиса, спасибо, бесполезно в этом плане. Алиса, передай привет товарищу майору. Сейчас у всех тех, у кого есть Алиса, сейчас происходит передача. Дядя Сэм за основу 100 рублей, но ведь Google Fit тоже рисует колечки. Где он из-за колечки? Как эта штука называлась, которая такая плоская, на часы вообще не похожа? Фитбит. Фитбит, да. Я не знаю, вроде как у них, по-моему, были новые модели, по-моему, развалилась сделка с гуглом, как раз. Но вообще, Fitbit, по-моему, сдох. А, нет, у Джубон, Джубона, точно я помню, что Джубон вообще умер, Fitbit вроде не умер, но у Fitbit, есть новые браслеты с маленькими экранчиками, где, по-моему, тоже колечки есть в каком-то виде. Ну, типа такого рода вещь. Такое. Все, короче, пацаны, мы переходим потихонечку к статьям недели. Тут на The Journal вышла офигенная статья с разбором того самого чувака, афериста из Тиндера, про которого сняли недавно документалку на Нетфликсе. Вот. Если очень-очень-очень-очень-очень вкратце, короче, то чувак в Тиндере прикидывался там типа наследником нигерийской страны. Я шучу, но примерно так и было. И в какие-то моменты вынуждал совершенно тупейшим образом переводить ему деньги. И внезапно люди велись и переводили ему деньги. Вот. И прикол в том, что чувак, после которого про него сняли эту всякую документалку, рассказали, какой он пидорас, а он продолжает снимать ТикТоки, Инстаграм и так далее. Как он на яхте, на Ламборгини катается и прочее. И пишет типа Have a great day. Вот. И у него вообще все отлично. И все ржут и говорят, что типа, наверное, те женщины, которые участвовали в снятии документалки на Нетфликсе, сейчас, наверное, просто охуевают. Потому что тому чуваку полюбас теперь все шлютнются и говорят, слушай, а давай ты будешь со мной встречаться. Потому что это так думал просто, что ситуация такая, типа, ты пишешь, но это же аферист. Все такие, да. И все. Ужасная ситуация. Но вообще, на самом деле, статья очень крутая, рассказывает про то, как все это развивалось. Да. Вторая статья на ВИСИ, она очень большая. Мы хотим ее вам посоветовать. Я хочу вам ее посоветовать. Она рассказывает историю взлета и падения Босфида. В чем Босфит? Был пионером. В чем Босфит? Какой ты сегодня пирожочек. Пирожочек. Да. На чем он взлетел и на чем он, в общем-то, обосрался. Почему постепенно Босфит становится очередным скучным СМИ. Слушайте, а Босфит это не Босфит Ньюс, да? Это два разных издания. Это одно и то же. Это одно и то же. Почему Босфит все больше превращается в Босфит Ньюс, такое скучное, респектабельное издание, что стало для этого драйвером. Короче, если вам интересно вообще развитие меди, если вам интересно, как работает рынок меди, я советую вам почитать, потому что это реально самый, наверное, грамотный текст по теме в Рунете, и я с большим удовольствием его прочитал. Слушайте, у нас, кстати, похожая статья на английском языке, на Naiman Lab. Дело в том, что она рассказывает о спорной репутации и истории издания Forbes, а точнее даже не Forbes как такового журнала, а про сайт Forbes, вот, Forbes.com, в котором, как вы помните, если где-то кто-то что-то написал, типа Тимура Сифремлюкова, короче, то это хуйня, скорее всего, полная, вот, потому что написать на Forbes.com Я опять вижу эту девочку, которая рэп читает. Как это получилось? Ну, потому что она контрибьютор Forbes была, понимаешь? Серьезно? Еще и контрибьютор. Блин, это какая-то просто универсальная... Чувак, поверь мне, контрибьютор в форсе вообще чуть ли не кто угодно мог быть, и, короче, вот статья офигенная о том, какие есть истории о том, как Forbes.com использовали для скама, для надувания рынков, короче, для всяких адовейших вообще безумных афер, и вообще, типа, какие полные пиздецовые вещи постили на Forbes.com без каких-либо вообще проверок, без всего. Поэтому, если вы вдруг хотите... Это настоящая статья от нее? Типа, you should try rapping. Добро пожаловать. Да, понимаешь? Вот. Короче, в общем, мы очень советуем на Найман Лабе на английском языке офигенную статью про историю Forbes.com, и почему вам не стоит доверять ссылкам на Forbes.com, если вы хоть где-то, хоть как-то их как-то видели, кто-то вам пытается сказать, а я вот там читал, а вот такие, типа, ты же Forbes.com, вот, и все. Ну и последняя статья, которую мы хотели бы советовать вам, это статья, которую написал один из наших слушателей, замечательный панкотик, он же является админом завтра-чата, вот, который, наверное, лучше всех вообще на российском комьюнити разобрался с тем, как правильно эксплуатить Vitu, PlayStation Vitu, и если вдруг у вас есть PlayStation Vita, она где-то осталась, у вас валяться в каком-то там вообще там закоулке, где-то там в углу. Помнишь ту картинку замечательную, где лежит Vita, она не такой слой пыли трехсантиметровый? Да-да-да-да-да, вот, то обязательно прочитайте эту статью, потому что, возможно, вашу Vitu можно очень круто взломать, и поверьте мне, вы хотите это сделать, потому что панкотик в свое время помог мне, я уже рассказывал в подкасте это сделать, я недавно опять ее по следам его статьи достал, установил вообще все игры, и самое главное, что там теперь можно устанавливать игры и PS Play, и PS One, и все это делается в один клик, и там есть все эмуляторы, и, блин, с OLED-экраном в классном вармфакторе. Блин, Vita все равно переделал свое время, она была очень клевым девайсом. Играть отлично. и смыслом девайсом. Блин, чуваки, я могу сказать, что это отлично. Плюс у меня все мои установленные игры, все поддерживают трофеи, можно идти играть, трофе-хантерствовать, короче, и, в общем, это очень круто. Я вам, если у вас есть вид, или если вы думаете о портативном гейминге, можешь купить какую-нибудь поебень, типа, ну, там, дайте для эмуляции, там, для того, для сего. Блин, посмотрите PlayStation Vita, потому что там даже эмулятор для этого есть дымкаста. Ну, это сейчас везде есть команды. Чувак, там сделали не просто эмулятор, там виды сцены настолько мощные, там чуваки уже сделали порты Vice City, порты Quake, короче, Bully, там есть порты чего угодно уже, там, Яхирус в Ultimate Magic 2 установлю. Не, на самом деле, реально, Vita разобрали до винтика, и сейчас это очень классная машинка, если вы хотите побаловаться в Homebrew, тем более на Vita, ее не убитую можно найти за неплохие деньги. За 5-10 тысяч вы можете купить себе прекрасную машину для эмуляции, которая будет лучше любого говна с Алиэкспресс. Вот, поэтому почитайте панкотик расписал роскошную статью, и мы вам на пару с Тимуром и очень советуем. Да. Слушайте, ну и мы заканчиваем потихонечку завтракаст номер 246, вот, и напоминаем вам, что мы наконец-то запустили мерч, в шоу-ноутах есть, соответственно, ссылка, ну или вы можете пойти на ссылку на нашем профиле на Everpress, это everpress.com slash profile slash завтракаст, вот, и, соответственно, вы можете заказать одну из трех цветов компании, типа, где есть и футболки, и свитшоты, вот, или с белого цвета, или серого, или черного, или темно-синего, вот, посмотрите обязательно, очень, ну, как нам кажется, прикольный дизайн, и, как бы, мы сами тоже будем себе заказывать, вот. И, кроме всего прочего, подписывайтесь на нашу подписку на Патреоне и на Apple Podcast, потому что у вас есть возможность послушать сказки дядюшки Зомбака, наш новый, суперкрутой проект, который вот вышел первый. Первый выпуск, которого мы еще готовим. Блин, я сам послушал, мне очень понравилось, короче, я сам бы готов был бы нам занести. Я в машине с большим удовольствием должен тебе сказать первый выпуск послушал. И скоро у нас выходит второй эпизод, вот, ну, и не забудьте, как бы, что у нас в ближайшее время еще и выйдет очень крутое интервью с классным гостем, так что тоже обязательно ждите, вот. И для всех тех людей, кто на нас подписан, блин, огромное вам спасибо, потому что это все еще позволяет завтракасту оставаться на плаву, развиваться, делать что-то прикольное, новое, классное, и всячески вас радовать, а не загнуться, умереть там и так далее, и не скатиться в смешные тупые скетчи, вот. И как бы мы, на самом деле, очень хотели поблагодарить тех людей, которые нам заносит на Патреоне больше всего денег, вот. И в первую очередь, конечно же, это Александр Давыгора, Алексей Пазников, Арсений Вайс, Донатас, Дмитрий Коробенков, Екатерина Александровна, Замбарь из Интела, крупнейшего СНГ-АйТ-рекрутингового агентства, Ильин Егор, Константин Соломко, Михаил Аронов, Сахалинец, Фед, Алекс Колов, Антон Ленский, Артем Логинов, Артур Галиулин, Артур Васильев, Денис Бондаренко, Евгений Петрунко, funcopoprussia.com, коллекционные фигурки в России, fxfortrader.ru, Григорий Яфа, Илья Кузнецов, Джаггер Меш, Максим Лебедев, масс-культ подкаст про историю любимых франшиз, Майк Брюханов, мистер Валери, Нексен Су, Никита Вольвик-Попков, Никита Стрельников, Пан Котик, Павел Петлич, Павел Стариков, Реплей Гейм СПБ открыты, Сергей Язовский, SoFar, Ти Юджин, Валерия Неборская, Виктор Тен, и еще один завтрашейк, который посчитал нужным остаться анонимным. Спасибо вам, ценные девчонки. Спасибо. Заметьте, пацаны, пять часов подкаста, а время только час сорок. Вот так вот рано садиться. Да? Хорошая практика. Давайте пораньше будем садиться хотя бы как-то. Мне кажется, что надо нам такую практику распространить. И нельзя произносить фразы давайте пораньше садиться. Давай мы не будем. Хорошо. Давайте не садиться. Давайте не садиться. Давайте, да, присаживаться. Ладно, давайте. Спасибо вам, что смотрели. Спасибо, что донатили. Давай всем спокойной ночи. Всем до следующего раза. Спасибо, что слушали. И пока мы далеко не ушли, пока мы не разошлись, последние два донатика, можно я зачитаю. Дядя Сэм занялся на старули парни. Когда подкаст про отношеньки, он же ДТКД. У нас будет? Вообще. Скорее всего, завтра, я думаю, вечер. Скорее, мы надеемся завтра, но позволь. Мишенька занесла нам 100 рублей или занес. Инфляция бьет рекорды, а у вас донат 100 рублей. Может, вы повысите планку? Но мы же как бы ближе к народу. Разве не? Мы же реально ближе к народу, потому что вы можете нам занести спокойно и, соответственно, там, типа, побольше. 400 рублей и на Патреоне, и на Apple Podcasts, и как бы мы там не настаиваем, но вы можете это сделать. Надо сделать, как всякие русском надзоры и прочее делают. По многочисленным просьбам слушателей, да, мы повышаем цены, да. И ты такой, блин, вас никто за язык не тянул, да. Ладно, давайте. Давайте.